здравствуйте вы смотрите из серии сны апокалипсис значит вообще изначально таких фильмов на сегодняшний день отснято 8 это фильмы которые рассматривают проблемы человечества глобальные проблемы человечества влияние на них подходит к рассмотрению этих проблем под другим углом нетрадиционным углом так сказать нетрадиционным взглядом который все в принципе на сегодняшний день привыкли и которые не дают выход так сказать не показывают выхода из сложившейся на сегодняшний и ситуации цель простая так сказать не утвердить что-то как истинных первой инстанции а побудить к размышлению над теми событиями которые происходят вокруг нас но под другим углом с точки зрения другого знания с точки зрения друг другого рассмотрения вопрос значит на сегодняшний день снята вот 8 фильмов это первый зов земли где описывается значит поднимаются вопросы по отношению к земле отношение человечества к земле и так далее сегодняшний состояние земли второй это рассматриваются проблемы которые стоят перед человечеством угрозы которые так сказать по отношению к нему существует затем рассматривается значит человеческое общество с точки зрения нетрадиционной модели человеческого общества так называемого токарного станка вот или червяка а вот то есть как бы здесь дается просто модель модель для понимания процессов происходящих в человечестве человеческом обществе вот и соответственно процессов на планете земля вот устройство матриц это рассматривается вопрос мировоззрения то есть то как человек под каким углом он смотрит что влияет на его так сказать искаженное восприятие действительности и так далее то есть тут тоже показано целый ряд моделей которые помогают как мне кажется как-то по-другому посмотреть на вот эти вопросы значит прыжок это описывается система изменения сознания традиционно масса людей которые значит гуру то вот эти всякие разные они предлагают системы изменения сознания которые на сегодняшние создания никому по хорошему не изменили но зато позволяет нам зарабатывать хорошие деньги вот и вешать лапшу на уши населения так сказать благополучно значит здесь вот именно рассматривается вот эту тут возможность каким образом можно сдвинуть сознание как конкретно предлагается искать пути решения обитель зла обитель зла рассматривает значит процесс а изучать такой вопрос как поток рассматривает процесс обмена между планетарного вселенского обмена между там допустим планеты земля и солнцем происходящего обмена значит энергетикой взаимодействия двух этих так сказать небесных тел а вот и как говорится на возникшие нарушения а вот выбор человека это фильм о том как что должен делать человек сложившейся ситуации сегодняшней и так сказать там выскажены целый ряд предложений что вообще можно сделать что может сделать каждый значит новая серия это вот сны апокалипсис тоже это война крови это первая часть первая часть уже снята значит там рассматривается сам вопрос войны крови протестование светлых и темных так сказать то есть магов белого потока до светлого потока который значит вот и магов так сказать темного потока тот того поток который идет во тьму опускает так сказать работает в направлении нижних чакр да или там энергетических центров а у светлых соответственно вверх вот рассматривается их противостояние которое затрагивает нас всех да и так сказать аспекты этого противостояния которое мы можем наблюдать в обществе то есть через призму вот этого знания рассматривается все процессы происходящие в обществе сейчас мы будем значит рассматривать это война крови вторая часть вторая часть она будет рассматривать такие вопросы как резонанс вот они она будет рассматривать а значит вопросы связанные с возникновением так сказать таких моментов одержимости истории когда человечество резко меняла какие-то свои параметры какая-то группа в обществе или какое-то государство меняла и возникали там войны катаклизмы и так далее и так далее то есть вот рассмотрим так сказать вот этот вопрос также мы рассмотрим значит воздействие резонанса которая так сказать существует у нас на планете да и какие возможные существуют у нас но не сами устройства мы не будем рассматривать мы будем рассматривать глобально как эти устройства воздействует то есть на людей так сказать на наше общество как изменяет наше поведение вот таким вот образом начать начать стартует все поехала да ну все так сегодня мы обсудим значит глобальные вопросы которые стоят перед человечеством то есть вопрос о том что происходит конкретно на планете земля что происходит с человечеством какие проблемы так сказать перед человечеством стоят как их невозможные пути их решения то есть как решить вот то как выйти из того состояния в которое попало сегодня человечество скажем так первая основная проблема которую все обсуждают это проблема а нехватки ресурсов ну считается что заканчиваются ресурсы значит у нас нефти там газа и так далее так далее то есть различные металлы все все это знают об этом много говорят и так сказать это широко освещается во всех так сказать изданиях вот но есть и другие проблемы которые как говорится не обсуждается и не выносится она так сказать широкие столы обсуждения вот а между тем эти проблемы являются основополагающими почему потому что допустим без нефти без угля без каких-то минералов там металлов и так далее человечества жила и жить может то есть есть такая практика хотя как бы считается это не прогрессивно но все таки состояние выживания возможно а без таких основных показателей планеты как значит ты можешь в камеру смотреть дальше да количество кислорода количество кислорода без значит без привычного нам состава атмосферы без так сказать тем того температурного режима к которому мы привыкли а также без когда ты говоришь в сторону не надо входить ладно вот вот так нормально но посередине лучше конечно стоит ты в сторону отходи когда будешь когда будешь на доске понял понял хорошо вот так встает да значит без без решения вопросов ой без так сказать без этих компонентов всех это это и кислород и в том числе значит и вода и как ресурс погоды который собственно говоря и позволяет расти множество растений на планете вот и значит позволяет нам выживать вот в этих условиях вот вот без этих ресурсов человечество просто не выживет физиологически они выживут и многие другие животные в том числе вот которые являются источниками питания также растения и многое другое что так сказать существует значит на земле все так то есть нарушение режима режима планеты режима жизненности планики приведет к тому что человечество просто и не только человечество в общем планета перестанет существовать как живая вот она станет мертвы вот На данном этапе именно эти проблемы, именно ресурс жизненности планеты является самым угрожающим для человечества, для вообще жизни на планете. А этот ресурс с очевидной реальностью исчерпывается. То есть, на сегодняшний день мы подошли уже к пределам, по сути дела, воздуха в атмосфере дыхательного. Об этом мало говорят, но в определенные моменты можно, особенно те, кто имеет в городах, допустим, в своих домах печки, могут заметить, что процесс зажигания ухудшился. Ну и, в общем, те ученые, которые, в принципе, доносят вот эти данные, в общем, эти данные говорят о том, что кислород приближается к пределу, пределу нормального физиологического существования. Изменяется PH воздуха, изменяется состав этих газов, очень много стало тяжелых газов в городах. Это, так сказать, привело к гибели мелких птиц в районе, так сказать, городов и таких крупных населенных пунктов. Ну, также плодородие, это, я думаю, многие дачники, те, кто использует свои, значит, на своих участках, заметили, что растения стали хуже расти, вот, потому что погодные условия очень нестабильны, погода изменяется и, значит, происходят вот эти вот, так сказать, условия. Это не подходит. Вот. Исчезновение различных растений, трав, которые, в принципе, были нам привычны, и не только лечебных, но и обычных трав. Исчезновение в лесах, исчезновение, значит, и ягод, и различных, так сказать, плодов, вот, что привело к тому, что леса, в общем-то, покинуты, животных, как таковых, нету, они концентрируются возле городов, где есть кое-какое пропитание. То есть, оскудение природы и, в принципе, если можно так в целом сказать, умирание планеты, вот, и всего её биоплица. Вот. Это самая, я считаю, угрожающая часть вот этого прогресса, который был принесён человечеством на планету Земля. Олег, смотри, пожалуйста, в камеру, ладно? Ага, хорошо. Этот, скажем так, процесс, процесс умирания планеты, он ощущается не только с точки зрения, как бы, внешнего вида, по различным биологическим системам, но также заметен и с космосом. То есть, это, ну, вы все знаете, озоновые дыры, и есть ещё, как всему прочему, значит, соответственно, магнитная, так сказать, магнитная составляющая в планете, то есть карта магнитных полей. Ну, вот, если посмотреть на озоновые дыры, то вот планета в целом, если по озоновой системе, напоминает какие-то, некое подобие вот какого-то изгрызенного яблока. То есть, озоновые дыры разбросаны в различных участках планеты, и создаётся такое ощущение, что, в общем-то, планета, оболочка планеты, если считать её как оболочкой биологической, то есть оболочкой, как вот бывает у, значит, живых существ, то она просто изъедена, изъедена, по сути дела. Если посмотреть на магнитную схему, то есть вот именно самой, так сказать, планеты, вот, да, то магнитные поля падают так же, участками имеются, участками исчезают. То есть, там такая же схема, как по озоновым дыркам. То есть, возникло вот такое состояние, как будто червяк какой-то, такой внешний, как бы, вид планеты, как будто какой-то червяк очень активно поработал вот над этим яблочком. То есть, прогрыз все, так сказать, разгрыз все системы, включая там и магнитную, и систему, скажем так, вот, если это называется оболочка, да, наружная, это называется наружной твердью, да, она защищает нас частично, так сказать, от проникновения различных инородных тел на планету. И магнитное поле здесь дополнительно играет роль щита. То и озоновый щит пробит, и, по сути дела, магнитный щит пробит во множестве мест. То есть, это позволяет, вот, проникать сюда в массовом порядке различных, так сказать, телам. Это вот последние эти метеориты, вот, и падение метеоритов участилось, да. Вот, по причине именно, вот, разрушения наружной оболочки, наружного щита. Плюс проникновение сквозь вот эти дырки жесткого излучения, это так называемые высокие вибрации, да, как некоторые, которые сжигают и листья растений, и, так сказать, видимо, еще каким-то образом влияют на живые системы. Вот. То есть, эти процессы на самом деле слабо освещаются. Вот, никто об этом так не говорит активно. Вот, чему вообще это приводит и каким, значит, чем это нам в дальнейшем грозит. Я имею в виду, как сказать, не тот момент, когда полностью щит будет в каких-то местах, исчезнет и все сгорит, а имею в виду вот эти вот мелкие пробоины, которые образовались. Но, что можно сказать? Значит, вот эта вся система еще добавляется тем, что, если брать конкретно планету, да, то планета из себя представляет тоже самая поверхность планеты, она каким-то образом вот так вот непонятными образом изъедена какими-то такими отверстиями. Это перенос грунта, это добыча полезных ископаемых, это строительство городов. То есть, вот представьте себе тело, да, ну пусть оно на оси там находится на какой-то, вращающееся со сверхзвуковой скоростью, то есть наша планета вращается со скоростью где-то в районе скорости звука, да, вот, на который какие-то товарищи, балансирчики вот эти, поубирали, да. Когда автолюбители знают, достаточно убрать балансир с колеса, который, значит, центровал колесо, то начнется разбиение оси. И действительно нашу планету бросает, бросает, она смещается на оси в разные стороны, то есть идет процесс смещения на оси в разные стороны относительно вот оси. Это можно наблюдать по тому, как сегодня, допустим, у вас Луна находится в одном месте, завтра она находится совершенно в другом месте, не в том, где должна быть, и размер Луны, как говорится, варьирует. Она может быть такого большого размера, допустим, это что вот заметно по крупным телам, но, так сказать, это заметно и по мелким, этот момент тоже не освещается. То есть речь идет о том, что идет полное разбалансирование всей системы, и космической, и природной на планете. То есть эти все системы, которые, так сказать, все это, они обеспечивают жизнь на планете, то есть обеспечивают уникальные условия жизни на планете. Разрушение этих систем приведет к тому, что жизнь на планете просто исчезнет. Нас убеждают, что это не люди все сделали, это кто-то другой сделал. Но вот это вот простое понимание того, что полностью мы повыгрызали практически всю планету, повыгрызали, попробивали ее, так сказать, щиты, и, вот, в частности, озоновый щит пробивается постоянно взлетающими ракетами и различными выпускающими нашими спутниками, там, запускаемыми, так сказать, телами с планеты. Вот. Ну, плюс там какие-то еще другие действия, вот, связанные. Ну, сейчас, может, не взрывают атомные бомбы, так сказать, и какие-то другие испытания не проводят. Раньше это проводилось. Ну, вот сейчас запуски. Ну, то есть, влияние человечества на планету очень высоко. Возникает очень интересный вопрос, да? Интересный вопрос. Вот у нас планета, по сути дела, гибнет, это видно, да? Каждый день умирает определенное количество живых существ, исчезает навсегда. Вот, возникает очень интересный вопрос, да? Мы все это видим, многие это видят, многие об этом знают. Никому это об этом доказывать не надо. Вот. И мы знаем, что это мы делаем, что мы причастны к этому. Вопрос такой. А если жизненность планеты полностью будет, как бы, перейдет, скажем так, вот мы сегодня, по сути дела, стремительно ухудшаются и погодные условия, стремительно падает урожайность, стремительно, так сказать, увеличилось количество заболеваемости, так сказать, людей, вот, масса заболеваний растет и все остальное. То есть на людях это отражается тоже, но при этом никто ничего не делает. Вот это поразительно. Никто ничего не делает и никого это не заботит, по большому счету. Возникает вопрос, а почему так? Я думал об этом. Я рассуждался, пытался понять, почему мы, убивая, собственно говоря, планету, да, это вот то, что создает нам условия для жизни, мы ничего не делаем. По сути дела мы убиваем себя. И мы ничего не делаем, и мы не пытаемся как-то спасти себя, не пытаемся как-то спасти место нашего выживания. Но у нас что, космические корабли где-то стоят? И мы готовы улететь на другую планету? И начать там тоже процесс разрушения? А восстановление? Нет, очевидно. Вот. Значит, очевидно, что нет, кораблей у нас нету, вот, и не улетим мы на другую планету, и ничего, так сказать, не получится. Так в чем же проблема? А проблема, она такая. Дело в том, что у нас есть планета, которая представляет собой реальность, у нас есть тело, которое тоже реально, абсолютно, но у нас есть ум, конструкция которого, это наше строение. Это мы его строим, мы создаем. Это конструкция, созданная, ну, скажем так, обществом, созданная нами конкретно каждым. То есть, и в этой конструкции, в этой конструкции все есть. Все есть. Есть машины, есть дома, есть, значит, наша недвижимость какая-то там, какие-то наши фабрики, заводы, игрушки наши, вещи, которые мы очень любим, да? Но, там, к сожалению, нет планеты. Почему нет? Ну, нет и все. И потому что это может быть большой файл, потому что нам она неинтересна, она всегда прилагалась, мы всегда ей пользовались. Кто-то нас убедил, что мы можем пользоваться ей, и там потом ее за 7 дней кто-то там восстановит, или что-то произойдет, и раз, и все будет опять. И опять можно будет пользоваться. То есть, вот такой вариант пользователя. Но практика-то показывает, что нет, мы не можем восстановить даже те системы, которые разрушили, они почему-то не восстанавливаются. Здесь еще интересен момент такой, что, конечно, строение ума, даже если там есть какие-то файлы, есть какая-то информация о планете, она присутствует. Но самое главное – это взаимодействие с планетой. А взаимодействие мы осуществляем через собственное тело. Проблема состоит в том еще, что и файла нашего тела там нет. То есть, мы так резко не ощущаем вот этого понижения кислорода. То есть, мы настолько слабо чувствуем тело. Значит, какие-то поля магнитные, которые, например, те же животные чувствуют. Животные чувствуют и видят структуру, структуру, энергоструктуру. Они, значит, ориентируются на нее. Это вот, вы все знаете, там ночные животные и так далее. Это уже доказано давно, что не каким-то там зрением, а именно через ощущение энергоструктуры. Собаки чувствуют все, кроме нас. Самое главное тут состоит в том, что мы настолько отделились со своего тела, что мы воспринимаем его, ну, как суррогат, как суру, который управляет ум. То есть, получается, что тело вроде как бы, оно наш раб, мы как хотим, так с ним и управляемся. И то, что оно умирает, умирает. Значит, подпорку поставили, косты подцепили, заменили там, как запчасть, как на машине, там что-то еще. Но, правда, это не совсем работает, потому что от рака умирает все больше и больше, умирает все больше и больше от разных заболеваний. Количество и заболеваемость на планете резко возросло. И очевидно, что это зависит от нашей деятельности. Чем быстрее, чем мощнее идет наша деятельность, постепенно, чуть отставая, догоняет заболеваемость, догоняет ухудшение здоровья, так сказать, людей. И в какой-то момент, очевидно, произойдет перелом, когда совершенно человечество просто начнет умирать. Так как предыдущие другие виды животных, они в принципе тоже умерли. Так и в принципе мы. Тут возникает очень интересный вопрос. Ну и что? Вот эта конструкция, которая существует в уме, ее можно поменять? Очевидно, что можно поменять. Очевидно, не просто можно, но и нужно поменять. По какой причине? А по той причине, что если сегодня мы не озаботимся тем, что происходит на планете, не вступим во взаимодействие со своей планетой через свое тело, а через другое мы ничего не можем вступить, потому что все это, эти датчики, какие-то удаленные системы, это непонятно. А вот когда ты чувствуешь, что не хватает кислорода, когда ты чувствуешь, что какие-то, какое-то ощущение твоего, какого-то патогенного поля, которое существует рядом, которое разрушает, когда твое тело, происходит совершенно все по-другому. То есть ты уже живешь, это ощущение жизни, как вот любые животные. Животные же уходят от каких-то негативных влияний, а человек, он как бы потерял эту способность. Ну как изменить сознание? Сознание, изменение сознания, это явление непростое. Вот, скажем так, я представлю вот такую модель общества, которая, так сказать, у нас существует. Эта модель, она напоминает вот такую, как бы колонну автомобилей, представим себе, которая несется в сторону вот такой вот стены. Причем очень быстро несется. Стена это вот эта вот, это ресурсы, которые, как говорится, стремительно сужаются. А впереди это у нас наши, так сказать, элита, олигархи, там кто-то еще, у которых много ресурсов и все остальное. Вот они впереди, они рвутся, мчатся и все остальное. Вот. Что произойдет при лобовом столкновении? Ну, любой автомобилист знает, что при лобовом столкновении, если хорошо разогнаться, произойдет гибель автомобиля, гибель того, кто в нем сидит. Вот. Почему, значит, вот несмотря на, глядя на вот эту вот, как говорится, сужающуюся ресурсную систему, это общество, как бы, эта банда, она не останавливается. Почему? Потому что вот здесь существует конкуренция. Надо быстрее, как бы, достичь каких-то ресурсов, ухватить что-то и так далее. Вот. В результате, значит, этого, соответственно, останавливаться им нельзя. Но есть люди, которые, как говорится, вытесняются уже за счет того, что сужаются ресурсы, а потом, еще, видимо, у них возникает такое, как бы, чувство, они вот заглядывают, может быть, из своего автомобиля, и видят, что впереди-то стена, впереди-то конец, и им как-то не хочется туда подсознательно. Вот. Но есть еще команда, которая вот здесь, вот в центре, как это вот, некие, скажем так, вот, бегут некие, так сказать, животные, да, и не видят, что впереди, ну, передние же мчатся, ну, надо догнать их. Вот. И мчатся, значит, за остальными. И вот есть вот эта группа, которая выделяется, группы. Сейчас они появились, это люди, которые, ну, скажем так, у них начинает меняться сознание, они просыпаются, они хотят отделиться, они не хотят лобового столкновения. Инстинкт, инстинкт заставляет их менять свое мировоззрение. Поворачиваться на какую-то там, пусть на 90 градусов, да, ну, чтобы не в лоб, а хотя бы боком зацепиться. То есть не разбиться насмерть. А вот. Дело в чем, если человек, имея, допустим, это практика воин различных революций и так далее, если человек, имея определенное сознание, с определенной расстановкой определенных ценностей, вдруг, его система эта рушится, возникает состояние катастрофы сознания. Он с вот этими ценностями подходит, но больше так жить он не может. Все, наступает катастрофа сознания, человек, вот этот вот, с вот этим сознанием, он умирает. Не важно, живое его, целое его тело, или там повреждено, или не важно, в каком состоянии, он умирает. Он умирает медленно или быстро, это не важно. Все равно, сознание, сознание погибает у него, а тело без сознания не живет. Вот. Поэтому вот эти люди, которые на 90 градусов постараются повернуть, их сейчас вот там кто-то лузерами называет, кто-то там еще кем-то, а это, как раз люди, которые зарождается новая система сознания. Чем, вот если сориентироваться в целом, по сторонам света, вот это что у нас за направление? Это направление у нас, это вот как, можно сказать, вот так вот бур, такой работает в землю, буривается, как вот я специально показал по поводу земли, что она вся изгрызена, даже атмосфера изгрызена. Вот этот бур, вращаясь, вгрызается в землю, перерабатывает ресурсы. Вот здесь, на выбросе, из хвоста, вылетает мусор, основное производство человечества, это не вещи, потому что все вещи, которые мы произвели, это мусор, в конечном счете. Мы производим мусор, основное производство вот этой цивилизации, это мусорная цивилизация. Она производит мусор в гигантских масштабах, и она перерабатывает, разгрызая планету на мусор, как червяк. Вот червяк, перерабатывая яблоко, у него там, извините, говно идет, а это мусор, что в принципе одно и то же. Вот это направление, направление цивилизации, которая получает энергию, разрушая. Это разрушительная цивилизация. И она такова и есть, она самоорганизующаяся, бесполезно что-либо менять, она вот именно старается зажать, так сказать, своих вот членов, вот в такой, как говорится, клин, и не выпускать. А вот эти, которые вылазят, она старается их отключать. Значит, мы совершаем разворот, кто-то совершает разворот, вот эти люди, люди будущего, скажем так, совершают разворот. Что же вот в том направлении должно быть, вот здесь, в эту сторону? Что за цивилизация должна здесь существовать? А здесь должна существовать другая цивилизация. Цивилизация людей, людей, которые будут получать энергию из созидания. Да, тоже получать энергию. Мы все живем за счет какого-то получения энергии, но из созидания. И если вот здесь, вот этому состоянию, здесь, вот этому направлению соответствует мышление, фрагментарное, мусорное мышление, то вот этому направлению, как созидательному направлению, должно соответствовать структурное мышление. И действительно, человечество на сегодняшний день накопило гигантский объем фрагментарных знаний. Их нельзя увязать вместе, потому что они фрагментарные, потому что мышление фрагментарное. Способ жизни фрагментарный. Вещи это и есть фрагментарный способ. И поэтому он разрушительен в целом. А это созидательное мышление и способ жизни, соответственно, этот будет созидание и создание структуры. Структурное мышление. Структурное мышление позволяет осваивать огромные объемы информации и располагать их в очень маленьких размерах, в маленьких объемах. А фрагментарное мусорное мышление, ну вот представьте себе, существует некая машина или еще что-то, возьмите и раскидайте ее на запчасти. Будет огромная гора, соберите вместе, будет небольшая машина. Вот это вот есть состояние. То есть целостный объект представляет себе небольшой объект. А когда его разметать на мусор, да еще добавить каждому детали описания и так далее, это будет гигантская гора, в которой в принципе никак, потом еще неизвестно, как ее собрать. Поэтому человечество должно развернуться. Оно развернется и никуда не денется, потому что большинство не захочет умирать, как говорится, сокрушая свое сознание об эту стену, стену, которая уже перед нами показалась. Это стена, окончание ресурсов. Понимаете, окончание этой цивилизации. Потому что ресурсов больше для вот этого образа существования, который мы вели, нет. И это правда. И все это знают. Но никто не хочет это сказать. А почему никто не хочет сказать? Да потому что вот для тех, кто находится впереди, для тех, кто впереди, это конец. Это признать, что они несостоятельны и все. Это крах их сознания. Они не хотят менять свое сознание. И по этой причине они хотят, чтобы и другие не меняли свое сознание. Но человечеству придется заменить свое сознание по одной простой причине, что, как говорится, у него выбора нет. Либо смерть, либо изменение сознания. Причем смерть такого порядка, что мы можем и планету в процессе последнего этого состояния довести до того, что она станет безжизненной. И даже вот этим, как говорится, тем, кто пытается развернуть свое сознание, им не удастся выжить в этих условиях. Поэтому у нас есть только один выбор. Поменять сознание. Поменять сознание. И те, кто начал менять сознание, кто начал, так сказать, задумываться и пытаться переставлять свои ценности, пытаться искать, как говорится, пути выхода из вот этой вот ситуации, это люди будущего, они сформируют новое человечество. А те, кто, как говорится, движется в этом направлении, обязательно придет к состоянию краха сознания. Поэтому это физиология. Здесь, как бы, говорить о чем-то так больше не приходится. Потому что крах сознания – это смерть. Все. И то, что мы достигли вот именно вот этой точки, когда мы дальше уже не можем развиваться, потому что ресурсов нет, это говорит о том, что эта цивилизация закончила свое развитие в целом. И вот эти кризисы, которые идут, экономические и другие, это вот именно показатель этого. Поэтому человечество сейчас лучший вариант был бы изменение сознания и поворот в другую сторону. То есть в другом направлении другого. Это позволило бы и сохранить планету, и сохранить, так сказать, человечество в том, ну, скажем, пусть не в тех размерах, потому что я так думаю, что не все будут, как говорится, готовы к изменению своего сознания. Многие люди, так сказать, свое сознание менять не захотят, потому что они не видят и не представляют своей жизни без вот той системы, в которой они существовали. Я, насколько понимаю, что рано или поздно придется сделать разворот, потому что эта стена, она буквально очень, как бы, такая роковая, плотная. То есть, грубо говоря, чем раньше, тем, как бы... Да, тем безболезненнее, тем меньше, больше людей сохранится, тем больше у нас... Дело в том, что если мы подходим вплотную к этой стене, да, у нас нет ресурсов даже на разворот. То есть, ну, как любой человек понимает, что в узком, так сказать, пространстве развернуться невозможно, вот. Поэтому у нас не будет ресурсов на разворот, мы будем тяжело болеть, мы будем, как говорится, у нас не будет продовольствия и так далее. Нам будет очень сложно разворачиваться. Поэтому желательно это сделать как можно раньше, как можно раньше, вот. Вот. И, так сказать, это будет гуманно по отношению ко всем. И к тем, кто в том числе не хочет, так сказать, терять эту систему, не хочет разворачиваться. Это будет гуманно по отношению ко всем. Потому что в противоположной ситуации, если человечество не отказывается от этого, то происходит столкновение, в результате которого гибнут все, и те, кто, так сказать, начал изменять свое сознание, и те, кто, тем более, не начал изменять свое сознание. То есть, это будет уже катастрофа. Катастрофа, которая приведет, ну, может привести практически к поголовному истреблению человечества. То есть, вот в чем система. Вот. Значит, что можно сказать по системам сознания? Сознание поменять чрезвычайно сложно. Почему? Потому что это конструкция. На ней базируется, ну вот, ее можно представить в виде, ну, скажем так, вот, какой-то платформы. Да? То есть, нельзя вынуть какую-то отдельную часть безболезненно. Вся платформа начнет раскачиваться, начнет как-то, так сказать, шевелиться, изменяться. Поэтому изменение сознания достаточно сложное. Очень непростая, так сказать, технология. Вот. И произвести ее, вот, обычному человеку, ну, большинству людей, которые, в принципе, с этим не сталкивались, не, как бы, не думали об этом. Тем более, тем более в условиях вот фрагментарной науки, которая выдумывала массу всяких терминов. И скрыла, в общем-то, сам предмет, сам предмет вот этого, саму, саму наша, конструкцию нашего ума, или они называют сознание, там, подсознание, разделила на множество всяких разных деталей. В общем, людям непонятно, как это сделать. Почему непонятно? Потому что, многие годы, на самом деле, многие годы, наши классики, литература, там, значит, философия, говорили об этих вопросах, говорили о том, что человечеству надо поменять сознание. Сейчас есть те, кто тоже говорит об этом. Вот. Но, почему этого не происходит, почему они не могут конкретно сказать, а как это поменять, а как это сделать? Да потому что они не знают. Не знают об этом и великие какие-то там гуру, которые много чего там рассказывают и там, и так далее, и так далее. Потому, ну, не знают, видимо, не знают, потому что технологий, как таковых, нет. Многие пытались заниматься вот этими, в частности, вот этими технологиями, которые предлагаются. Но эти технологии, они либо чрезвычайно сложные, либо потом, как выясняется, они не очень эффективные. Или меняют сознание так, что человек, извините за выражение, сходит с ума. А таких у нас много. Значит, хочу сказать вопрос. Значит, у меня сразу напрашивается такая мысль, что, глядя на эту модель стены, сразу напрашивается такой вариант. Например, подушка трамплин. Ну, вариант, конечно, интересный. Тут уже можно конструктивно всяко-разно продумывать. Как это, как разворачиваться, как это удобнее сделать и так далее. Это вопрос технологии, действительно технологии именно. И, может быть, вот общество все бы захотело поучаствовать в этих вот вопросах, да. И, как бы, озадачиться вот этим вопросом конкретно. Как конкретно сделать так, чтобы мы развернулись, а разворачиваться нам придется, и развернулись безболезненно, да. То есть, создать вот подушку, трамплин, да, я согласен, здесь вот надо именно на это. Можно я приведу пример? Вот, например, корабль, если он без маяка будет идти на скалы, то он разобьется. То есть, грубо говоря, маяк, он показывает людям, что опасность, что дальше, если вы пойдете, вы разобьетесь, а скалы. Или, например, просто есть определенная система оповещения, то есть, там, которая повсеместно применяется. Ну, в общем, везде в природе и у человека преобладают разные знаки, которые показывают предупреждение. Но это как пример. То есть, грубо говоря, эти знаки, они работают уже, как бы, воздействуют на всем уровне. То есть, грубо говоря, вырабатываются даже такие рефлексы, что если видишь знак, то ты сразу, грубо говоря, принимаешь определенные действия. То есть, ну, понятно, да, как бы, вот, идея. Да, 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 понятно. Здесь речь идет о чем, конечно, это все совершенно правильно. Люди подсознательные, основная масса, они именно ищут вот этот вот момент, потому что они увидели какие-то знаки, они почувствовали где-то это внутри, у них что-то проснулось, они поняли, что что-то не так. Кто-то идет на землю, кто-то идет еще куда-то. То есть, очень масса вот таких вот различных движений. Люди пытаются спастись от этого лобового столкновения, пытаются спастись свое сознание. Появилась масса там сайтов, выживальщиков, кого-то там из чего и так далее. Люди там консервы где-то там затаривают, там, значит, создают какие-то бункера, там еще что-то, еще что-то. То есть, в принципе, вот это вот как бы процесс идет, эти знаки они увидели и так далее, и так далее. Но дело в том, что вот, например, я, мой жизненный опыт говорит о том, что человек может иметь там консервы, может иметь все запасы, но если его сознание, сознание вот потерпело крах, то он жить не будет. Вот есть замечательный фильм американский, там «Дорога», да, там очень неплохо показана примерно такая же ситуация, что человек просто, ну не может он жить вот так вот. Его сознание не справляется с этим, вот оно как было, так и осталось вот там в прошлом, и он погибает. Поэтому я считаю, основной ресурс, который существует, который существует и который позволит человечеству выжить, это не консервы, не какие-то там эти вещи. Первое и основное – это изменить сознание. Именно это позволит выжить. То есть, мы знаем замечательные такие случаи, это вот как бы, я вам приведу там техника спецназа, там еще, когда человека бросают голову практически куда-то, да, и он выживает. Он выживает в тяжелейших условиях, потому что сознание у него настолько конструкция ума крепкая, что он практически супер живучий, да. То есть, а есть люди, которые, имея физически очень развитые, имея какие-то там, значит, и навыки в том числе, но очень слабая конструкция ума, слабая конструкция вот этого сознания, да, они попадают в тяжелые условия, и все, наступает конец, при том, при всем, что у них вроде бы все есть для того, чтобы, так сказать, одержать вот эту победу, да, но они ее не одерживают. Поэтому основной ресурс – это не запасы генераторов там каких-то там супер каких-то там печек чего-то там еще, горючего там, консервов и все остальное. Все это кончится когда-то. Основной ресурс – это вот именно, значит, сознание. И сейчас человечество, вот человечество, очень многие ребята, я просто наблюдаю, почему, они двигались в этом направлении, но остановились. Они как бы вот достигли, вот если так выразиться, вот, допустим, состояние, я называю это состояние прыжка, когда вот существует одна система, да, вот, как бы, существует вторая система, да, то есть вот две системы. И вот они скопились на этом конце, и они хотят прыгнуть, изменить свое сознание, но они не знают как, потому что нет ни методик, ни каких-либо объяснений простых, чтобы простому человеку было понятно, понятно, как это сделать. Вот мне вот просто, вот я вот тут работаю, да, не какую-то там супер заумную мне книжку, ты мне объяснил, просто как это сделать. Просто как сделать, чтобы не повредиться, еще остаться, как говорится, в этой системе маленько, зарабатывать там что-то еще. То есть, я так понимаю, многие, здесь же как, можно сказать так, вот, спрыгнуть, вот, перед вот этим вот, которым рисовали-то этот поездом, да, вот этим вот, с этого поезда, с этого трамвая, который несется вперед, можно и под конец. И это тоже может, все равно даст возможность выжить, да, но только это, как бы, спрессует все условия, тебе придется и физически, и морально доворачиваться быстро, да, вот этого, как говорится, в ту сторону, то есть, совершить доворот. А это тяжеловато, когда ты и физически, и морально, поэтому, но при этом, то, что если ты рано спрыгнешь, да, тебе, получается, что тебе система раньше начнет отключать. А как только она тебе начнет отключать, то есть, ты будешь меньше получать ресурсов, вот, бежа, как говорится, в середине, вот это вот, вот это вот, ты будешь получать ресурсов побольше, вот, но при этом это приведет к краху сознания. А если ты спрыгнешь раньше, то получишь ресурсов меньше, физически тебе будет тяжело, вот, но сознание твое быстрее изменится, то есть, ты сохранишь сознание. То есть, каждый выберет сам, когда он спрыгнет. Это вопрос здесь подталкивать никого нельзя, но он прыгнет, когда будет готов, я так понимаю. Вот, а вот люди скопились, им нужна технология, сегодня нужна технология изменения сознания. Вот этим вопросом, вопросом, ну, как бы, я вот занимался этим вопросом над собой, собственно говоря, экспериментировал и так далее. То есть, изучал этот вопрос, потому что, ну, мне как-то давно неуютно в этой системе, вот. А можно вопрос? И кое-какие, да, да. Насколько разнообразная эта система может быть для разных людей? Это сколько людей, столько, столько существует различных вариантов этой системы. Здесь, так, принцип какой, ну, вот, я, конечно, на себе, да, отработал это. Но, в принципе, вот, то, что хотелось бы создать, это, вот, хотелось бы создать универсальную систему для различных людей. То есть, которая бы просто являлась именно вот этим вот моментом структуры, которую человек использовал бы, а, исходя из собственных вот таких вот каких-то, значит, своих особенностей, эта структура именно позволяла ему изменять стиль. То есть, берется только за основу конструкция, а действия уже идут от, как говорится, конкретной ситуации. То есть, человек, как бы, берет основной, как скажем так, конструкционный ресурс. И из этого ресурса, понимая, как он работает, да, он выбирает, а тут я в такой точке нахожусь, значит, я так. Никто не может определить, в какой точке ты находишься, только ты сам. Никто не может за тебя определить, когда ты прыгнешь, только ты сам. И никто не может за тебя определить, прыгнешь ли ты вообще. Надо тебе или это, или ты просто, как бы, не захочешь расставаться с этой системой. Но сейчас мы ведем речь именно о вот этой вот части человечества. Потому что, как бы, те, которые бегут, те, которые бегут вперед, вот эта вот часть, они, у них все нормально. Они, как бы, в своей, так сказать, системе, они счастливы, и все у них замечательно. Поэтому нормально все. Вот. О них мы говорить не будем. Может быть, они проснутся. Может быть, не проснутся. Это, как бы, нас не интересует. Можно вопрос? Нас интересует. А есть ли адаптивный способ, не прыгающий способ, а адаптивно трансформирующийся? Нет, ну, прыжок, прыжок, это я говорю условно прыжок. Прыжок, на самом деле, это, как бы, состояние, скажем так, перед столкновением. То есть, когда ты, как бы, скажем так, ну, скажем так, ты уже отрываешься от системы, ты уже являешься частью другой системы, да? Вот это вот скорее. Вот прыжок вот тогда совершается. Ну, можно, мне кажется, здесь, мне это представляется больше похоже не на прыжок, а как, например, поворот не в обратную сторону, а хотя бы вбок, да? Хотя бы вбок. Нет, дело в том, что вот это, ну, хотелось бы так. Проблема состоит в том, что человек, это существо такого состояния, физиология так устроена, что мы испытываем какое-то сильное воздействие, да, вот запах какой-то, да. А потом этот запах, он все равно присутствует, но мы его уже не чувствуем. Вот получается вот такой вариант ступеньки. То есть, вот сейчас мы, допустим, что-то увидели, когда поднимались на эту ступеньку. Вот в этой точке, вот здесь вот, мы почувствовали это, дальше это уже не чувствуется. Мы находимся в этом состоянии, поэтому я называю это состояние прыжком. Вот. Потому что мы движемся ступенчато, рыбковым рядом, и вот точки, где мы действительно чувствуем, что мы что-то проходим, это вот эти точки пограничные. А дальше это уже становится частью нас, и мы этого не чувствуем. Ну, в принципе, если вот так эти ступеньки не смотреть на них, то да, это может сказать, что это постепенный подъем. Ступеньки могут быть и маленькими, но это все зависит от человека. Есть люди такие, как бы, горячие, которые готовы рваться, особенно молодежь, они будут прыгать через две ступеньки, если, как говорится, голову не сломают. Им ждать не это самое, не резон. Поэтому здесь все зависит от индивидуального, как хочешь подниматься, так или так. Кто-то хочет быстрее достичь, тот будет, как говорится, у того ступеньки будут крутые, прыгать будет он круто. То есть вот таким вот образом. Все. То есть здесь это все зависит отдельно от человека. Так вот. Значит, по поводу сознания еще что хочу заметить. Сознание меняется одновременно с телом, потому что, как бы, вот у нас есть такое эмоции. Эмоции это, скажем так, часть, по сути дела, каких-то телесных программ. То есть что-то недовыработанное, недосброшенное, оно часто через эмоции. Вот. Вот вариант соединения эмоций и, значит, как бы движения, это танец, да. Вот. То есть тело, тело позволяет очень неплохо развивать сознание. То есть обязательно должно использоваться тело здесь в этой системе. Почему? Потому что тело забирает вот эти перегрузки информационные, которые мы получаем в результате изменения сознания. Оно, как бы, снимает вот эту напряженку, которая возникает, когда у нас мы перестраиваем свои миры. Вот. То есть, вот таким вот образом. Поэтому прыжок, прыжок, прыжок это, ну даже я бы не сказал, что это прыжок, но есть такая легенда, называется радужный мост. Эта легенда, она крутится везде, это из древних легенд, как говорится. Она идет там в купе с одним и тем же, там, это проход через огненный вал, там, это радужный мост, это, значит, легенда о радужном мосте, который, так сказать, переводит в состояние, допустим, там, вот, как мы говорим, в рай, да. Вот. Так вот. Вот эти люди, которые изменят свое сознание, они попадут в рай. Почему? Потому что то общество, общество созидания, это называется рай. Это общество, где будут жить творческие люди, они, там не будет зла, там не будет вот этого разрушения, там не будет вот этих отношений между людьми потребительских, рваческих, по сути дела, мусорных отношений, когда каждый от каждого кусок отрывает. Там будет все по-другому. Вот это и есть тот радужный мост, через который, как говорится, надо пройти или прыгнуть, как хотите. Здесь вопрос именно в этом. И те люди, которые туда пройдут, изменяя свое сознание, они будут жить в другом обществе, где будут другие законы. Законы больше похожи на райские, или, как скажем так, на общество гармоничного развития. Вот так вот назовем это. Поэтому сейчас человечество стоит на пороге вот этого выбора. Кто пойдет туда, кто останется, так сказать. Вопрос можно? Да, да, конечно. А как быть, вот я понимаю, это люди, которые хотят жить и, в общем, быть счастливыми. А как же быть с людьми, которые хотят умереть, или которые обладают дефектами генетическими, или какими-то еще. То есть, я говорю про людей, которые хотят умереть. Им уже все равно. Они хотят просто, грубо говоря, оттянуться на полную. Понимаешь? Ну, во Вселенной все возможно. Если они хотят оттянуться на полную, да, ну пусть оттягиваются на полную. Стена уже близка, в общем-то, в конечном счете они все равно погибнут, потому что дальнейшее общество. Дело в том, что я говорю, что здесь им поможет именно катастрофа сознания, потому что дальше это общество, вот это вот, которое оно продолжать не будет, потому что, ну, возможности нет. Нет возможностей. Все бы хорошо, но нет возможностей больше. Так вот, как говорится, извините, ребята, все кончилось. Поэтому тут ничего не... Поэтому они сейчас отрываются, вот они отрываются по полной, да, мы это наблюдаем во всем этом. Ну, пусть отрываются. Это тоже гуманный способ, в конечном счете. Почему бы и нет? Кто-то получает удовольствие в падении, да. Это тоже, как бы, эмоции, это тоже какие-то новые ощущения, да. Сегодня человек, как говорится, занимался там сексом, завтра извращенным сексом, да. И тоже, в общем, это все неплохо, да. Какие-то новые ощущения, вот. Но это падение, оно закончится, в принципе, быстро достаточно. Ну, тоже опыт. Говорят, что, как бы, мы пришли сюда получить опыт. Ну, вот, наверное, так эти. Поэтому я считаю, что на этих людей, ну, это у них свой путь. И вмешиваться в чью-то жизнь, и говорить ему, вот так-то, так-то. Другое дело, если они попытаются стать на пути у этих людей. Это уже будет совсем другое. То есть, это уже будет процесс нарушения воли. Когда одни хотят уйти, другие не дают им. Это уже, как бы, конечно, нехороший, так сказать, момент. Но это же постоянно происходит. Да, это происходит постоянно, вот. Но тут, как бы, сказать сложно. Здесь дело в черном. Остановить изменение сознания человека, изменение сознания человека, не может никто. Никто. Как я изменяю свое сознание? Никто не может это проследить. Пока что, да, но не установили чипы, там, еще что-то, так далее. Поэтому мы можем изменять свое сознание. Внешне это, ну, будет видно, но не так уж сильно. Поэтому, как бы, потом вот эти люди, они, в отличие, допустим, от вот этих, вот именно объединение процесса не нужен. То есть, они, как бы, могут совершенствовать сознание, сидя у себя дома. Как говорится, ходя по лесу, где-то что-то делая и так далее. То есть, это процесс индивидуальный и процесс, проходящий, как бы, являющийся личным, так сказать, интересом каждого. Вот. Ну, а потом, дело в том, что, как бы, вот эта технология изменения сознания, она идет сразу вкупе с технологией изменения тела. И для многих людей, которые имеют какие-то пороки, которые имеют какие-то дефекты, вот эта технология, в частности, по изменению сознания, изменению сознания и сознания тела, я бы так сказал, или изменение конструкции ума и конструкции тела одновременно. А вот. Она позволит им, может быть, излечиться от каких-то заболеваний. Потому что многие заболевания, многие заболевания на планете у нас являются конструктивными заболеваниями, То есть энергоконструктивными заболеваниями. Есть на эту тему работы, но их не так много, которые указывают о том, что если не большинство, то очень многие заболевания являются заболеванием энергоконструкции. То есть и устранив вот это вот заболевание, а в процессе изменения сознания люди и энергоструктуры тела люди смогут избавиться от этих заболеваний. Они смогут избавиться. Если было бы желание, они разберутся, как это работает. Я долго разрабатывал вот эти разные технологии, пусть они у меня не очень отформатированы, но там есть и по конструкции тела, и по конкретно, как это все менять и так далее. И здесь, насколько мне опыт позволяет, и в принципе на себе это производил, можно работать и изменять свое тело, изменять так, что, как говорится, медицина, в общем, в принципе, на сегодняшний день бессильна. Она не может такие вещи делать, как может вот это делать технология, в принципе. Ну, эта технология, она не разработана, ну что там один человек, да, там, вот, может быть, это самое. Можно вопрос? Да. Вот исследования проводились среди людей, которые играют в такую интеллектуальную группу, она просто очень хорошо нагружает сознание и меняет сознание. И после того, как люди научились с ней играть на следующем уровне, происходило омолаживание тела. То есть это было связано с том, ученые открыли, что изменение сознания вызывает синтез новых клеток мозга, которые лучше контролируют тело и позволяют мозгу уже его лечить, получается, это тело. Да, да, это одно. Здесь второе, можно сказать, допустим, люди занимаются, допустим, там, йогой, там, допустим, какими-то, ну, в меру, да, занимаются какими-то такими упражнениями. Тело тренируют определенным образом, да, гармонично тренируют, я имею в виду, то есть не какой-то такой отдельный, а вот гармоничная тренировка тела какая-то. Танцами занимаются, возможно, какими-то, значит, еще что-то. И наблюдается, наблюдается то, что у них улучшаются, как бы, умственные способности. То есть это тоже наблюдается. Ну, про бой я не знал, а вот про это, значит, что улучшаются способности именно умственные за счет тела. То есть это вот эти две вещи, они как бы между собой взаимосвязаны, это единое, как бы, целое. Поэтому все вот это, так сказать, все возможно, я думаю, что на этом пути все возможно. То есть здесь вот именно, что бонусом ко всему это идет, это издоровление, это и самое главное еще, что многие люди психологически подавлены именно за счет того, что вот их вытеснили вот в какую-то эту самую, они, их инстинкт заставляет, так сказать, тормозить и выходить вот из этой системы. Они заставляют тормозить и выходить. Но они при этом себя ощущают лузерами. И они говорят, вот я не могу, как вот он, там вот это самое. Но при этом он не может так поступать, как вот, допустим, вот этот впереди, который находится. Он не может так предавать, он не может так подлечить, он не может быть таким бессовестным и так далее. И вот он этого не может. Да ему не настолько нужны эти блага, которые ухватили передние. Он не готов ради них, как говорится, себя превратить в что-то такое ужасное. Понимаете? То есть, и вот здесь, именно эта ситуация, что вот эти вот люди, они чувствуют себя не очень. Они чувствуют себя, как бы, выкинутыми. Они считают, что вот там, вот все-таки, вот туда надо стремиться. Как бы им говорят. На самом деле, они должны понять, что им как раз другую сторону. Им другую сторону. И они, то, что они вышли, это нормально, это здоровая, как говорится, реакция на появившуюся впереди стену. Никто же не разгоняется, не дает газ в пол, когда видит стену перед собой. Ну, разве что самоубийца какой-то, да? А нормальные люди останавливаются. Поэтому они должны понять, что, как говорится, они часть будущего человечества. И, как бы, здесь эти процессы, процессы должны начаться. Надо начинать свое сознание более грамотно менять, надо продумывать. Вот на эту тему, как бы, есть технологии конкретные, да? И хотелось бы их развить и, ну, скажем так, представить обществу, в частности, так сказать. Ну, а вот нужна поддержка. Вот есть у меня счет вот такой, да? Вот, и хотелось бы, чтобы люди как-то, ну, помогли. Его не видно, у тебя камера. Ну, сейчас я его опущу ниже. Да, да. Опущу чуть-чуть, пониже его. Вот так вот где-то. Вот он. Счет видно, да? Сейчас видно. Видно, да. Сейчас видно, да. Да, вот такой вот счет есть. И вот на этот счет, ну, если так, как говорится, кого-то заинтересует этот вопрос, вот там, ну, рублей по 100, по 50, там, сколько там, не жалко, как говорится, киньте. И все-таки мы будем развивать это направление, будем делать информационные какие-то, так сказать, материалы по поводу того, как работать со знанием, как, вот. Ну, суть здесь в чем? Вот эти все технологии, которые существуют, вот, ну, которые, по крайней мере, мне удалось вот разработать, они простые. С тем, что я сталкивался. Прошу прощения. Я бы к этому счету, чтобы люди не путались, приложил бы какую-нибудь информацию, например, хотя бы e-mail какой-то или что-то еще, а то они должны как-то ведь связываться, чтобы обратно, а так получать иголый счет, а не ты же не знаешь кто, куда, и так они хотя бы будут тебе писать. Вот у тебя e-mail есть, вот, бумажка с e-mailом? Не знаю даже. Ну ладно, в общем, следующее. Нет, ну это я, значит, еще не до конца, как бы, я просто, как бы, вот, я в том, что достаточно сложно. В следующий раз тогда можно будет, вот, когда... Да, 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 да. Да, достаточно сложно, как бы, вот, дело в том, что работать, вот, информации очень много, да, и такой информации в интернете как таковой нету, чтобы вот конкретно вот объяснить и вот, как бы, рассказать. И заниматься тем, чтобы вот именно вот эти вот схемы, форматировать это все, объяснять конкретно. Вот, допустим, она есть информация, да, но я сам прошел это сделать. Теперь мне надо, что, объяснить, как людям, на их схемах, на их понимании, на их языке, как им конкретно сделать, вот, им сделать конкретно, на какой схеме. А это достаточно непросто, потому что это, значит, по сути дела, перевести материал в учебный. Вот, а переведение в учебный материал, это тяжелая, большая работа. Одно дело, ты сам что-то сделал, другое дело, как говорится, тебе надо будет полностью все вспомнить, как все происходило, и как конкретно какие существуют на эту тему, так сказать, сложности. И все эти сложности озвучить и рассказать, потому что, я сразу хочу сказать, дело в том, что моменты изменения сознания, они проходят частенько болезненно. Вот. В каком смысле болезненно? То есть человек, ну, как бы, скажем так, он выпадает немножко из, так сказать, общественной деятельности, там еще что-то, ну, как бы загружен, вот. Поэтому это делать надо умело, чтобы, как говорится, не создать себе, так сказать, проблемы по жизни, вот, и, так сказать, со здоровьем в конечном счете. То есть, я не пугаю, я просто говорю к тому, что сам вот этот процесс, он достаточно тяжел организму. Вот представьте себе, у вас был мир, да, мир все нормально работал, затрат энергетики никакой, все работало, как бы, вот, ну, само собой, да, то есть состояние, а тут вы начинаете становиться программистом своего, своего будущего. Это совершенно другое. Вот. Поэтому здесь именно вот эти вот технологии, они не очень просты. Почему и люди вот, вот эта вот, так сказать, часть, они тормозят, потому что их нет этих технологий. А самим страшновато вот как-то начинать. Хотелось бы... Ну, и понимаете, это вот еще тут такая вот ситуация, что это индивидуальная практика. Индивидуальная практика. Не пойдешь, ни с кем не поделишься, как-то вот так вот. Это все происходит самим собой наедине частенько. Вот. Поэтому вот так. Это... А у нас привычка вот здесь, вот в этой системе, она привычка какая. Вот вам загрузили в сознание какой-то блок там, вот и все. И у всех так же. А вот здесь придется, вот в этой, вот в этой схеме, вот в этой системе, придется самому индивидуально работать. Я когда начинал с этим, меня этот вот момент убивал абсолютно. Потому что все как все, а ты вот один и со своими проблемами. и как бы у тебя... А они смотрят на тебя и говорят, да что ты там делаешь? Ты вообще, что такое? Вот мы тут все, вот одним гуртом, как говорится, в одном направлении и, как говорится, на... говорится, движемся. А ты вот что-то тут куда-то пытаешься выпадать. И так далее. Но вот проблема в том, что действительно сознание изменить... Вот сейчас придется. Может быть потом это, когда уже образуется система, и будет вот какой-то момент, что общественно будет создаваться это. А пока придется каждому индивидуально изменять. В этом трудность основная. Основная трудность, я считаю, вот в этом. Потому что мы не привыкли индивидуально с собой работать. Нас никто этому не учил. Нам не рассказывали в школе, нас не учили думать, нас не учили изменять свою... Вот именно сознательно изменять свою конструкцию. Мы ждем вот именно моментов, вот этого момента. Когда все рухнет, и тогда уже из необходимости мы будем менять. Но поймите, что на 90 градусов, да, вот там еще повернуть вам удастся, а когда на 180, до голова оторвется. Большинство не смогут. Ну дети смогут, может быть. Да, и у них еще ничего не сохранилось, и все остальное. Но это что будет за цивилизация, в которой останутся одни дети? Дело-то не в этом. А что, разве дети смогут выжить на той земле, которую мы оставили? Поэтому это речь идет о том, что вот те, кто уже сформировал, ну может быть молодежь, они быстрее должны перейти в эту систему, так сказать, быстрее изменить свое сознание. Но менять сознание по факту, когда уже все, так сказать, рухнет и так далее, будет немножко поздновато. Да и рискованно очень. В общем-то, рискованно. Тем более сейчас, в общем-то, какие-то материалы есть, которые позволяют понять, ну, насколько... Вопрос. Да, 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 давай. То есть я, насколько понимаю, что нужно, первоочередная цель, это чтобы котелок варил. То есть, грубо говоря, если мозги не закостенело, котелок варит, то, соответственно, тогда может безболезненно развернуться, нам нужно градус. А, грубо говоря, когда... Да. Иначе происходит просто пирание порошок, грубо говоря. Да, да, совершенно верно. Абсолютно согласен здесь. Здесь должна работать голова. И должно быть сильное желание изменяться. Потому что надо вот именно, чтобы понять и осознать, почему я начал первую часть именно с этой... Я не пытаюсь там доказывать что-то, да? Вот. Я думаю, что все должны, кто более-менее уже понял, что происходит вокруг, он видит, что вокруг происходит именно процесс умирания. И как бы... У нас выхода нет. Вот. И, значит, здесь вот именно как бы должно возникнуть желание выжить. Вот именно как бы в противодействии этому процессу. Желание выжить, желание изменяться, желание искать пути, искать пути для решения тех проблем, которые возникли. Вот. И, соответственно, надо, чтобы голова работала, чтобы котелок варил, как говорится, чтобы, соответственно, человек в этой вот ситуации был готов и к каким-то нестандартным решениям, и к чему-то еще. То есть, ну, нет никакой ложки, грубо говоря. Нет никакой ложки. То есть, ограничений нет. Думайте, изменяйте. То есть, то, что, допустим, я там говорю, оно может быть и не совсем так. Ну, это вот мое видение. Мое видение. У кого-то возникло немножко другое видение, еще что-то. Ну, все люди индивидуальны. В конечном счете, может быть, это должно выразиться в новую цивилизацию. Но факт, остается фактом, что этот момент уже назрел. Он назрел. И этот момент должен начаться именно с изменения сознания. Сознание уже меняется, люди меняются. Единственное, что надо как бы быть посмелее, поувереннее в этом смысле. А технологии вот эти вот конкретно, ну, то, что у меня есть, я постараюсь поделиться этими технологиями. И по структурному мышлению, и по вопросам, связанным с... То самое. Ну, единственное, что, конечно, вот это в одиночку делать, это очень тяжело. Меня вообще, на самом деле, вот еще с давних пор доставал вот такой вопрос. Почему столько у нас институтов, столько у нас, значит, общественных там и каких-то учреждений, столько существует, значит, литературных там и так далее, и так далее, организаций и прочее, и прочее, да, но как были вот эти все вопросы, стояли перед человечеством, так они и стоят. И по сути дела уже на состоянии где-то, ну, 200-300 лет это точно. И никто их не решил. Люди получают деньги, получают хорошие деньги, прекрасно живут и все остальное. И не решают этих вопросов абсолютно. Сколько народу на моих глазах, именно, столкнувшись с этими вопросами, в общем-то, как говорится, сломали себе сознание и, в общем, погибли. Кто-то спился это, мы все знаем, наша страна, как говорится, через это все прошла. Кто-то, так сказать, просто сломался, перешел там в бабжи. Я могу ответить. А? Я ответить могу. Вот. Вот. Так что вот так вот. Да-да, говори. Ну, я себе это представляю, как, например, завод, который производит автомобили. То есть, соответственно, какой спрос, такое предложение. То есть, соответственно, мы не видим сейчас суперинтеллектуальные, разумные, гуманные автомобили. У нас автомобили, получается, такие уж, какие у нас есть. Правильно? То есть, грубо говоря, заводы, они работают, штампуют, штампуют, штампуют. То же самое происходит и со знаниями, и со всеми остальными вещами. То есть, они просто, грубо говоря, штампуются, как болванки, по шаблонам. То есть, грубо говоря, шаблонность везде. Это просто не существует, как бы, истока, как бы, вот такого, знаешь, источника, творческого источника. Существует богатство шаблонов. Просто эти шаблоны, они как мозаика, вот как мозаику ее потряс, потряс она так, так, так. И так очень много-много мозаик вот этих всяких. Да, и создается ощущение разнообразия. Сознается ощущение разнообразия. Но когда ты начинаешь искать что-то действительно стоящее, это вот у нас особенно сейчас чувствуется, его нет. И создается масса всяких разных решений, но когда ты подходишь к какому-то моменту, именно, что тебе нужно что-то сделать, да, решения нет. Так вот, что самое интересное, я говорю, что на протяжении вот этих вот многих лет, как говорится, я видел огромное количество людей, которые процветали, занимались вроде бы вопросами, решением глобальных вопросов, так сказать, и человечества, и стоящим перед ним. И, в общем, благополучно они решили их, они сейчас уже и умерли, и все, и нормально, в общем-то, прожили. И поэтому, конечно, так сказать, вот именно, что хотелось решить вот этот вопрос, разобраться в конце концов, как, почему, и куда нам двигаться в дальнейшем. Тем более, что этот вопрос очень актуален именно сейчас. Именно сейчас, именно вот в наше время мы подошли именно к вот такому, как сказать, я считаю, последний рубеж это для человечества, вот таким вот образом. Ну что, в общем, пока у меня, наверное, все. В дальнейшем еще будут материалы, будем конкретно рассматривать схемы, и как переходить, какие есть сложности, какие, так сказать, есть методы, способы, так сказать. Рассмотрим, может быть, какие-то модели общества, модели энергетического, так сказать, и существования тела, структуры там различные и так далее. То есть, вот, ну, в общем, все, что поможет, все, что поможет понять, как вообще работает вот этот мир, как работает, значит, тело, как работает, значит, вот это вот, ну, назовем это ум, потому что мне не нравится это слово сознание, честно говоря. Я считаю, что это конструкция ума такого, вот, это древнее слово. Вот, то есть, рассмотрим все, все, что сможем, то есть, будем подготавливать материалы, вот, и, так сказать, представлять на, вот, суд, так сказать, публики, так сказать. Все. Ну что? Жень! Все. Да, все вроде бы. Ну а что я потом посмотрю на строй камеру? Ну что я могу быть? Сейчас сниму ее, все. Все, значит, да, на час, ну, это уже чуть-чуть, 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 час и десять минут. Ага. Сейчас я разверну ее. Алло! Да, да, да. Я вот тут ухожу себе водички налить. Ты сейчас уже от доски отошел. Я... Да, да, да. Все, я закончил. А, ты закончил? Так, ну ладно. Да, да. О проблемах, стоящих перед человечеством, о глобальных проблемах и о путях решения этих проблем. Также мы сегодня поговорим о том, значит, о Земле, о структуре планеты Земля и о структуре человека в сравнительном, так сказать, структурном анализе. А вот, значит, начнем с Земли. Земля структурно представляет из себя, значит, несколько слоев, да, вот. Верхний слой – это почвенный слой, вот. Вот он являет из себя, так сказать, это почвенный покров и растения, которые, значит, его покрывают, то есть растительное сообщество, вот. Вот, скажем так, растительный покров. Далее, значит, есть слой – это осадочные породы, породы глины, значит, и осадочные породы. Дальше идет слой, значит, пород осадочных, уже более плотных, так, и потом идет предмантийная, так сказать, плотные кристаллические породы, вот. Вот, и, значит, жидкое, магма, ядро, так сказать. Ну, вопрос ядра, как говорится, еще не решен, никто там не был. Вот, но жидкая составляющая там присутствует. А вот. Это общий структурный анализ, не вдаваясь ни в какие, так сказать, подробности. Сейчас нас будет интересовать вопрос, как эти системы функционируют. Вот. Первая система, значит, это почвенный покров. Он, так сказать, пронизан огромным количеством капилляров. Вот. Пронизан огромным количеством капилляров. Также, вот эти лесовые, наносные породы, это глина там, и, значит, некое подобное, это тоже пронизано капиллярными, значит, там присутствуют различные, так сказать, реки подземные, двигающиеся вдоль водоупорных слоев. Вот. То есть, этот слой, эти слои себя представляют полностью закапилляризированную, проницаемую абсолютно систему, по которой передвигаются вода, минеральные вещества, вот. Также, вот. Дальше, слои более плотные, это, соответственно, осадочные породы. Вот. Вот. Более плотные слои. Но они также пронизаны и водными горизонтами, и, значит, там присутствует, ну, уже не капиллярная, а система трещин и, так сказать, различных пустот и образований. То есть, вся эта система взаимосвязана также с вот этой вот системой через, как сказать, капилляры, через крупные, так сказать, ну, будем говорить, водные артерии и так далее. Но здесь уже находится значительно меньшее количество, так сказать, водных резервуаров, хотя в некоторых странах это, так сказать, достаточно большие резервуары воды, такие, допустим, там как, особенно на участках пустынь и где-то там в Барарии и прочее. То есть, там основные запасы воды расположены. Вот. Это древние достаточные горизонты. Теперь, значит, предмантийная часть. Это твердые, очень прочные породы, вот, магматического происхождения, которые, так сказать, это, там, граниты, базальты и прочее, все. Они, так сказать, в них меньше присутствует капиллярность, то есть, трещинообразование там и так далее, и так далее. А вот, то есть, мелкие трещины, объединенные, так сказать, вот в такие какие-то сети подобие, некое подобие корневой системы, но очень мелкие трещины. По этим трещинам также может двигаться, но теперь здесь уже в этом участке это, значит, растворы, растворы, горячие растворы и подходящие, так сказать, из мантийной полости. И проницающие, так сказать, все эти слои, вплоть до, значит, уже, там, осадочных пород и, так сказать, вот этих более плотных образований. То есть, вся система, система планеты Земля, включая, так сказать, и начиная с почвенной, более рыхлой части, там, и кончая самой мантийной, она проницаема. Проницаема, абсолютно проницаема, если, так сказать, некрупными артериями, так как водными, то мелкокапиллярно проницаема, через трещины, образовавшиеся, так сказать, микротрещины и более крупные трещины. Растворы снизу способны проницать вверх, вода способна, так сказать, опускаться через вот эти горизонты вниз. Вот. До, значит, вот этих вот, в частности, мантийной, так сказать, части. Вот. Здесь находится самая горячая часть, и здесь идет постоянно, значит, в районе, там, к ядру, да, раскаленная, как считается, магма, да? То есть, вот она движется, соответственно, это практически жидкая, так сказать, составляющая, высокая температура, да? То есть, если считать по уровню вибраций, то магматическая часть, это самая высокая вибрация, практически угненная, да? Дальше у нас вибрация постепенно падает, и к верхнему слою мы уже имеем низкую вибрацию и, соответственно, черный цвет. Вот. Соответственно. Вот. И порода здесь становится более рыхлой, так сказать, и более, так сказать, низковибрирующей. Вот. Вот таким образом. Значит, что касается, у нас есть еще один слой, это, будем говорить, слой атмосферы, вот, вокруг планеты. Значит, вот. Вот. И, так сказать, имеются верхние плотные, как бы, слои атмосферы, которые, так сказать, являются, ну, как бы, наружной оболочкой земли, вот, и заполнены, скажем так, воздухом, да, атмосферными газами, вот. Где обмен, соответственно, тоже идет туда, сюда, то есть и вверх, и вниз идет воздухообмен. Воздух также, кстати, проницает, проникает и в почву, и до какой-то степени, так сказать, проходит в слои подпочвенные. Вот. Таким образом, мы видим, что процессы, процессы обмена, обмена воздушные, водные, минеральными, так сказать, веществами и так далее, в планете, как в теле ее, идут в различных направлениях, и туда, и обратно. Вот. Таким образом, мы можем сказать, что планета, как живое существо, существует, имеет обмен веществ, имеет, как говорится, определенное строение, и это строение подобно всем живым существам. Вот. Также, если рассматривать тело человека, если рассматривать тело человека, именно в структурном режиме, у человека также присутствует, скажем, начнем с первого слоя, да, это рыхлый слой, это покровный слой, это слой кожи, под кожей присутствует, так сказать, подкожный слой, он более, так сказать, он рыхлый, пронизан капиллярами, также пронизан капиллярами, и, значит, имеет в себе различные, так сказать, образования, вот, там, жировые и прочее, 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 вот. Вот. Дальнейшие, более плотные слои, это слои, значит, мышц, в которых также присутствует капиллярная часть, капиллярная часть артерий, значит, соответственно, вены и, как бы, просто, значит, образование жидкостное. Вот. И следующий слой, это слой, слой костный, он очень плотный, но в нем также присутствуют поры, вот, но они более мелкие, и он также частично проницаем. И последний слой, это слой мозга, мозга, который присутствует внутри костей, вот, так сказать, и этот слой, как бы, является практически жидким, вот, то есть, если посмотреть с точки зрения вибрации, то мозг вибрирует сильнее и выше, чем все остальные органы. Далее, по вибрации идут кости, потом идут мышцы, вот, затем подкожный слой, и наружная мембрана, она как у нас, как почвенный покров идет, как эта самая кожа на этом, вот, то есть, как был бы растительный покров на, так сказать, планете Земля. То есть, все абсолютно подобно. Также у нас есть не атмосфера, но у нас есть аура, оболочка, которая образуется, так сказать, вокруг нашего тела, аулическая оболочка. То есть, строение человеческого тела, по структурном смысле, абсолютно подобно планете Земля. Абсолютно подобно. Это идет речь не о каких-то конкретных, так сказать, мелких там и частных образованиях, речь идет, а просто об общей структуре. Об общей структуре. А вот. Именно с точки зрения структурного образования. И если планета использует, в частности, там, для, так сказать, образования своих, своего тела, какие-то другие вещества, а человек другие, то это не имеет в той степени значения. А для нас мы изучаем, в момент, жизни, жизни обмена, обмена, который существует в теле планеты и в теле человека. Далее. Ядро вибрирует у планеты. Ядро у планеты вибрирует. Вибрирует, вообще, планета наша пульсар. Да? Оно пульсирует и дает импульсы, которые мы используем, которые идут, так сказать, через все тело планеты, движутся. И затем, значит, отражаются от верхних слоев атмосферы и вновь возвращаются назад, опять же, в тело планеты. Мы используем эти импульсы для наших радио, так сказать, для нашей связи. Вся связь у нас построена на использовании этих импульсов. Эти импульсы являются несущей частоты для передачи нашей информации, которая вся используется на планете Земля. Все средства массовой информации, все используют вот эту вибрацию планеты. Все абсолютно. Для чего планете эта вибрация? Как с точки зрения живого существа. Эта вибрация, проходя через тело планеты, из самого, так сказать, сканирует всю, все тело планеты до самых верхних слоев, до оболочки. А затем информация, сканированная, возвращается к ядру. Часть сигнала может выходить за пределы атмосферы и двигаться в направлении Солнца и других планет. То есть, таким образом планета держит связь со всеми остальными, так сказать, телами в космосе. Обменивается информацией о своем состоянии, так сказать, о состоянии поверхности и тела своего. То есть, а также, очевидно, воспринимает информацию с других планет. А вот. Если посмотреть на процесс самосканирования планеты, то очевидно, что как-то сигналы, которые, так сказать, проходят и туда, и обратно, несут информацию. Несут информацию о том, что происходит на поверхности, о том, в каком состоянии планета и так далее. Вот. И сигнал преобразуется, этот трансформированный, так сказать, отсканировавший планету, и возвращается, выходит из нее. На сегодняшний день планета ускорила свою вибрацию по сравнению с тем, как она была. То есть, если раньше было около 7, то сейчас 8 Гц вибрации, свыше даже уже. Вот. Это говорит о том, что, как бы, пульсация планет усилилась. С чем это связано? Ну, говорят, что не связано с человеческой деятельностью. Ну, очень сомнительно, что не связано. Вот. Очевидно, что вся информация, которая идет о разрушении, так сказать, которую мы здесь тут делаем по поверхности, она, как бы, доходит до ядра планеты. Вот. А если сделать аналогию, то это мозг. Мозг планеты. Мозг. Самая высоковибрирующая часть ее – это мозг. Вот. У человека ситуация точно такая же. Абсолютно. Значит, чтобы рассмотреть систему пульсации человека более подробно, вот, мы можем выяснить, а что же является у человека пульсарами. Вот. Вот тело человека, вот его легкие, соответственно, голова, руки, позвоночник, таз, ноги, соответственно. Вот таким образом. Здесь находится сердце, условно, которое является основным пульсаром человека. Основным пульсаром человека. Вот. Оно, как считается, но по массе, по массе, оно очень мало и по мощности очень маленькое. Вот. Что же является другими пульсарами у человека? Мы постоянно дышим. Дыхание, дыхание, которое мы осуществляем легкими, да? Легкие имеют достаточно большую массу. При этом они, частота дыхания достаточно велика. И объем крови, который поступает сюда, тоже достаточно велик, чтобы эту кровь, так сказать, перекачивать при помощи легких. То есть легкие являются вторым пульсаром, наиболее мощным пульсаром в человеческом организме. Мало того, значит, есть диафрагма, которая также является пульсаром, это мышечное образование, которое сжимает органы, так сказать, изменяя объем внутренних органов в полостях. Есть еще тазовая диафрагма, которая также является пульсаром, но движется она, скажем так, вслед, или движется вслед, или согласована между собой, так сказать. В процессе движения человек задействует ноги, и позвоночник, ноги запускают пульсацию в районе позвоночника. Дополнительно к этому ребра также при дыхании двигают позвоночник. То есть существует позвоночная пульсация. Также, возможно, горловая, соответственно, пульсация, это при дыхании. И есть, значит, в человеческом теле есть еще резонаторы. Это наподобие носа и лобных пазов дополнительно. Также установлено, что при этом пульсирует еще, как говорится, черепная коробка. Она в процессе, так сказать, кости то сходятся, то расходятся. Таким образом, весь объем пульсации человеческого тела, назовем это общим генератором, он, так сказать, излучает, соответственно, на нашу ауру. Аура является границей нашей пульсации, то есть нашей зоной безопасности. Внутри ауры, вот в этой, находится наша пульсация. То есть наши ритмы, наша, как говорится, так сказать, территория, там, где все должно, как говорится, чуждое, так сказать, отсутствовать. Потому что там наша пульсация, она подходит только к конкретному данному человеку, данному организму, вот. И она у каждого человека своя, в какой-то степени, то есть различается. Мы при помощи, значит, этой пульсации, которой, вот, так сказать, сканируем и свою наружную оболочку, да, и ходим во взаимодействие со всеми остальными живыми существами, которые находятся за пределами ауры. Вот. То есть получаем информацию. Информация движется и туда, и обратно. Вот. Информацию о своей территории, так сказать, которая, так сказать, является границей ауры, о том, что находится за территорией. Вот. Также мы получаем информацию о своем теле, потому что наши пульсары, как бы, его сканируют. Вот. Процесс, который проходит здесь, это процесс электрический. Когда легкие, вдыхают, входит в них воздух, идет процесс забора электрического заряда из воздуха. Это установлено очень давно. Вот. И волна, волна, электроволна, так сказать, поступающая прямо, значит, в тело человека через поверхность легких. А это достаточно огромная поверхность. Вот. Она, так сказать, движется через все тело. Через все тело движется во все стороны. Эта волна образует некое состояние, которое просвечивает организм, весь организм, все участки тела. Все участки тела просвечивает. Вот. И образуется некое подобие электроскана. То есть, электроскан, электроскан в результате дыхания. То есть, это как бы виртуальная копия организма, когда электроимпульс, проходя волной через все наши органы, через все наши, через все наши тела, через все наши тела, он, этот электроимпульс, создает электронную копию нашего тела. Это скан номер один. Основной скан, возникающий в результате дыхания. Тай, то есть, это скан, который возникает дыша. Мы дышим, и этот скан возникает. Вот. Есть и второй скан. Этот второй скан в результате того, что электроэнергия, электроимпульсы собираются в систему, в нервную систему организма. В нервную систему собирается организм, то есть, через вот, ведут в позвоночник, так сказать, через все нервные эти самые, собирается вот этот вот заряд. И он поступает, поступает в мозг. В мозг. То есть, это информация, собранная нервной системой, о состоянии организма, поступившая в мозг. Там она каким-то образом фиксируется, обрабатывается, и затем мозг, в зависимости от тех задач, выдает свой электроскан. То есть, какие органы должны быть напряжены, какие органы должны быть расслаблены, какие органы, так сказать, должны быть задействованы. Это скан номер три. Скан деятельности. То есть, скан действия человека. Скан его состояния. Вот. То есть, таким образом, у нас получается этих три мистических тела, которые мы говорим, тонкие там они, или какие. Электротела, по сути дела. Это первое, которое возникает дыша, когда мы дышим. Некоторые его, как говорится, путают. Потому что не знают, о чем это идет речь. Вот. И два. Это нервный, то есть, который возникает в результате сканирования забора в нервную систему обработки мозга, который создает некий файл, так сказать, в мозгу. Вот. И файл деятельности, то есть, скан деятельности. То есть, тот скан, который мы создаем в результате, так сказать, обработки этой информации, которую мы получили, и наших задач, которые мы ставим. Вот. Вот таким образом. Самое интересное, что на планете все процессы тоже происходят в электрическом режиме. Сигнал, который она подает, он тоже электрический. Вот. Движение пород, которые происходят на планете, на планете, движение пород, которые происходят на планете, а у нас на планете большое количество, так сказать, в слоях, это кремния. Кремния под давлением вырабатывает электричество. Поэтому все процессы, связанные с, значит, движением, передвижением, так сказать, планетарных масс внутри, так сказать, планеты и движением различных, так сказать, ее частей и тел, это тоже электрические процессы. Это особенно видно там на разломах, где нарушается проводимость, и существуют, так сказать, электроаномалии. Вот. Поэтому планета существует по тому же принципу, что и существует человек. У нее также есть сканы. Ну, насчет ее мозга мы вроде не знаем ничего, да? Он где-то находится там глубоко. Но то, что он у нее имеется, это очевидно. Раз мы имеем, значит, мы можем допустить, что у планеты есть мозг. Есть тело, по которому мы ходим, и есть мозг. И оно подобно нашему. И мы не планетяне. А созданы мы этой планетой по своему образу и подобию. Мы ее дети. Подобно человеку, подобно человеку, и все живые существа на планете. Устройство структурно, структурно, да, различаются детали, которые мы так любим, мы очень любим вникать в детали. Но общее строение одно и то же. Одно и то же. Строение у всех живых существ. Оно подобно планете, оно подобно человеку. Мы все братья. Поэтому, если кто-то считает себя инопланетянином, то, наверное, ему надо поискать свою планету. А эта планета, Земля, и человек, который на ней живет, абсолютно подобен планете и абсолютно подобен всем существам, которые на ней обитают. Значит, теперь мы поговорим о тех людях, которые просыпаются. Мы поговорим о них, об их проблемах. Сейчас мы поговорим о том вопросе, который, как говорится, может быть, некоторых волновал, о том, насколько мы схожи с планетой Земля, насколько, как говорится, мы являемся ей чужими или своими. Вот вам был вариант структурного строения. Да, там может быть много недочетов. Но я не могу все сразу, как говорится, увязать мягко и красиво. На это потребуется много времени. Но в общих чертах это примерно так. Значит, по поводу того состояния, в котором мы сегодня существуем и в котором мы существуем, на самом деле, достаточно давно. Ресурсную стену, которую мы раньше, так сказать, я вот рисовал, она возникла давно. И многие ее увидели. Многие ее увидели, эту стену. И, как говорится, процесс выхода людей, так сказать, из системы, из состава системы, он был очень давно. То есть люди выходили и с верхних, как говорится, эшелонов, и с нижних, со всех. То есть равномерное расположение людей возможно было существовать везде. Во всех слоях человеческого общества и так далее. Но, выходя, они сталкивались с одной проблемой. Как и в системах аэродинамических, гидравлических и так далее. Возникает состояние турбуляции. И возникают закручивающиеся системы. Вот. На выходе. Из, как говорится, этого. И они препятствуют выходу. И вот эти бочки, вот эти бочки, вот эти бочки, где, в которые попадают, так сказать, люди, они крутятся и всю жизнь пытаются выйти из системы и не могут выйти из системы. Потому что этот процесс, он как бы, он как в природе, он везде существует. То есть человека закручивает. Он теряет ориентацию. Вот. И может всю жизнь прокрутиться в этой вот системе. Так и не выросшись из нее. Ему будет казаться, что, как говорится, он что-то делает, на самом деле он остается на месте. Ему кажется, что он открыл глаза, а он на самом деле спит. И из одного сна проваливается в другой. В этом вся сложность этого процесса. Вот. В этом вся сложность. Но, но, что здесь, как бы, можно еще дополнительно сказать. Дело в том, что сложность не только в том, что вот людей закручивают в этой бочке. Но, большинство тех, кто рассказывает о том, как выйти из системы, при этом никогда из нее не выходили. Мало того, система их держит очень крепко. Так крепко, что, как говорится, они на самом деле занимаются просто дезинформацией. Дезинформация, которая уводит людей, как говорится, от истинного, так сказать, прохода, от истинного возможности вырваться из системы. И эти, они рассказывают сказки о том, что кто-то вырвался, кто-то где-то, так сказать, смог освободиться, кто-то где-то, значит, достиг какого-то уровня. К сожалению, этих людей не видно, не слышно. А сами они, те, кто рассказывает об этом, не знают элементарных вещей и не могут логически сложить, как говорится, многие вопросы. Но зато у них очень много мистики. Очень много мистики и чрезвычайное количество каких-то тайных, непонятных знаний. О каких-то иерархах рассказывают, о каких-то, значит, неизвестных каких-то так явлениях там и так далее. Непонятных, совершенно непостижимых умственно. Очень сложные построения, чрезвычайно сложные построения. Но это все, это все ложь, это все тупик, это все вот эти бочки. Можно бесконечно крутиться в бочке. Я все время наблюдаю людей, которые крутятся в этих бочках, всю жизнь крутятся в этих бочках. Они несчастны, они пытаются вырваться, но вырваться они не могут. Ну, один, конечно, момент, это то, что, во-первых, отсутствует информация, как это сделать. Нет простого решения, нет простого решения, отсутствует оно. Так вот, я вам что скажу. Дело в чем? Пока вы находитесь в системе, все те, кто у вас находится в системе, и все те, кто крепко в нее вставлен, вам решения не дадут. Матрица не скажет, кто вы. Вам. Она будет вас дурачить, она будет вас морочить, она будет вас использовать, и у нее это успешно получается. Успешно получается. И так же будут вот эти ее ставленники. Как бы они ни были, посмотрите внимательно, к ним тянутся ниточки. От матрицы крепко тянутся ниточки, от системы крепко тянутся ниточки. Они все висят на этих ниточках. И их признанность, их роль, это роль фонариков, которые приманивают светлячков. Человек может вырваться из матрицы только сам. Только сам. А для этого придется потребовать, потребуется очень много усилий, очень много желания. Так просто из нее не вырвешься. Между ланчем и обедом, как говорится, попивая чаек, не получится. Придется себя, как говорится, крушить, переделывать и так далее. Но здесь ситуация какая у нас? Замечательная ситуация на сегодняшний день. И те, кто до этого выходил, те, кто до этого выходил, они пытались вырываться. Да, может быть, кто-то даже и вырвался. Вот здесь где-то скопился. Но не знали, куда дальше двигаться. Многие погибали, уже даже вырвавшись. Потеряв силы, не было как бы. Сегодня же давление ресурсной стены выдавливает последних тех, кто способен на какое-то изменение. Ресурсная стена уже давит на нас. Дело в чем? Почему я начал с человека? Потому что человек, каждый человек обладает некой оболочкой. Вот некой оболочкой. И вот здесь находится человек. Вот. В этой оболочке. И чем мощнее в человеке гудит и работает генератор, это все его части. И чем они более согласованы между собой, тем больше эта оболочка, больше способность его сканировать пространство. Люди, которые обладают способностью изменяться, обладают энергетической способностью, они имеют больший объем оболочки. Они способны увидеть вперед больше других. Они способны изменяться, они способны, как говорится, искать решение, находить, двигаться куда-то, принимать решение. И они выходят первыми. Они стремятся выйти первыми. Почему? Потому что для них, для них, это уже на ощущение тела, на ощущение всего. Это ясно. То есть первыми выходят лучшие. Первыми стремятся выйти лучшие. Это создает некую, скажем так, надежду на будущее. Вот. Так сказать. Поэтому первыми все равно выйдут лучшие. Первыми выйдут те, кто обладает больше энергетической способностью, больше энергетической, у которых мощнее генератор, у которых мощнее, так сказать, у которых больше энергии, и больше энергии именно для изменения, для своей трансформации. У тех людей, у которых маловато энергии для изменения и трансформации, им трудно выйти. Это может быть, конечно, по разным причинам. Тут они не виноваты. Вот обстоятельства, как бы, разные бывают. Тут никто никого не судит. Просто вот так. И эти люди, первые, которые выйдут, они, постепенно двигаясь, постепенно двигаясь, вот, вот, они, значит, двигаясь, выходя из системы, вот, перерисую, потому что не получилось, не вошла. Двигаясь и выходя из системы, а вот, отсюда выходя, так сказать, будут постепенно прорываться через эти бочки все, вот. вот, уходя от, так сказать, ресурсной стены, от всего, от лобового столкновения, вот, будут вырываться, вот, и начнут образовывать новое общество. новое общество, которое будет состоять сначала, станут, в основу его станут лучшие, дальше, как говорится, те, у кого энергия послабее, потом еще более слабые энергии, в конечном счете самые слабые, так сказать. вот. И возникнет состояние, подобное планете Земля. Все время спрашивают, как, ну, кем должно быть общество? А какое оно должно быть? Мы же не знаем, какое оно должно быть. Хорошее, идеальное общество на планете Земля какое должно быть? А ответ очень прост. А таким же, как планета Земля? А, подобным ему, общество должно быть таким же, как планета Земля. Общество, живущее на Земле. Оно должно быть таким же. Полностью напоминать строение планеты Земли. В центре высоковибрирующая часть, а по краям низковибрирующая часть. И обмен энергии туда и обратно, туда и обратно. Чтобы те, кто более низко вибрирует, находясь в большем объеме, да, в большей массе, да, но при этом при низкой энергетической каждой отдельной единице, выдавали один и тот же объем энергии, что и высоковибрирующий. И этот объем поток энергии, вот, обменивался, и у всех были равные возможности. Это гармоничное общество. Где, как говорится, центр занимают высшие, а вот, те, кто высоко вибрирует, а по периферии находятся те, кто пониже вибрирует. И энергия и тех, и других, она обменивается, используется. То есть по типу планеты Земля. Вот и все. И никаких сложностей. При этом этот процесс, он будет самоорганизующийся. Нет ни партии, ни правительства, ни какие-то там еще бюрократические системы будут это создавать. Это будет создавать. Вселенная такие вещи создает. Не нам с вами, как говорится, их создавать. Но этот процесс уже начался. В чем же задача? Вот я свою задачу в чем вижу? Дело в том, что нужно создать некий фонарь, некую возможность, которая бы позволила людям прорваться отсюда, показать, как это сделать. Ну вот я прорвался. Мне удалось. И я вышел за фанеру. И увидел. Что я увидел? А я увидел, что те, вот эти, как говорят, гуру там, и все остальные, которые рассказывают о том, как прорваться и так далее, и так далее, они никогда никуда не прорвались. И нитками, да крепко на ниточках висят. Вот так вот висят крепко на ниточках. Причем ниточки там, ух, какие хорошие. Но они рассказывают какие-то тайны, которые непонятны. А зачем рассказывать непонятные? Только для того, чтобы дурачить. Все должно быть понятно, все должно быть ясно. Каждый может должен и проверить на себе. И если это не работает, значит это ложь. Либо не так как-то понято. Не так понято, значит это не так сложно. Значит еще раз попробовали, и все должно получиться. Вот таким образом. А не так, что люди годами там, десятилетиями пробуют что-то, какие-то эти методики, и никто ничего не достиг. Никто. Странно абсолютно. Так что вот создание этого фонаря, информационного фонаря, который позволит, позволит в виде вот этих знаний, в виде всего остального, который позволит сориентироваться. Сориентироваться. Как выйти? Почему? Я объясню почему. Ну вот я на себе как бы объясню почему. Значит вот, я там 20 с лишним лет занимался этим вопросом. 20 с лишним лет крутился в этих бочках. И мне вот буквально недавно удалось как-то прорваться. Хотя уверенности полностью, что все нитки оторваны нет. И ее нет. Хотя как бы я вижу, вижу со стороны все это немножко. Но уверенности полностью, что нитки оборваны нет. Нельзя быть чрезмерно уверенным во всем. Потому как это именно путь, как говорится, назад. Но дело в том, что вот эта стена, которая сейчас возникла, она не оставляет нам времени на вот эти 20 лет, как говорится, каждому совершенствоваться и все остальное. И ее давление, которое возникло, оно уже сделало свое. Люди уже готовы уйти оттуда. Готовы. Они просто не знают как. Так вот. Ну я свою задачу вижу в том, чтобы вот этот вот ресурс, который есть, вот это вот разъяснение, ну насколько я могу вот. Я не профессиональный, так сказать, там лектор там или еще кто-то, никогда этим не занимался. Вот. И не преподаватель тем более. Вот. Так вот, за счет этого ресурса сориентировать людей, помочь им выбраться. Выбраться из этих бочек. Чтобы они времени тратили. Потому что времени нету. Времени нету. Нету времени 20 лет крутиться. И потом это же их энергия, это наша энергия, это энергия нашей цивилизации. И тратить ее впустую совершенно, как бы, бессмысленно. Вот. Но я хочу показать вам еще кое-что. Это мысленная модель. Элита у нас находится впереди, и это мысленная модель. Потому что в реальности элита у нас не находится впереди. Впереди у нас идет работяги, которые, как говорится, разрушают землю, которые рубят деревья, которые, как говорится, добывают нефть, которые, как говорится, на заводах, на фабриках работают, и так далее, и так далее. Вот. А элита, она у нас не впереди. В реальности, вот это мыслительная, так сказать, это мыслительная схема. Как говорится, по уровню мысли. Элита нас ведет, она нам рассказывает, что там впереди хорошо, и все остальное. Это по уровню мысли. А вот, так сказать, мыслительная структура. А вот что реально у нас в физическом смысле существует? Как выглядит наше замечательное общество в физическом смысле? Ну вот у нас есть планета Земля. Что мы с ней делаем? Мы ее грызем. Мы ее грызем, добываем с нее ресурсы и все остальное. И как я уже в первой лекции говорил, что планета похожа на изгрызенное яблоко, как будто огромный червяк, как говорится, ее грызет. Да. Ну, вот попробуем этого червячка изобразить. Как вот у него вот здесь вот червячок, у него глотка, да, зубки, да, значит он дальше там пошел. Вот таким образом, да. Видно, да, вот червячок. Нет, не особо. Сейчас еще вперед перенеси. Вот так. Вот он, червячок замечательный. Вот тут у него зубки. Этими зубками он благополучно грызет планетку. Он ее грызет. Грызет этими зубками, добывает с нее полезный скопаемый, там все остальное, да. Дальше что у нас? Глоточка. Тут у нас будет желудочек. Так. Вот он, желудок. Вот. Существует такой. Что у нас происходит в желудке? В желудке у нас происходит процесс, скажем так, переработки. Процесс переработки вот этого все, что мы нагрызли. Все, что мы натаскали туда, процесс переработки. Далее у нас идет кишечник. Ну, что в кишечнике происходит? В кишечнике происходит частичная допереработка, всасывание, так сказать, и процессы другие, да. Ну, в живых существах, да. У нас это происходит как процесс фабрики, там, завода, которые изготавливают конкретно уже готовые нам вещи и так далее, и так далее. То есть, то, что нам нужно, то, что необходимо для потребления. Значит, таким образом, мы что имеем? Вот здесь у нас работяги, которые рыбят лес, уничтожают конкретно природу, блин, там, все делают. Так? Так. Значит, здесь у нас тоже работяги, но уже, как бы, у нас тут присутствует и наша интеллигенция, так сказать, рабочая интеллигенция, да, которая там, инженеры и так далее, и так далее. Вот. Значит, дальше тут у нас, в кишечнике у нас тоже присутствует много инженерных, так сказать, инженерных людей и рабочий тоже люд, вот, но более, так сказать, высокой квалификации какой-то, потому что там процесс, процессы идут больше интеллектуальные, да, как бы, вот. Вот. А кто у нас находится в самой задней части, где у нас, как говорится, идет процесс получения всех питательных веществ, потому что они, как бы, здесь у нас скапливаются, да, вот, с точки зрения, как говорится, всасывания, да, вот. А там у нас находится элита, элита там находится. Ну, и с точки зрения, если мы будем смотреть, что вот здесь работают люди больше и основная масса, дальше у нас пошел процесс, люди меньше работают, больше интеллектуального труда, дальше еще меньше работают, больше интеллектуального труда, а здесь у нас должна находиться элита. Те, кто меньше всего работает, но занимается в основном интеллектуальным труда, то есть управляет нашим, нашим, нашим обществом. Вот элита у нас находится вот здесь. Это замечательное место, которое называется, как там называется, зад ее, да, зад? Место, где заключен ад, да, вот. Вот. Или как там, по-другому. Или можем называть еще жопа, простите. Вот так вот. Вот таким образом можем называть. То есть у нас цивилизация, которая, как говорится, у нас жопная цивилизация. Вот так вот. Вот таким образом. И когда некоторые спрашивают, а почему в нашей стране все делается через, простите, жопу, да, то ответ вот он, вот он ответ, пожалуйста. Потому что так. И, наверное, во всем мире тоже так же все делается. Ответ именно вот этот. Именно вот этот. И почему у нас все на этом сосредоточено? Почему мы все время посылаем друг друга туда и так далее, и так далее? Потому что мы все идем туда. Все мы движемся туда. И все мы стремимся. И нам хочется туда всем. Потому что там хорошо, там вот все блага сосредоточены. Именно в том месте. Понимаете? Это не просто так все. Человек на самом деле знает все. Просто ему не хватает каких-то элементов, чтобы понять. Понимаете? Ну вот если с точки зрения биологической взять, да? С точки зрения биологической взять. Ну вот червяк, да? Он это высокоинтеллектуальное существо-то? Нет. Червяк не высокоинтеллектуальное существо. И у него как такового мозга, как такового нет. И когда мы думаем, что вот они думают, вот тут вот, где-то в задней части, вот они думают. Ну это сомнительно. По тем действиям, которые у нас происходят везде, это очень сомнительно. А по вот этой вот анатомии, то не может быть. Не может быть этого. А вот. И каким местом они думают? Это понятно, да? Вот такая вот у нас замечательная цивилизация. Которая пожирает планету Земля. Пожирает планету Земля. Ну как это можно сказать? Это что? Инопланетный червяк в Торксе, да? И там начинает. И мы все часть этого тела. Все часть этого тела. Одни зубки, другие там, что-то там еще, третье еще что-то. А кто вот, задняя часть, вот эта вот самая элитная часть у нас. Вот такая вот у нас элитная часть. Вот. Ну тут есть клапан, который регулирует, да? Все. Вот в конце тут есть клапан, который регулирует весь процесс. В виде банковского процента, да? Больше банковский процент, шире клапан. Меньше банковский процент, уже клапан. И уже, соответственно, больше достается вот здесь, товарищи. По этому самому. Открываем клапан, ничего почти никому не достается. Все достается вот верхушки. Вот так вот. Замечательно, да? Вот. Все работает. Все. Можете рассматривать. Все работает. Все. Никаких проблем. Далее. Очень интересен вопрос. Очень интересен вопрос. Который часто задают люди. Почему, значит, с нашей цивилизацией никто не общается? Почему инопланетяне, там, или соседние цивилизации не хотят с нами, как говорится, взаимодействовать? Почему они не желают вступить с нами в контакт, поделиться технологиями, ну, и вообще пообщаться? Хотя вот рядом, кто тут летает, тарелки там какие-то, что-то там еще происходит. То есть идет, как говорится, какое-то движение в космосе, какие-то объекты пролетают мимо нас, мы их замечаем частенько, да? Но они почему-то с нами общаться не хотят. Но не хотят с нами общаться. Что за дела такие? Мы такие хорошие, они не хотят с нами общаться. Ну, давайте рассудим с точки зрения соседних цивилизаций. Вот то, что мы делаем со своей планетой. Результат будет такой, что, ну, червяк все равно что-то сожрет или сам побрет. Но в конечном счете, как говорится, он скорее уничтожит и сам побрет. Вот такой вот вариант. И то, и другое вместе. Вот. Значит, смысл общаться с теми, кто уничтожает свою планету? Никакого смысла. Абсолютно. Да? С одной стороны. С другой стороны. Давайте посмотрим, как мы относимся ко всем живым существам на планете. Мы их уничтожаем. Вот представьте себе ситуацию, да? Вот у нас появились корабли когда-то там, да? Которые большие плавать стали по морям, там, по океанам, по все остальное. Ну и что мы сделали? Мы на этих кораблях поехали в земли туземцев, которые, как говорится, имели меньшую техническую вооруженность и перебили их там всех. Всех уничтожили. Осталось там какая-то горстка и все остальное. Отняли у них всех ресурсы, как говорится, поработили их, насадили, так сказать, все свои, как говорится, порядки там. Так же мы поступаем с любыми живыми существами. Да? Не только с людьми, но и со всеми остальными живыми существами планеты. Мы просто их уничтожаем и все. И занимаем их место. Мы захватчики, мы оккупанты, мы убийцы. Мы разрушители собственной планеты. И это правда. Мы тело вот этого мерзкого червя, пожирающего планета. Мы составляем его тело. Это мы часть его. Это мы это делаем. Понимаете? Ну кто захочет с захватчиками общаться? Кто захочет общаться с разрушителями? Это бессмысленно. Да, они боятся нас. Дай нам сейчас космические корабли. Что мы будем делать? Мы будем захватывать другие планеты. Мы будем уничтожать жизнь там. Мы будем убивать людей, которые там находятся, или каких-то других существ. если нам дать технические, как говорится, возможности для того, чтобы добраться до других планет, мы эти планеты тоже уничтожим и убьем всех, кто там существует. Вы думаете, другие цивилизации этого не понимают? Они видят, что вы сотворили с туземцами. Они видят, как говорится, что вы сотворяете с живыми существами, которые, собственно, образовали тело планеты. Ведь большинство живых существ, это, допустим, самый яркий пример, это меловые, да? Значит, как говорится, отложения, да? Но это не только, не только, образовали планету и рудные тела, как выясняется сейчас, во многом образованы микроорганизмы и так далее. А вот. Такие, как говорится, продукты, как нефть, в том числе, да? А вот. Это все образовано живыми существами. Живыми существами планеты. А мы их уничтожаем. Мы просто, просто уничтожаем тех, кто создал вот эту планету, вот это ее тело. Да. Понимаете? И мы говорим при этом, что мы высшие. Какие высшие? Какие высшие? Мы разрушители, мы захватчики. Вот в общем, так сказать, наша ситуация. Теперь, давайте посмотрим, как бы мыслили, так сказать, ну, скажем так, люди с других планет. Они бы подумали так, что если эти захватчики прорвутся, значит, они нападут на нашу планету, да? Они будут угрожать жизни и наших детей, да? То есть вот, и на себе, на их, так сказать, место поставьте себе. Они бы боялись нас. Они бы боялись с нами связываться. Они бы сделали все, чтобы не дать нам дальше развиться, достигнуть технического прогресса, вырваться в космос и начать уничтожать чужие планеты. Они бы все приложили для этого. Может быть, они не нападут на нас, да? Может быть, они что-то не сделают. Но если они нападут, это будет тоже оправдано. В какой-то степени. Хотя, скорее всего, это никто не сделает. Но дать нам вылезти из планеты, дать нам напасть на другие, как говорится, вырваться, так сказать, в космос и начать уничтожать планеты, они постараются этого нам не дать. Поэтому, если и есть другие цивилизации, если они тут рядом летают и так далее, и так далее, они сделают все, чтобы вот эта зараза, вот эта зараза с Земли не вырвалась. Они поставят Землю на карантин. Понимаете? Вот в чем дело. Это логика, простая логика. Вы бы тоже так же поступили. Вы бы тоже поступили. Вы бы тоже боялись за жизнь свою, за жизнь своих детей, глядя на то, что вытворяется здесь вот у нас на планете, нашей, так сказать, замечательной цивилизации. Понимаете? И поэтому неудивительно, что они с нами не вступают ни в какую, так сказать, ни в какие контакты, и не дарят нам технологии, и мешают, так сказать, нам. Вот таким образом. Понимаете? вот, вот, так сказать, большей частью все, что я вам хотел сказать, вот, хотя в дальнейшем, может быть, мы там еще какие-то вопросы более, так сказать, детально рассмотрим и так далее. Вот. Поэтому, поэтому, наша задача состоит в том, чтобы измениться, изменить свое сознание и уйти от вот этой модели, вернуться к модели, которая сохранит Землю, которая будет подобна ей, и, так сказать, сохранить свою планету, вот, в первую очередь, это наша задача, и сохранить свою жизнь, жизнь наших детей, жизнь, как говорится, наших потом вообще, жизнь на планете, как таковой, научиться жить по-человечески, а не вот, по вот этому, как это, я не знаю, называется, вот, понимаете? То есть, это не способ существования на планете, это способ уничтожения планеты. Вот. Когда это произошло, что это поразило, это вопрос второй, это можно, так сказать, все это тоже разобрать и, как говорится, рассказать. Вот. Но, на данном этапе, надо постараться создать вот этот информационный ресурс, который бы позволил нам развернуться, потому что, то решение по изменению сознания, которое существует, я еще хочу сказать, что многие, так сказать, пытаются выйти на природу, так сказать, убежать куда-то там, уйти там, подальше от города и все остальное. пока вы не измените сознание, вы поместите нас на самый замечательный остров, на самое прекрасное место. Вы из рая сделаете Израиль. То есть, пустыню и мертвые, моря мертвые, как говорится, все вокруг. Понимаете? Вот. Наше сознание, которое сидит в нас, это главный разрушитель. Главный разрушитель. Понимаете? Можно перемещать тело, можно перемещать его куда угодно, хоть на любую, другую планету, но в результате, так сказать, наше сознание разрушит и другую планету. Оно уничтожит все, что только это. Возможно. Будет уничтожать. Потому что это разрушительное сознание. И только изменив сознание, мы можем изменить свою деятельность. Мы можем изменить все. И в первую очередь, это вопрос выживания. Наш вопрос выживания. Вот. Если человечество сможет это сделать, сможет создать, так сказать, вот, этот фонарь, сможет создать, как говорится, этот ресурс, то, возможно, нам удастся избежать катастрофы. Пока что она неминуема. Эта катастрофа неминуема. Значит, 20 лет я занимался этим, больше 20 лет этим занимался, как говорится, реально меня никто не поддерживал. Ни финансово, я занимался это на свои, так сказать, средства и так далее, и так далее. И как-то хотелось бы, чтобы хотя бы на этом этапе, когда решение уже есть, решение уже есть, но самостоятельно, так сказать, на свои средства все это очень сложно организовать, так сказать, и освещение этих вопросов и так далее. И хотелось бы, чтобы все-таки хотя бы на этом этапе была оказана какая-то помощь. Хотя это не помощь мне, это помощь вам. Потому что чем больше людей узнают об этом, чем больше людей, как говорится, будут информированы о том, что есть выход о том, что как это все, так сказать, делать и так далее, тем больше людей, так сказать, тем легче будет остальным. Понимаете? Тем легче будет остальным. Спасем, как говорится, планету, спасем себя, спасем, так сказать, своих детей и все, и так сказать, всю нашу цивилизацию в каком-то смысле. Хотя не вот эту цивилизацию, другую. вот таким образом так вот у меня есть счет вот у меня еще есть вот емал конкретно да там все перечисляйте средства перечисляйте средства будем так сказать вкладывать в этот ресурс будем развивать эти знания будем информировать информировать так сказать всех людей от всех тех кто хочет вырваться тех кто хочет так сказать изменить как-то свою жизнь изменить так сказать свое сознание а значит так сказать и сохранить вот этот живой мир в котором мы живем все здравствуйте мы продолжаем серию значит сны апокалипсиса и рассматриваем глобальные проблемы человечества вот а в этой части 3 мы рассмотрим значит устройство глобального человеческого организма а глобального человеческого общества как организма и обмен в нем энергии взаимодействие которые там протекают то есть все то что относится к жизнедеятельности в целом планетарного общества значит первая и основная концепция которая сегодня у нас еще существует это концепция пастуха небесного пастуха значит возникла она как я понимаю у кочевников людей которые пасли скот которые занимались тем что ежедневно ежечасно пасли скот вот жили рядом с этим скотом заботились о нем выращивали его лечили защищали так сказать от хищников соответственно и до или и стригли и резали вот употребляли мясо но если представить себе всю эту картину это пастух один может быть семьей где-то далеко в затерянных просторах он один решает что делать со стадом он решает один как распоряжаться так сказать жизнью животных он для них отец родной он их защищает он о них заботится вот в чем его интерес интерес его в том чтобы стадо плодилось и размножалось интерес его в том чтобы лучше испаривались с лучшими и стадо улучшалось с каждым днем вот и становилось все больше прекрасных и высокопродуктивных животных так поступают пастухи и собственники скота и до сих пор ну и соответственно человек такой пастух может быть он даже и родился среди этих животных и дети его там рождались каких-то кибитках и все остальное он живя и взаимодействия со своим стадом он весь мир таким себе представлял он представлял что где-то возможно глядя там в облаках где-то в облаках есть некий небесный пастух который также пасет его его семью и таких же как он соответственно значит все бы было бы хорошо и все было бы замечательно если бы вот эта концепция она работала дело в том что мы уже реально наблюдаем то что стадо человеческое не улучшается а ухудшается что не лучше испаривается с лучшими а часто худшие и часто с худшими а вот что хищники волки а это может там как войны как что-то еще уносит огромное количество стадо и в целом количество порочных животных в стаде растет ну что ж нам пенять на небесного пастуха но мы ведь давно уже с вами не пастухи и не пасем овец это делает только нет небольшая часть нашего общества основная масса нас производственники мы уже даже перешли большей частью от земледели и основное население располагается в городах так может быть концепция пастуха не работает потому что мы стали другими мы попытаемся рассмотреть другую концепцию которая будет существует исходя из нашей деятельности которым мы занимаемся теперь что на сегодняшний день является таким характеризующим нашу концепцию конечно же прорыв в научно-техническом прогрессии в производстве и так сказать создание новых товаров а это как говорится наша так сказать основная линия сегодня да стал возможен благодаря станка станка и как ни странно подшипником это применяется везде и как бы значит используется во всех видах техники является основой и возникла как раз на заре вот наши технической революции значит мы решили небольшую задачку простую вот существует множество разных шариков они различны по своему размеру каким образом мы сможем создать из них подшипник при наших технических средствах единственный способ создания подшипника который у нас существует как мы решаем эту задачу мы возьмем и срежем все крупные шарики до размера мелкого чтобы они поместили свободу чтобы это все не прыгало и не скакал это принцип так называемой модификации или скажем так обобществление но как ни странно этот принцип существует и животноводстве значит вот представьте себе концентрация животных очень большая концентрация животных особенно у нас сейчас в условиях промышленного разведения это здесь существует если там существуют животные разные по размеру то большая разница да то сильные животные забивают слабых отнимают у них пищу и слабые животные постепенно как говорится отстают сначала раз раз в два и как говорится потом перестает вообще расти хороший специалист хороший специалист по разведению этого не допустит он рассортирует животных по размерам по массе значит и создаст равный как говорится клетки равные загоны для выкармливания не будут одни и те же животные ситуация с людьми тоже вы знаете в местах как говорится плотного так сказать концентрации таких как я вам скажу армия тюрьма там еще что-то как говорится там происходит уже самое сильные забивают слабых чем больше концентрация чем больше концентрации тем это вот такой принцип животных организмов тем больше должна быть произведена унификация унификация то есть вся срезка должна быть произведена по маленькому шарику по маленькому шарику или по среднему вот скажем так даже ниже среднего на самом деле тогда как говорится это общество эта система это сообщество сохранится то есть необходимо чтобы потенциал у всех был принципе одинаков иначе произойдет как говорится такая ситуация что либо вот эти сильные захватят как бы власть над слабыми это принцип сохранению общества принцип состоящий в том что общественная система должна должна как быть выровнена выровнена в общей так сказать системе таким образом у нас образуется вот здесь подшипничек которым мы имеем одинаковые шарики которые мы срезали вот срезали срезали а то чтобы срезали это жизненный потенциал речь идет о людях на самом деле а не шарик вот это жизненный потенциал жизненный потенциал срезан для того чтобы создать вот эту единую систему единую систему которая позволяла так сказать вот этим шариком не противодействовать и не вступать как говорится в какие-то противоречия с друг другом а вращаться до вращаться работать в едином механизме вот этот вот единый механизм единый механизм который значит существует и среди животных он существует я имею ввиду вот промышленное наше разведение вот а вы города это фактически ну назовем концентрационные лагеря где очень сильно секс концентрированы и там происходит промышленное производство именно вот поэтому значит эта система эта система существования городских жителей то есть все должны быть унифицированы под один размер чтобы не было противоречия чтобы не было противоречия значит суть всей деятельности что мы берем каких-то сильных слабых там очень слабых или средничков и все подравниваем под один размер вот один что происходит что что это за процесс это процесс умаления то есть процесс умаления то есть мы по малому по малому элементу выравниваем общество в итоге что получается у нас у нас получается потенциал сильных напрочь теряется если мы оставляем тот потенциал потенциал входит в противодействие с потенциалом слабых забивает, да? Ну, такое устройство-система при высокой концентрации вот такие вещи происходят. Вот. В результате что у нас получается? В результате у нас получается общество, которое, которое на самом деле существует за счет того, что значит уничтожает сильных. Уничтожает, потому что сильный для нее, для этого общества это проблема в какой-то степени, да? И общество стремится в конечном счете, стремится в конечном счете к вот этим маленьким шарикам. А вот. То есть наш идеал это маленький шарик. Маленький шарик. Значит, вот таким вот образом, да? Теперь представим себе несколько другую систему. Вот так вот, посмотришь, из какой идет. Вот несколько другую систему. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Что это за система, да? Что это за система? Ну, это система всем, которых в прошлой лекции показывала, это червяк. Зына замечательный червяк. Прекрасный, замечательный червяк. Так. Давайте посмотрим, где в червяке находятся мелкие шарики. Где в червяке находятся мелкие шарики? Вот. В червяке мелкие шарики находятся, очевидно, в верхней части, да? Почему? Потому что при подъеме к верхней части им необходимо пройти через, так сказать, множество препонов. Вот. И так как разве обои М1 и тот же, да? А что такое обойма на самом деле? Что в нашем обществе, что такое обойма? Вот. Если вы посмотрели, что такое обойма, да? Обойма, это, значит, скажем так, все наши установки и законы, все наши общественные, как говорится, так сказать, наши правила определяют размер обоймы, да? Вот. Вот. Сколько вот здесь вот это вот расстояние, да? Соответственно. Сколько вот должен быть размер? Сколько должен быть вот этот среднячок там, который нормальный гражданин, да? Который с повышенным потенциалом, это ненормальный гражданин, это гений, да? Гениев мы уничтожаем, это нормально. Вот. Потому что у них излишний потенциал, они подавляют всех остальных. Остальным же обидно. Вот. Так вот. Вот это вот размер обоймы, да? Если шарик меленький, меленький, он здесь совершенно спокойно гуляет и никаких проблем у него. Он гуляет, на него никто не давит, его никто не прессует. Если шарик крупненький, так далее, средненький, 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 он зажат со всех сторон. Его крепко держат в обойме. Если шарик какого-то вот большого размера, его прессуют. Прессуют, чтобы он был того размера, которому надо. А вот. В итоге этот шарик крупный, все время под прессом. Его давят, его, как говорится, прессуют, его пытаются смолоть. Чтобы он стал среднячком, а может даже поменьше. В итоге шарик может колонуться, конечно, да? Там трещина произойдет, что-то там, катастрофы человеческого сознания там, и человек этот погибнет. Ну, гений у нас молодыми погибает, это нормально, в принципе. Ну и люди с повышенным потенциалом. Вот. Значит, вот это система червяка. То есть, по сути дела, вот этот подшипник, который он мелит, это система червяка. Но вот эти шарики, маленькие, они имеют возможность двигаться куда хотят. Никаких проблем. Абсолютно. Почему? Ну, потому что их ничто не зажимает. У них полная возможность, они как бы даже это. И куда же они поднимаются? Они будут подниматься в любые места. Соответственно, вот если брать, допустим, нашего червяка, да, в котором на верхней части он сужен, значит, а в нижней он как бы расширен, потому что, так сказать, это не самая ответственная часть, это, будем говорить, так, часть, которая грызет, потребляет, а вот, это, они идут, соответственно, вот сюда. Двигаются, это мелкие шарики, а крупные располагаются вот здесь. Средние, здесь они располагаются. Вот потому что у них только есть возможность там располагаться. Вот туда их никто не пропустит, вверх. Потому что там надо пройти через вот эти все, как говорится, сито. И чтобы размер был вот не больше, не больше, а лучше меньше, тогда он имеет больше свободы. Вот таким образом. Вот. И что самое интересное, вот если посмотреть вот эти шарики, шарики вот эти крупные, они работают как зубья, они грызут, грызут планету, да? Вот. Есть замечательная рассказа у Джека Лондона, описывающая то, как сильные люди покоряли страны, какие-то там новые, значит, континенты и так далее, да? И там описываются эти люди, сильные, благородные и все остальное. И у нее там же есть описание о том, как за ними приходят подлецы, вот, уже по их следам, по проторенным, по пробитым трупам, торгаши и, как говорится, значит, спаивают там и растлевают население. Вот. Ну и еще там кое-кто. Вот. Значит, речь идет о чем? Вот они зубья, вот они зубья, вот они впереди благородные и сильные, им только здесь место остается для того, чтобы это... Ну, они обладают самым мощным, соответственно, потенциалом. Они гибнут в войнах, они гибнут на каких-то там покорениях, на прорывных местах, вот, где необходимо, так сказать, прорваться, где-то что-то добыть и так далее, и так далее. Вот. Их потенциал постоянно под прессом, под давлением, потому что они сталкиваются вот с... значит, с системой, так сказать, противодействия окружающей среды. А вот. Значит, соответственно. Ну, а как распределяется вот это все добытое вот в этом... в этой системе? Соответственно, вот у нас здесь вот эта вот группа вот эта вот маленьких шариков, она не сильно большая, вот, потому что, ну, сужается вот это вот место. Сужение здесь, и здесь небольшая площадь, да? Вот. Но у них потенциал маленький, у них потенциал маленький, соответственно. они реально ничего отдать не могут. Не могут отдать. А вот эти, они могут работать как заведенные, они могут, так сказать, пахать, вот. И могут давать много на гора. Много могут давать на гора, да? Значит. Пусть они, может быть, где-то там умственно не сильно развиты, нет у них там образования, что, но они пашут. Они работают, они создают какие-то новые направления и так далее, и так далее. И в результате столкновения с вот этой вот суровой реальностью природы и всего остального, они срабатываются здесь, теряют свои физические силы, теряют, так сказать, свой жизненный потенциал и так далее. Но это как вариант, как зубы своего рода, понимаете? Зубы крепкие, могучие, так сказать, люди, первопроходцы во всех направлениях. О, вот. Но, как распределение здесь идет? Самый интересен вопрос самого распределения в нашей системе и вообще в системе организма. В системах любых организмов существует перераспределение энергетического потенциала. То есть, грубо говоря, скажем так, что вот этот вот принцип унификации, он существует для любого организма. Все клеточки должны быть где-то примерно иметь один и тот же потенциал. Иначе, если возникает разность потенциалов, да, каких-то, то организм разрушается. Понимаете, да? То есть, реально любой организм существует в системе коммунистической. То есть, что значит, что это за система, что это за принцип? От каждого по способности, каждому по потребности. То есть, что? Вот эти люди выдают на гора очень много, они могут очень много дать. То есть, от них берется по способности, да? Да. Вот. А эти люди очень сильно нуждаются. Потому что у них очень низкий жизненный потенциал, и они сильно нуждаются в пополнении своего потенциала жизненного. И, соответственно, они получают по потребности. Вот. А эти не нуждаются, потому что если у них в сравнении вот с вот этими, значительно потенциал выше. Поэтому система, чтобы выровнять потенциалы, чтобы получился между ними знак равенства, этим ничего не дает. Как говорится. А этим дает все. Для восстановления потенциала. Для того, чтобы потенциал между ними выровнялся, вот ведь между этими частями. Понимаете? Чтобы тело, тело планетарного организма, общество сохранилось и было единым. Алло. Значит, речь идет здесь вот об этом вот, так сказать, срабатывании тоже. Что происходит с сработанной энергией, которая умолилась, удалилась, срезалась с вот этих вот товарищей высокопотенциальников. Эта энергия, соответственно, распределяется внутри всего организма. По какому принципу? А по принципу кому, как говорится, она больше необходима. А кому она больше необходима? Она необходима больше низкопотенциальникам. И они ее получают. Почему? Так потому, что у них маленькое давление внутри, у них не хватает энергетики. Вот. И они получают энергию, которую срезали с высокопотенциальником. Понимаете? То есть, получается ситуация замечательная. Мало того, что эти люди работают со страшной силой, да? На общество. И не получают никаких материальных благ для того, чтобы восстановить свое здоровье, порушенное, так сказать, в результате этого. Они еще вынуждены отдавать свою жизненную энергию, психическую энергию, которая, как говорится, тоже поступает этим же товарищам. Потому что у них ее нет. Они нуждаются. Понимаете? То есть, принцип коммунизма существует от каждого по способности, да? И каждому по потребности. Но распределяется он системой. И система стремится к выравниванию жизненных потенциалов. Выравниванию. То есть, жизненные потенциалы выравниваются. Кто здесь все время в проигрыше? Ну, очевидно, высокопотенциальщики все время в проигрыше. Они находятся, конечно, и здесь, и здесь. Стопроцентных правил нет. Вот. Всегда крупные шарики могут, как говорится, и до среднего куда-то звена сюда проскакивать и так далее, и так далее. То есть, там есть такие вероятности. Но чем выше, чем выше сюда, чем ближе сюда, тем вероятность меньше. Потому что зазор, зазор меньше, меньше зазорчик. Вот. Приходится проходить через ситечко. Ситечко, как говорится, вот это ситечко. И оно не позволяет сюда проходить. Вот. То есть, это... Она система как бы и механическая, и она органическая. Она будет работать во всех отношениях. И это фактически работает система, как живой организм. Она работает, как живой организм. Понимаете? То есть, и работает она на принципах Вселенной. И те люди, которые на протяжении многих лет как-то вот пытались там вот ее победить, или думали, что коммунизм можно создать вот, так сказать, вот на этом принципе. Все, принцип уже работает. Он работает во Вселенной всегда, непрерывно работает. А вот. Здесь только есть одна деталь в этом во всем принципе. Что вот эта вся система, вот эта вся система, она движется, у нее направление движения вот туда. То есть, мы все постепенно, вот отсюда начиная, стачиваемся до, как говорится, низкого потенциала. До низкой вибрации. То есть, мы идем куда? Чем человек ниже вибрирует, чем человек ниже вибрирует, тем он опускается в более низкие, так сказать, слои. Тем меньше в нем человеческого. Грубо говоря, токарный станок срезает постепенно с нас человеческое. И мы становимся все, как говорится, ближе и ближе, ближе и ближе. Ну, древние называли это ад. Ну, наверное, к аду становимся ближе. То есть, мы движемся куда-то, вот как в состоянии черной дыре. Вот это, к черной дыре, туда. Понимаете? К гибели движемся. Понимаете, ситуация какая? Так? Значит, ну и соответственно, мы тащим и планету, которую мы обрабатываем, туда же. Значит, что может сказать о строении человека, да? Ну, так, мы условно разберем такой принцип, простейший. Видно будет? Там нет, не очень. Вот. Значит, человек условно будет состоять из трех. Не, не видно? Так, ну, тогда это, я не знаю, что сделать. Посмотрю здесь, нарисую. Вот. Из трех оболочек. Ну, мы их так условно нарисуем. Вот. Из трех. Первая оболочка, это оболочка, скажем, энергетическая. Я в порядке стачивания нарисовал, да? Энергетическая оболочка, которая отвечает за мышление, за творческие способности, за какие-то, скажем так, гениальные и неординарные, и еще-то так далее, так далее, так далее способности. То есть, это как бы избыточная энергия. Так? Назовем так. Вторая, это физическая. То есть, это физические силы, здоровье человека, и так далее, и так далее. То есть, а вот. И третье, самое центральное ядро, так называемое, да? Это физминиум. Это минимум, который человек, при котором человек остается живым, здоровым, более-менее. Вот такой физминиум. То есть, вот это количество энергии ему необходимо крайне, чтобы выжить. Крайне интересно, как говорится, где находится сейчас токарный станок, какую оболочечку он сейчас сточит. Явно, что вот эту оболочечку он уже сработал. Очевидно. Мышления у нас, как такового, нет. И мы думаем, что мы думаем, но на самом деле мы занимаемся большей частью комбинаторикой, предложенным нам решением. Это не мышление, это вариант перебора каких-то вещей. Всё. Значит, по поводу физической. Что у нас общество физически здорово всё? Нет. Значит, эта оболочка тоже подсработалась. Подсработалась эта оболочка. У нас остался вот тонкий слой от этой оболочечки, тоненький слойчик. И уже резец, резец на некоторых уже начинает срезать, уже физиологическую норму начинает срезать. Появилось много больных людей. Больных, убирающих, так далее, так далее. А сейчас особенно, да? То есть, грубо говоря, мы подошли к определенному моменту. Что символично вообще в нашей системе существования, да? Мы занимаемся чем? Мы берём ископаемых, да, разрушаемых и получаем из них энергию, да? Так? И ископаемые у нас уже кончаются. Но по-другому получать энергию вот эта система не может. Вот. Ну вот есть ископаемые нефть, ископаемые там, как говорится, уголь, ископаемые что-то ещё. А есть и такой ископаемый человек. Вот этот вот, высокопотенциальник. Явно он создан не вот в этой машине разрушения. Он создан был когда-то раньше. Когда-то раньше, так сказать, возник. И сегодня эта ископаемая тоже заканчивается. Потому что резец поехал уже по физнорме. Понимаете? Вот. И у многих загорелась красная, как говорится, шкала. Опасна для жизни. И несмотря на то, что у нас вот сейчас вот отсутствует энергия для того, чтобы запустить процесс мышления. Но в условиях, как говорится, крайней опасности, многие начинают пускать этот процесс. А выхода другого нет. Вот. Интересен ещё такой вопрос. Насколько долго вообще может вот этот вот процесс продолжаться, связанный с сработкой человека? Насколько долго? Ну, наверное, только вот как раз вот до чего он и дошёл уже сейчас. Этот процесс. Вот. И всё. И дальше уже всё. Дальше уже только смерть. Смерть. То есть вот эта система, она как бы доточила шарики до, скажем так, до сердцевины их. Дальше у них уже, у этих шариков их стачивать нельзя. Да, шариков много. Миллиарды шариков. Но доточены все до сердцевины практически. Понимаете? И шарики начинают бежать. В разные стороны бежать. Ну, вот по побеге мы ещё поговорим. Интересен здесь другой вопрос. А вот. Интересен вопрос. Социализации. Вот этот вариант срезания высокопотенциальных шариков и поступление энергии, энергии, вот срезанной с потенциальных шариков, в общую энергию социальную, в общую энергию общества. То есть, понимаете, всё общество запитывается от вот этих высокопотенциальных шариков, ну, от выше среднячков. Ну, сейчас уже от среднячков, я так считаю, запитывается. Вот. И чем человек ниже имеет потенциал, тем больше он получает энергии. И у него, понимаете, у него бесконечный источник энергии. Он может быть активен, как угодно, потому что это не его энергия. Это энергия других. А те другие рядом, допустим, даже те же среднячки, ничего не получают. Это как минимум ничего не получают. А ещё их и пытаются срабатывать. Ну, а уж про тех, кто имеет высокий потенциал. Их, для них выгоды в этой социализации никакой. Их только дуэн стригут и режут. Без всякого фактического вознаграждения. Да как можно компенсировать жизненную энергию? Как можно компенсировать жизненную энергию? Сколько стоит жизнь? Непонятно. Этот же принцип, энергетический, энергетический принцип, лежит в основе всего. Так же, как любой энергетический принцип лежит в основе банков и всего остального, и денег, и так далее. Так же распределяются и деньги в этой системе. Так же, они в этой системе, деньги так же распределяются. Так же, как и энергия. Понимаете, тот же принцип сохраняется. чем хороша вот эта система она работает во всех направлениях в деньгах пожалуйста в экономике пожалуйста в любом направлении потому что эта система это истинное положение общества истинное его состояние когда у нас те кто и обладает низким потенциалом движутся наверх и занимают верхние позиции почему? потому что так устроено общество потому что так устроен вот этот общественный организм потому что этот организм идет не к процветанию идет к смерти понимаете? то есть этот организм срабатывается на ноль там вот здесь вот самая вот задняя часть здесь ноль черная дыра понимаете? то есть мы стремимся к черной дыре смерти и поэтому вот этот принцип вот эти все коммунистические которые якобы должны работать обеспечивать справедливость они не работают то есть они работают но справедливости нет понимаете? почему? потому что вся система существует что полезных ископаемых что это? для разрушения разрушения и в частности процесс разрушения уже в обществе дошел до такого уровня что сегодня теряется управляемость в обществе потому что недостаточно поступает энергии вот от этих шариков маловато стало ресурс закончились человечки да? то уже управляемость падает это видно в обществе падает управляемость значит что можно еще здесь так сказать сказать по вот этой системе система это это здесь вот этот вот потенциал сам по себе сам потенциал вот этот маленький потенциальчик он как бы это и умственный потенциал сами понимаете да? это и умственный потенциал и вот здесь у нас наука где-то у нас вот тут будет находиться она хорошо наверное как-то вот тут где-то будет находиться наука да? у нас управленческая вот эта часть наука и все остальное да? вот реально мы ждем что-то от низкопотенциальников да? мы ждем что-то что они примут решения что они что они какие-то Решение нам примут, что-то сделают, что-то какое-то придумают, что-то умное. А у них нет потенциала. У них нет потенциала для этих решений. Понимаете? Да, имея низкий потенциал вот здесь, они, соответственно, всю жизнь не напрягались особо. Закончили учебные заведения. Были хорошо обеспечены. И за счет этого потенциал они, как говорится, имеют. А вы киньте их. Производство. Заставьте их пахать. И вы увидите, что у них никакого потенциала реально нет. Эти люди не способны работать. Почему? Потому что у них нет потенциала. И ни вина их в этом нет. Просто ну вот так вот. Вот так вот. Понимаете? Вот это сито, сито их вот это, оно их просеяло. И вот они вот так вот выстроились. И здесь не мы с вами как бы решаем этот вопрос. Это вопрос вселенский. Вот так вот у нас выстроено общество. Понимаете? Вот так оно выстроено. А мы ждем от них, от тех, кто не может решить ничего, потому что не имеет потенциала. Вот от них ждем. Ждем, что они что-то сделают. Они не могут. Поймите, они не могут. И никогда они не были творцами, потому что у них нет творческой энергии. У них нет, у них вот эта вот оболочка, если она существует, она очень тоненькая, она очень маленькая, потом у них физиологически, у них все очень мало. Они не имеют, как бы по изначальной системе строения своей, не имеют для этого потенциала, для творческой энергии, для того, чтобы творить. Они не могут его накапливать. Они, их тоже когда-то в предыдущее время подработали токарным станком. Их тоже когда-то помололи. Здесь нет ни правых, ни виноватых. Просто, как говорится, так вышло, что мы движемся к нулю, к черной дыре, к смерти. Вот так получилось. Не знаю, как говорится, когда это произошло, хотя, в принципе, могу предположить. История у нас хоть и перебрана, но имеет возможность, так сказать. Вот. Таким образом, то, что мы ждем от них, всех вот этих самых, это бессмысленно. Единственный, кто может что-либо сделать, находится вот здесь. Хотя вот тут, на острее, люди тоже сильно потравмированы. И они навряд ли, у них нет у многих образования, они не понимают, имеют, допустим, потенциал повыше, но у них нет образования, они не знают, как это вот делать. Вот это вот средняя часть, которая, может быть, имеет какое-то образование, имеет хоть какой-то жизненный потенциал и способна что-то творить. Вот эти вот могут быть что-то. Хотя человечество, высокопотенциальники разбросаны. Разбросаны вот в человеческой массе. Они как бы являются структурными единицами нашего общества. То есть, если так вот показать, то вот находится один высокопотенциальник, да, и вокруг него концентрируется много-много вот шариков-летучек, которые на запах силы, на запах энергии, который исходит от него, они притягиваются. Сами они создавать ничего не могут. И образуются вот такие вот связи, социализации. Они его сосут, но при этом он, он держит всю эту структуру на себе. Понимаете? На себе эту структуру держит. Уйдет он, все рухнет. Вот эти люди до сих пор думают, что они, они делают какое-то дело ценное и сохраняют вот эту систему, сохраняют ее. Это они ее сохраняют. Не власть, нет. Они верят в то, что они делают какое-то ценное дело, удерживая вот эту структуру, являясь структурными элементами, собирая вокруг себя огромное количество вот этих вот слабых, как говорится, людей. Они держат общество. Они титаны, которые держат общество. Понимаете? Их сосут, их сжирают насмерть, а они продолжают бежать. Вот это подвиг называется. Вот. Что могут эти люди? Ну вот если мы понимаем, что ресурс человека уже закончился, человечки, их осталось очень мало, эти люди могли бы осознать, и они сейчас тоже просыпаются, они проснулись, они, наверное, уже давно не спят, а вот могли перестроиться в другую систему, в систему не уничтожения человека и планеты, и всего живого, да, а в систему, которая противоположна вот этой системе направленности, в систему, где шарики не подрабатываются крупные под мелкие, а наоборот, где мелкие шарики постепенно восстанавливаются до крупных. Да, это длительный процесс, подрабатывать проще, быстрее, потому что это система разрушения, падать вниз проще, понимаете? Проще падать вниз. принцип падения вниз, он элементарен. Эта система умаления, она проста. Вот, скажем так, это в виде ступеньки можно изобразить. Вот вы находитесь на этой ступеньке, но потеряли энергию, да? Ну, это можно представить так вот, как вариант. У вас, вы купите деньги на самолет, и готовы его купить, но у вас денег не хватает. В конечном счете, вы думаете, ладно, и покупаете машину, крутую машину, и на этой машине вы ездите, и у вас еще денег хватает, как говорится, еще там остаются, и так далее, да? Но при этом, при этом, как говорится, вы не летаете, вы ползаете. Здесь тот же самый принцип. Находясь на более высокой ступени вибрации, вам не хватает энергии. Ну, сработал станок ее там, или, как говорится, кто-то высосал с вас энергию, да? Вы делаете что? Вы самоунижаетесь и опускаетесь на вот эту ступеньку, на вот эту ступеньку опускаетесь. И здесь вашей энергии сверху достаточно. У вас еще ее украдут еще дополнительно. Понимаете? У вас ее еще заберут, и вам самим хватит. Понимаете? Но при этом вы более низко вибрируете. Вы уже стали ниже, вы стали низменнее. И двигаетесь туда. Вниз. Превращаетесь постепенно вот в это вот мерзкое существо. Но зато у вас энергия вот на данном этапе. Поэтому, может быть, удовольствие, а тут, когда вы получаете, вот переходите на эту ступень, вы получаете, конечно, взрыв энергетический, да, вы получаете... И вам кажется, что вы получили энергию, а на самом деле ничего вы не получили. Это обман. Но удовольствие вы от этого получаете. Поэтому, как говорится, неудивительно, что даже жертва получает удовольствие, когда ее, как говорится, кто-то ест. Это ученые устанавливали, да? Вот. Так и тут. Удовольствие такого же принципа, то есть, опускание на нижнюю, так сказать, ступеньку, самоунижение, унижение, превращение, так сказать, в незменное существо, оно дает энергию. Позволяет, так сказать, восполнять свои запасы, восстанавливает физно, и так далее, и так далее. Вот. То есть, и дает некое удовлетворение. Временное. Но опять же, новые чувства. То есть, как бы, вы начинаете более там какие-то плотские удовольствия и так далее получать от этого. Вот таким образом. Вот так вот. Вот. Сегодня, сегодня, сегодня ситуация такая, что раз человечков, человечков стало мало, объем жизненной энергии в обществе падает, значит, и мы подошли к вот этому моменту физминиума, физминиума, возникает такая ситуация, что люди начинают это ощущать и пытаются защититься от того, чтобы потерять энергетику. Защититься. Ну, как защититься? Ну, создать некий кокон, который бы не позволял воровать, так сказать, у них энергию. То есть, отделиться от этой социализации. То есть, у нас, видите, сейчас формы общения дистанционные становятся. Значит, мы стремимся, как говорится, уйти от каких-то таких прямых контактов, да? Вот. Теперь, если раньше, ну, помните, кто ездил на автобусах, да? Вот вы ехали в автобусе, автобус забит народом, как говорится, вы приезжаете, вылазите из этого автобуса, вот, и ощущаете, что вас как будто высосали. А, ну, просто перераспределился потенциал, понимаете, все уставшие, там, с работы, или даже, неважно, может, и на работу ехали с низким потенциалом. Вот. А вы свой потенциал потеряли, ну, он распределился на всех остальных. Вроде там ничего такого не происходило, но, что ли, в итоге люди пытаются создать? Собственные машины создают. Это кокон, защитный кокон. Это побег, понимаете, побег от того, чтобы вас высасывали. Побег из матрицы, побег. Своего рода, как говорится, вот. Бегут люди из городов, да? То есть, это было одно, второе, третье, значит, варианты, когда там сначала садоводство, потом, значит, гектарники, это еще до анастасийцев, да? Были, потом, значит, сейчас это анастасийцы, там кто-то еще родоверы, там много народу, все бегут, бегут. Бегут, пытаются создавать коконы, дома какие-то, коттеджи строят, чиновники воруют, чтобы построить себе коттедж. Почему? Защитить свою энергетику, защитить, спасти, спасти от токарного станка, от высасывания, понимаете? Жизнь свою спасти, но это все происходит на инстинктивном уровне. Это все происходит на инстинктивном уровне. Проблема гораздо глубже. Вот он подшипничек, замечательный наш подшипничек. Как вы думаете, что вот это такое? А это у нас наружная матрица. То есть, все, что мы видим. Наши дома, квартиры, обстановка города, что-то еще и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все проявленное. Все какие-то произведения искусства, какие-то творения, все, что мы видим, и так далее. То есть, то, что проявлено. Все, вот эта вот матрица, она вот такая, какая-то тут записана на ней что-то, вот на этой матрице. Вот. А что же это такое? А это матрица ума. Она находится у нас в голове. Ну, или не в голове, но, в общем, есть у нас матрица ума. На ней тоже все записано. То, что нам запихали за жизнь, тоже все записано. И она тоже записана, вот так вот все это торчит, все это. А где же мы с вами? Где же наша жизнь? А наша жизнь находится вот тут. Мы как шарик мечемся между вот этими вот системами, между матрицами. Матрица ума посылает нас что-то делать. Мы попадаем на матрицу, соответственно, проявленную. Начинаем что-то делать. Матрица проявленного, как говорится, дает нам, на нас сигнал. Мы отскакиваем к матрице ума. И так вот мы мечемся вот в этом самом. То есть вот в этом вот пространстве, вот в этом пространстве проистекает наша жизнь. Здесь мы многократно мечемся между вот этими двумя матрицами. Мы сейчас обсуждаем план побега. Да? Серьезного побега. Вот, как говорится, одна стена тюрьмы, вот вторая стена тюрьмы. А вот. Что делают те люди, которые бегут на природу или еще куда-то? Да, они убегают от этой матрицы. От вот этой матрицы они убегают. Так. Убежали, да, частично. Но внутренняя матрица осталась, а там во внутренней матрице привязки все социальные и всякие разные. И они туда тянутся. И у вас, может быть, не сосут на прямую энергию, но она происходит по-другому. Там чуть-чуть другие способы есть. То есть вы реально удлинили свой поводок. Да, вы убежали, но поводок остался. Он в беженках. Никуда вы не убежали. Поэтому все вот эти побеги, которые были сначала с садоводами, потом с гектарниками, теперь с Анастасицей, они ничем не кончатся. Почему? Потому что остаются. Все равно. Они все равно в тюрьме. Тюрьма-то осталась. Да, вы не видите ее стен. Но это вот какошенник там в фильме есть. Да, какошенник. Существует он. Все равно. Да, вы убежали, ну и что, какая разница. Не имеет никакого значения. Понимаете? Вы все равно как были разрушителем, так и остались. Вы все равно в себе несете вот эту систему. И вы думаете, как говорится, вам удастся преодолеть его. Да, в какой-то степени отсутствие вот этой матрицы позволяет разобраться с этой. Почему? Потому что энергии больше становится. Вы попали на природу, у вас больше энергии. другой вид начинается воздействие на внутреннюю матрицу. Без сомнения. Но недооценивать внутренние матрицы нельзя. Потому что, ну как бы вот если смотреть на опыт предыдущих побегов, в общем-то, они большей части неудачные. то есть, грубо говоря, придется открыть глаза. Ну вот, больно, неприятно. Многие не хотят открывать глаза. Почему? Ну потому что это унижает их достоинство. Они не хотят видеть то, что сотворило человечество. То есть, ну в общем, что мы все сотворили. Потому что вот в этой гигантской, которая, так сказать, вот этом червячке, или назовите это яйцо. Вот, кстати, замечательная сказка о курочке рябе. О курочке рябе, да? Я долго не мог ее расшифровать и понять вообще, что это за сказка, какая-то глупость. Появляется золотое яйцо, люди пытаются его разбить. Какой идиотизм вообще? Зачем золотое яйцо бить? Ну как-то, вы приспособили его? Вот. Но проблема состоит, что тупость наша, она неисчерпаема. Токарный станок поработал. Мыслительный способ маловато. Яйцо не золотое. Оно видно там, да? Зло то яйцо. Понимаете? Зло. То есть вот, ну, нашу червячкам уже с этим яйцом, он по форме одинаковый, похож в принципе. Вот представьте такое, возникло зло. И теперь это яйцо, как бы, люди пытаются, кто-то там пытается уничтожить. Ну вот, вы видели вот эту матрицу, да, которую рисовал вот эта червячка? Когда он приводил, миллиардами, белок, да? Один товарищ мой любит выражение, белок, да? Представьте себе, такая каруселька, белочки, миллиарды крутят. Попробуйте ее остановить. Не получится. Многие пытались. У нас огромное количество социологов, писателей, тома литературы на то, как сделать там революцию, что-то изменить. Все, ничего не вышло. А почему? А потому что большой привод. А в сказочке сказано, били-били, не разбили. Ну, наверное, не слабые были, но что-то разбить не смогли. Какое-то яйцо, да? Интересно, да? О снах апокалипсиса яйцо, кольцо, яйцо, кольцо, яйцо, кольцо. Что, яйцо или кольцо? Там тоже кольцо били, не разбили, не получилось. А вот. И там били, не разбили. Ну, а вот мышка, мышка раз, хвостиком, видимо, время пришло, чик, и разбилось яйцо. Все, никаких проблем. А вот. Так вот, время пришло. Понимаете? Ресурсы исчерпались, ресурсная стена на нашем пути. Вот. И токарный станок подработал, подработал нас уже до дальше некуда. Так? Или мы проснемся, или нам смерть. Ну, кому-то какая-нибудь. Каждый сам выберет, это не проблема. Вот. Но, главное здесь другое. Главное то, что остановить эту систему, вот представьте себе, мощная система, управляемая вселенскими законами. Закон такой замечательный, от каждого по способности, каждому по потребности. Перераспределение энергетической потенциала, об обществлении, такая общественная система, все, перераспределение вот этой жизненной энергии внутри. Каждому, понимаешь, кто нуждается именно, да? Вот. Усреднение потенциала, то есть, все выравнивается, да? Вот. Попробуйте такую систему установить, какими-то примитивными действиями не выйдет. И древние говорят, что не получается. Но приходит момент, и когда система это исчерпывает свой ресурс. Она для чего-то возникла, она что-то делала, да? Ну, как бы, судить мы можем, ну, мы можем говорить, это зло, да? Ну, хорошо, это зло. Но, это такое глубокое планетарное вселенское зло, и остановить его можно только в определенный момент. Вот сейчас этот момент настает. Настает этот момент, когда, значит, ресурсы все исчерпались и колесико начинает останавливаться. Начинает вращение останавливаться, понимаете? А вот. То есть, мышка, она уже хвостиком задела. Итичка. Теперь надо нам простое яичко, которое бы развивалось по нормальным законам, не по законам разрушения, а по законам созидания, по законам творчества. Сделать это могут только высокопотенциальники. Ну, и среднячки, понятно, мы сейчас не знаем, кто есть кто. Понимаете? Это как бы, вот этот вселенский закон, вот эта вся, как бы, система взаимодействий там решит. Мы не можем этого решить. Понимаете? но суть состоит в чем? Для того, чтобы вырваться из вот этой вот, как говорится, системы, мало убежать на природу, мало там спрятаться где-то, мало там создать в себя какую-то обстановку и так далее, и так далее. И даже мало как бы там как-то изменять сознание просто. Вот, кстати, вопрос изменения сознания. Ну, говорят, я спрашиваю, ну, а когда мы будем сознание менять? Ну, мы меняем сознание уже. Все, уже давно. То есть, вот там первая часть, вторая, да, и вот эта третья. Мы меняем сознание. Смысл состоит в том, что вот это и есть изменение сознания. А что ждать? Вот оно и есть. Правильные установки меняют сознание. Обычное дело. Ничего сложного. То есть, смысл состоит в том, что вот эту матрицу, вот с этой проще, мы ее видим, да, мы там можем что-то изменить. Хотя, конечно, с ней тоже работать обязательно надо, да? Но про эту забывать нельзя. Работать с ней значительно сложнее. Почему? Потому что если все то находится вокруг нас, мы как-то там можем изменить и все. И нам это понятно и видно и ясно. то с этой работать сложнее. Есть такой момент. Такой момент, он состоит в том, что тяжело, тяжело признавать то, что мы сделали. Почему? Ну, потому что каждый человек себя считает хорошим и замечательным. Это другие плохие. Это там они плохие дядьки. Где-то там вверху какой-то пирамиды, кстати, это там систему можно тоже пирамидой называть. Где-то там что-то замыслили. Проблема состоит в том, что эти дядьки даже потенциала не имеют особо там как-то мыслить. Они мыслят в каких-то мелких, плоских масштабах. да, они что-то там делают, да, они что-то там мысли, что-то там в своих размерах затевают, но на глубокий какой-то такой синтез они не способны. Ну, так вот, нам удобнее думать, что это кто-то, а не мы. Это злые люди. Украли у нас одежду, украли нас полностью, а мы здесь ни при чем. Мы замечательные. А почему мы так? Почему так происходит? Ну, потому, что наше сознание, сознание, подсознание, оно убегает от катастрофы. То есть, если мы себя начинаем считать нехорошим человеком, кем-то там отвратительным, да, то рушится наша личность. Она погибает. Она самоуничтожается. Ну, так устроен вселенский закон. Это как бы вот закон кармы своего рода, да? И мы стремимся убежать от этого. Стремимся не признать то, что это мы мусорим. Это то, что я сейчас два ведра отнес и вывалил мусор. Да? Потом, знаешь, ходил в туалет и так далее, и так далее, и все остальное. В общем, оставил на планете хороший след. А сейчас я сижу мысленно и мысленно чищу планету. Мысленно чищу. Так учат великий гуру. Надо чистить планету. Мысленно. Но правда состоит в том, что мусор твой где-то есть и все твое оно где-то существует. А то, что ты там мысленно числишь и представляешь себе в голове, это как говорится уже проблемы другого характера. А вот. Поэтому для того, чтобы пробудить сознание, пробудить сознание, нужно принять реальность, какая она есть. Вот это подвиг. Это тяжелый подвиг. большинство, многие, очень многие, не в силах принять то, что мы делаем. То, что мы все в этой вот гигантской карусели, я не знаю, червей, яйце, как хотите, назовем, крутим и уничтожаем самих себя и свою планету. Понимаете? Что мы согласны с ней, что мы внутри нее, и что мы вот это все пределом, потому что это такая общая огромный организм. Мы являемся частью и мы находимся в состоянии обмена, понимаете, энергетического, товарного, какого хотите, вещества там внутри этого организма. То есть мы его часть. И для того, чтобы пробудился разум, нужно признать то, что мы делаем. Признать пока вы врете себе, пока вы себя обманываете и гладите, пока вы себя, как говорится, ведете против истины, ваше сознание не пробудется, потому что черная точка лжи существует в вашем разуме и ваш разум спит. Вы, как медуза горгона, которая боится взглянуть в зеркало, потому что она несет смерть, она несет энергетику, как говорится, уничтожения, окаменения. Вы боитесь на себя посмотреть. Да, это страшно признать, что мы какие-то нехорошие, но для того, чтобы пробудить разум, это придется сделать. Придется подумать и признать. Признать для того, чтобы освободиться, для того, чтобы разрушить вот эту внутреннюю тюрьму. Понимаете? За того, чтобы разрушить вот эти все устои, которые там существуют. значит, сегодня мы продолжим говорить о, так сказать, глобальных проблемах человечества и сам поговорим о более, так сказать, остановимся детально на таком явлении, как матрица, система или как там еще можно назвать вот рассмотрим детально, что это из себя представляет значит вот два круга. Это первый круг, это значит проявленная матрица, вторая это матрица ума, ума, так, или ну можем назвать это виртуальный мир построенным умом. Что такое проявленная матрица? вот значит это соответственно все то, что мы видим вокруг нас. Тут может быть гигантское количество слоев на самом деле, то есть это можно сказать это матрица планеты земля, затем конкретная местность где вы живете, конкретная обстановка в которой вы живете, то есть я имею ввиду дома располагающиеся вокруг кто-то еще, затем это конкретная обстановка вашего дома и затем это в конечном счете скажем так ваша рубашка, ваши там какие-то штаны, брюки и так далее и так далее и все остальное даже в принципе волосы и все то, что вы можете видеть реально снаружи все то есть вот это матрица это как слои штукатурки один за другим понимаете из них складывается все вся проявленная матрица потому что здесь нет 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 деталей не важных от того как вы одеваетесь как вы значит в том числе даже и двигаетесь и так далее и так далее и так далее проявляетесь в этом мире соответственно зависит вот эта матрица от того какой ремонт вы сделали какие у вас обои и так далее то есть соответственно это оказывает влияние на вашу внутреннюю матрицу соответственно ума но и она вот она тоже оказывает влияние на так сказать все что вот вы на самом деле вокруг себя сделали каким образом вы оделись каким образом вы создали какой то свой уют купили какую машину и так далее на все это, на все проявленное то есть ум влияет на проявленную матрицу на проявленную матрицу и матрица проявленная влияет на матрицу ума вот таким образом ну а что находится внутри вот этой матрицы ума так называемое внутри вот этого мира который, так сказать, построен матрицы, так сказать, ума будем называть так это обстановка обстановка здесь тоже своего рода есть как-то мебель, что-то еще некая обстановка как вы себе представляете как устроен мир понимаете здесь есть некий назовем его генератор некое подобное солнце вот некое подобное солнце который, соответственно, просвечивает все это просвечивает все это но, скорее всего, он даже не так расположен а он несколько больше вот так вот возьмем и вот он светит во все стороны вот таким образом просвещает все то есть он сканирует все пространство через вашу через вашу, так сказать матрицу, которая находится в вашем уме то есть вот через ту обстановку через тот мир, который вы создали внутри он смотрит он смотрит на вот этот мир то есть вот он смотрит на вот этот мир туда вот он смотрит соответственно, да? вот и он как говорится видит этот мир только через вот эти вот окошечки через вот эти окошечки и если эти окошечки сосредоточены вот мы берем такое понятие как бы мы назвали с товарищами его черная точка когда вот существует прозрачный шарик, да? он как кристалл проницаем и ничего не искажает то есть если вы видите мир такой, какой он есть, да? и не ставите себе табу какой-то там что-то, какие-то ограничения нет, я не буду это мне неприятно я не хочу на это смотреть вот как только вы начинаете это говорить у вас шарик становится наполовину черным ну или на какую-то часть не суть важна не на половину на треть зависит от того насколько это табу стоит или какого-то другого цвета а вот и вот это вот это табу вот это мне нельзя а здесь я не хочу понимать а это оскорбляет мое достоинство а тут я считаю что это не так и так и вот из этих вот ваших табу как говорится чего-то еще каких-то преддотехзамых каких-то там установок которые кто-то установил но вы их не проверяли нет но кто-то установил кто-то сказал очень авторитетный а в чем его авторитетность в чем авторитетность вот этих гуру которые нас научили а они научили нас через вот это ну слушайся Подчиняйся. Вот. Через страх. Они вбили это страхом. И самая большая авторитетность их состоит в том, что они сумели нас убедить, что они авторитетны. Что они имеют вес. Мы практически это не проверяли. Большей частью в 100 случаях. Ну, может быть, в 99. Поэтому у нас в голове, вот именно в этом мире, этот мир в основном состоит из установок. Установок, которые большей частью мы не проверяли. Которые нам по умолчанию воткнули. А мы и, в общем-то, не стали их проверять. А зачем? Нам некогда, мы заняты тем, 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 тем. То есть у нас получается такая система, что нам, наш внутренний мир, наш, через что мы смотрим на мир, выстроил кто-то другой. Какие-то авторитеты. Как его разрушить? Как изменить? Потому что, если вы будете смотреть на этот мир, а этот мир 100%, он по умолчанию 100%, потому что эта вся информация, вот эта, которая через гуру-гуру-муру поступает, это одна бабушка сказала другой бабушке, а та бабушке сказала третий, и потом десятый. И в оконцовке получается у нас эта информация из десятых или пятнадцатых рук. И отношение к реальности, она не имеет никакого. Но, самое страшное, с людьми происходит, когда они с непроверенными вот такими знаниями, вот такими знаниями своего рода, куда-то попадают в серьезную сложную ситуацию. И что происходит? Катастрофа сознания. Я думал, это так, это оказалось не так, а когда от этого зависит ваша жизнь и здоровье, то это ретальный исход. Значит, для того, чтобы избавиться от этой ситуации, нужно все перепроверять. Это понятно, да? А что получается, когда мы имеем вот такие вот табу, и все остальное, на нашем окошке, через которое мы смотрим на мир, поток, двигаясь от нас, вращая эти шарики, показывает нам что? Кто-то говорит мультики, кто-то говорит там иллюзию. Не суть важно что. Но нереальный мир, нереальный мир. Искаженный мир, понимаете? И мы, соответственно, воспринимая через свой ум, вот здесь вот, вот здесь вот, через вот эту информацию, которая вернулась, через вот это вот окошечко, назад вернулась, значит, мы И на основании этой искаженной информации, которую мы восприняли через вот это окно, через вот эту вот обстановку, через матрицу ума, мы выстраиваем вот этот мир. Мы выстраиваем вот этот мир. Понимаете? Получается такая, опять же, кольцевая система. То есть, по сути дела, кто строит этот мир? Кто строит этот мир? Этот мир строит вот эта система. И поэтому говорят, да, кто управляет сознанием, умом, кто способен, так сказать, воткнуть человеку, так сказать, какое-то там мировоззрение, тот и управляет миром. Тот всё создаёт, по сути дела. А удобнее всего втыкать, когда, значит, перед тобой беззащитный ребёнок, вот, запугал его, пригрозил ему двойкой там или ещё чем-то, и поткнул знания, за которые ты отвечать не собираешься. Воткнул. 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 Если вы начинаете во что-то верить, то это отказ от разума. То есть, ну, скажем так, у нас сегодня такая ситуация, я уже говорил об этом. Скажем так, мы летим в самолёте, который, как стало ясно, направляется в гору, но мы не умеем управлять этим самолётом. Мы все находимся в состоянии практически сна. То есть мы спим. И научиться в состоянии сна управлять самолётом мы не можем. Некоторые пытаются ещё глубже заснуть, чтобы не слышать, как говорится, и не видеть ничего. Другие пытаются, как говорится, общаться с самолётом, молятся на него, приносят ему какие-то дары, подношения и всё остальное. И только единицы пытаются изучить инструкцию, как же управлять самолётом. Так вот, те, кто хочет выжить, есть только один путь. Научиться управлять самолётом. Потому что на автопилоте мы однозначно разобьёмся. А вот. Самому научиться. Понимаете? Потому что в этой ситуации находятся все. Все, каждой отдельности. Поэтому самый главный, самый главный, как говорится, самый главный, так сказать, сегодня судья, цензор, там, как говорится, исследователь, там, то есть вы за всех. Вот. Вы и есть самый главный. И только вам определять, как, что, никакой гуру не может определить. Не верьте никаким гуру. Только так мы сможем вот уничтожить вот эти вот системы. Только так. Проверили. Проверили. Поняли, что это не так. Поняли, что не так. А именно, как говорится, разум идёт через понимание сознания, идёт через синтез. Через создание нового мира. Это творчество. Разум — это творчество. Это не вера. Вера — это вращение вокруг одной системы. Кол давать. Кол — крутиться. Кол давать. Верили. Или вращаться. Вращаться. Вращение — кол давание. Это одно и то же. Вы вращаетесь вокруг одной системы, ходите и говорите, а-а-а, там что-то, какие-то стороны. Не важно, вокруг костра или вокруг, как говорится, идола или вокруг, как говорится, чего-то другого. Это всё одно и то же. Вся одна и та же система. Поэтому существует только один. Если хотите проснуться, надо просыпаться. Надо просыпаться, надо включать разум. Это очень тяжело. Мы никогда не включали разум, вообще никогда не думали. Некоторые думают, что не думали. Но это, в основном, мы с вами занимались комбинаторикой, перебиранием тех решений, которые нам уже сюда напихали. Нам говорят, объединяйтесь. Вот это решение здесь забито. Надо объединяться. Ну, вот я в предыдущей лекции объяснял, что всё делается за счёт высокопотенциальников. Низкопотенциальники их высасывают в системе социализации. Возможность объединиться – это возможность высосать ещё одного высокопотенциальника. И выплюнуть его. Как, там, я не знаю, раковую шейку, как креветку, как что-то ещё. Потому что принцип, принцип, вот, состоит вот он в чём. Вот есть он высокопотенциальник. Он, как солнышко, раздаёт сюда энергию. А в нём она наполнена, он наполнен энергией, он, так сказать, она с ним уйдёт, да? Кому-то её не хватает. И вот они на запах силы, вот они прут со всех сторон. Облепляют его, облепляют, облепляют. Вот вокруг него создают некую систему. В конечном итоге образуется своеобразный такой вот кокон. Энергия. Он не только, не только, как говорится, теряет свою энергию, он не может получать. Потому что они не способны воспринимать энергетику. У них низкий потенциал. Это он может выйти на, как говорится, взаимодействие со Вселенной. У него нет чёрных точек. В каждом из низкопотенциальники огромное количество чёрных точек. Они вообще все серые. И они ему облепляют, создают кокон. Всё, наступает смерть. Яйцо зла, как говорится. Просто и ясно. Он каменеет, превращается в камень. Всё. Смерть. А почему? Потому, что система устроена так, что она живёт за счёт лучших. За счёт высокопотенциальников. И поэтому там забито такое решение. Вот здесь вот. Объединяйтесь. Чтобы вас было удобно съесть. Замечательный способ. Не объединяйтесь. Вот не объединяйтесь и всё. Работайте над собой. Уничтожайте эти чёрные точки. Находите их безжалостно, как говорится. Проверяйте, перепроверяйте на своём опыте. Если вы считаете, что это тамбул. Особенно, если вы считаете, что это тамбул. Вы должны проверить этот тамбул. Страшно? Неприятно? Унижает достоинство? Ну, значит, путь только один. И либо вы победите эту систему, либо она победит вас. Другого варианта нет. Проверить каждое табу. Каждое, как говорится. Особенно я говорю табу. Потому что где табу, там. Скрыто. Нечто важное. Если вы убираете вот такие все точки. Или хотя бы часть. Убрать. Все их очень сложно. Я не знаю, хватит ли жизни это сделать. Но хотя бы часть. Хотя бы какой-то кусочек. Вы начинаете мир видеть по-другому. Нужно вам это, не нужно. Но вы всё равно начинаете мир видеть по-другому. Вы начинаете становиться другим человеком. Вы начинаете изменяться. У вас начнёт просыпаться сознание. Почему? Да потому, что сознание начнёт взаимодействовать с проникающей отсюда энергией. Энергия будет проходить, а не отражаться от этих чёрных точек, как от зеркала. Понимаете? Вот вы представьте себе объект. Снаружи стекло, да? Задняя часть покрашена. Это зеркало, да? Энергия идёт солнечная, да? Отражается и уходит назад. Всё, до свидания. И вы не получаете энергию. Так вот, уничтожая чёрные точки, уничтожая ложь и табу, все, которые понаставлены у вас, которые, как говорится, нам запихнули ещё, когда мы были фактически в бессознательном. Вы освобождаете проход для энергии. Вы получите эту энергию, а вместе с ней информацию о ней. И это изменит ваше сознание. Изменит. Не нужный гуру. Никто не нужен. Нужна работа над собой. Нужна перепроверка всего. Понимаете? Перепроверка всего. Да? Многие бегут на природу. Конечно, природа позволяет что? Первое, что на природе существует структура, которой нет в городе. В городе структура распилена. Она распилена за счёт того, что большое количество низкопотенциальников. Потом, вот эта промышленная деятельность, все эти техногенные загрязнения, связанные с электромагнитными излучениями, со всем остальным, они распиливают структуру. Собака, которая, в принципе, живёт где-то там в нормальном состоянии, ну не в природе, ну скажем так, в нормальной структуре, попадая в город, в центр города, она просто теряет. Это собака, ну и другие животные тоже. Ну собаки, они как бы нам ближе, с ними мы чаще взаимодействуем. А потом они чувствуют структуру. Собака – это животное, которое чувствует энергоструктуру. Поэтому человек, человек очевиднее всего во взаимодействии с вот этой системой, он выстраивается в сетку, которая существует во Вселенной. И через эту сетку сеть, не интернетную сеть, а сеть Вселенной получает и энергию, и информацию. Но если препятствует чёрной точке, препятствует чёрной точке, отражая эту информацию, искажая её, то он получает искажённую информацию и, соответственно, меньше получает энергии. То есть основная задача, основная задача ваша, это работа против борьбы, против лжи, которая существует в вас. Борьба против вот этих установок и всего остального, что напихали, не спрашивая вас и так далее. Всё подвергать сомнению. Ни один гуру, не пытаться верить, не пытаться, как говорится, прилепиться к кому-то, а пытаться понять, что происходит вокруг. На собственном опыте, собственными руками, собственными ногами, собственной, как говорится, системой восприятия. За счёт того, что вы уничтожаете чёрные точки, вот здесь, вы получаете не только энергию, но и восприятие, ощущения, другие чувства. Чувства, тело, как бы, начинает по-другому чувствовать. Почему? Ну, соответственно, потому что и разум начинает по-другому работать. Но, это ещё, конечно, далеко не всё. Вот эти системы, матричные, матричные системы, они присутствуют везде. И в том числе в скелете человека. А вот, ну, скажем так, в энергоструктурном скелете человека. Значит, энергоструктурный скелет человека, это, скажем, назовём так, скажем, система напряжений, которая, или, скажем, вот я говорил во второй лекции про электроскан, это своего рода электроскан, показывающий в какой части находятся какие напряжения и как они распределяются. У нас масса людей существует с, скажем так, врождёнными заболеваниями. Ну, скажем, самое простое, я уже далеко вдаваться не буду, это заболевание позвоночника, да, основанное на позвоночнике. То есть, у человека, например, напряжение в грудном отделе. Таких очень много. Это приводит к астмам, это приводит к тому, что, значит, подвижность позвоночника теряется в этом отделе и так далее, и так далее, и так далее. Но задаётся интересный вопрос, а каким образом это передаётся детям? Ведь на детях это можно наблюдать, что-то говорят на генетическом, но, ну, как и волновая генетика, так и сложно себе представить, как это на генетическом уровне передаётся. В общем, волновая генетика говорит о том, что, в принципе, это не так передаётся. Но это передаётся на энергоструктурном уровне. Не знаю, как там, на генетическом, на энергоструктурном передаётся. Это можно видеть через энергоструктуру. Энергоструктура – это некий вот этот скан, который именно показывает вот эти вот напряжения. И он передаётся от родственников к родственникам, да? То есть, ну, понятно, у кого-то там предрасположенность, там вот такой скан, там вот такой и так далее. И вот этот скан, он тоже наподобие матрицы. Он тоже наподобие вот этой вот матрички. Только эта матричка тела, да, относится к телу. Но не надо забывать, что матричка, относящаяся к телу, она относится и к уму. Почему? Вот эти напряжения в определённых частях, они активизируют определённые части нашего тела. Тело. Скажем так, люди с напряжением в определённых частях, там, позвоночника, там, да, в частях тела, они имеют в преимуществе определённые эмоции. Скажем, люди, которые имеют напряжение в нижней части позвоночника, там, ближе к почкам, они чрезвычайно эмпетчивые. Люди, которые имеют напряжение в районе грудного, там, так сказать, грудных частей, они часто вспульчивы, часто, как говорится, агрессивны где-то, да, часто довольно-таки эмоциональны сильно, да, вот, то есть, ну это я так для примера говорю, здесь можно на эту тему спорить, вот. Но суть состоится в том, что это есть, это есть, и это связано вот именно с этими частями, с функционированием этих частей, то есть, отражается на эмоциональных каких-то так далее, так далее, картах человека, соответственно, на его поведении, да, на его предпочтениях, на его, так сказать, жизни, судьбе, заболеваниях и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Электронная матрица Каким образом Разрушается эта матрица Ну многие знают Это занятия йогой Допустим Занятия гимнастиками Занятия физическими упражнениями Которые Расслабляют Нагружают другие части И так далее Снимают напряжение в этой части То есть Речь идет о чем Я провожу параллель Я говорю о том Что нет никакой ложки Вот у вас есть напряжение в этой части А вы в другую часть Начинаете на нее воздействовать Эту часть Перенапрягаете То есть вы как бы гнете свое тело Пытаясь снять напряжение Как вот Калят металл Металл накаливают Металл как бы Отпускается И уходят все напряжения Мы используем это Очень часто В своей системе Количество напряжений Набранных нами В процессе На тело Ну и в частности И на ум Мы всегда стремимся Его сбросить Каким-то образом У нас есть Целый ряд Вариантов Сбрасывания напряжения Ну Кто-то смотрит Телесериалы Кто-то смотрит Футбол Кто-то смотрит Значит Считает романы Там Или еще что-то Фильмы какие-то Смотрит То есть Вы раскручиваете Свое эмоциональное напряжение Вот Затем Как говорится Это напряжение Падает И то напряжение Которое существовало У вас по-другому Совершенному поводу Оно тоже уходит То есть Через воздействие На эмоциональную фазу Происходит этап Вот этого Коления И сброс Ну Некоторые Используют Химические препараты На этой цели Самый распространенный У нас Химический препарат Алкоголь Это тоже Для снятия Напряжения Да Для снятия напряжения Потому что Напряжение Сами по себе Для человеческого тела Они Опасны Они приводят Частенько И катастрофе сознания И физическим разрушениям И смерти В конечном счете Да То есть То есть Это просто способы Снять напряжение У нас в человеческом Очень много способов Есть снятия напряжения Уход Какой-то там Какие-то Выдуманные меры И игры Там какие-то там Так сказать В том числе И путешествия И многое-многое-многое Все что мы пытаемся делать Все это Все это Попытки снять напряжение Это замечательный вариант Мы пытаемся снять напряжение Поэтому борьба Борьба С наркоманией С алкоголизацией С уходом А я считаю Что вот эти уход В книжный там мир В какие-то там Еще виртуальные миры Которые создаются Оно нисколько Не лучше Чем Прямое разрушение Здоровья При помощи алкоголя То есть Когда человек По сути дела Отсутствует В жизни Он живет там А не здесь То есть Он вроде здесь ходит Присутствует Но решение За него кто-то другой Принимает А тому другому Он говорит Так он же принял решение Хотя он решение Не принимал Потому что он отсутствовал Здесь Вот И получается так Что Как говорится Одни люди Страдают За счет того Что другие Как говорится Отсутствуют Понимаете То есть Здесь Все вот эти системы Они взаимосвязаны Они едины И сказать Что больше Наносит вред То что человек Пьет Или то что Человек Как говорится Ушел Фактически Так сказать Удалился И так далее Но присутствует При этом Да Или что человек Спит За него Кто-то принимает Решение А остальные Люди Которые более-менее Сознательные Страдают И говорят Ну как же так Это же несправедливо Но Им говорят А это же большинство Приняло такое решение Справедливо Несправедливо Большинство Приняло Но это большинство Оно тоже страдает Но оно Обходится таким вариантом Оно засыпает Оно куда-то там Удаляется В какие-то миры И все остальное И только осознанные Страдают осознанно А те так Они как бы Во сне Под наркозом Понимаете Поэтому здесь Вот Систему зла Того и другого Очень сложно Вообще на самом деле Понять Я бы сказал Даже что это близко Все И имеет Так сказать Равенство Между собой Вот Так вот Возвращаясь К скану тела Вот скан тела Обрабатывается При помощи упражнений При помощи каких-то В том числе Он может обрабатываться При помощи каких-то Внушений И так далее Там массажей И так далее Воздействий Всяких разных Да Вот Но Самое интересное Состоит В том Что воздействие на тело При помощи там упражнений Позволяет То есть гибкость Человеческого Реального тела Да Позволяет Снимать напряжение Напряжение Снимать матрицу Вот эту Матрицу ума То есть если вы способны Согнуться Согнуться Способны Как говорится К растяжке Или каким-то Упражнением Вы начинаете В уме Становиться Тоже гибким Как ни странно Но это так Поэтому Где Кончается И где начинается Граница Я Проявленного мира Или мира Вот этого Непонятно Они настолько Взаимосвязаны Настолько Взаимопроникаемы Настолько Как говорится Имеют Вот эту систему Что Пренебрегать Этим нельзя Пренебрегать Нельзя Ни одним Если здесь Вы сажаете Деревья Да Очищаете От мусора Так сказать И все остальное Да Проявленный мир Да То вы тоже Воздействуете На свои черные точки То есть Я говорю о том Что То что вы Выбираете То что вы Как говорится Из вот этих воздействий Какие воздействия Вам Более Более Близки На данном этапе Вот вы начнете С них А потом пойдете Там какие-то другие Те вы и выбираете Это ваш выбор Еще раз говорю Ваш выбор Что вам больше нравится То главное Не уходить от реальности Не прячьтесь Не пытайтесь Заснуть Признание реальности Признание реальности Это тяжелое Тяжелое На самом деле Очень система Почему еще раз Говорю Об этом Потому что Я очень часто Сталкиваюсь с людьми Когда Сталкивался И сталкиваюсь с людьми Которые Которые делают что-то Им говоришь Ну ты же делаешь Вот это Он говорит Нет Ты оскорбляешь меня Ты оскорбляешь меня Ты меня обижаешь Ты унижаешь мое достоинство Я говорю Ну вот же Ты же это сделал Потом он говорит Ну и что Ну и что ты такой Типа Нудный Нет Но ведь Это же правда Правда А человек не может Ее признать Он не может Ее признать Потому что Это Понизит его Самооценку Это понизит Его самооценку Это разрушит Его личность Он не может Он это делает Но он не может Этого признать Понимаете Почему я заостряю Все время на этом вопрос Это катастрофа сознания Катастрофа сознания Это когда вы доходите До вот этого И дальше никак Я говорил В первых там лекциях О системе прыжка Так вот Вот этот барьер Вот этот барьер Который существует Перед вами Можно преодолеть Только прыжком Больше никак Только прыжком Постепенно его Постепенно Как говорят Мы будем постепенно Совершенствовать Своё сознание Не получится Постепенно Вы будете спать Это вот Когда ребёнка Будешь с утра Да Он говорит Сейчас я встану И спит Сейчас я встану И спит И процесс этого сна Он будет продолжаться Бесконечно Он же постепенно Постепенно Он только спит И мы все Постепенно Только спим А изменить Сознание Можно только Скачкообразно Скачкообразно Прыжком И прыжок Это как говорится Кто там назовёт Прыжок силы Прыжок отчаяния Прыжок как хотите Вот Понимаете Это прыжок Это жёстко Это для сильных Вот Почему Я уже говорил о том Что Почему Я вернулся В эту систему Хотя как говорится Мне пришлось В своей жизни Совершить Огромное количество Прыжков И не все Заканчивались Как говорится Перепрыганием Через барьер Некоторые Кончались Достаточно Вот Неприятно Но Я знаю точно одно Постепенно Преодолеть нельзя Нельзя Потому что Вот Преграда перед вами Попробуйте Её постепенно Преодолеть Вот стена стоит Попробуйте Преодолеть Её постепенно Физическая стена Можно постепенно Физическую стену Преодолеть Пройти через неё Нет Не получится Не сможете Через неё Можно только Перепрыгнуть Вот Поэтому Если вы хотите Чтобы ваше сознание Как говорится Очистилось Проснулось Ещё что-то Вам придётся прыгать Прыгать Наше время Называется Говорят сейчас Апокалипсис Ну давайте посмотрим Что такое Апокалипсис Слово Слово Оп Знаем да Оп Прыгнул Ап Прыгают звери Да Говорят Ап И он Тигры там Сели Прыгнули Кольцо И так далее И так далее Гоп На Украине Гоп Ей Прыгают Да Вот Ну в принципе Это одно и то же Ап Колесо То есть Соскок Соскок С вот она Привычного Круга Апокалипсис Это соскок С привычного Круга Понимаете Мы вот сейчас В этой вот матрице В этом кольце В этом В этой тюрьме Мечемся Все Мечемся Все Нам надо соскочить Нам надо соскочить И наши предшественники говорят Ап Колесо Соскок Поэтому Прыжок А некоторым хочется спать Ну пусть они спят Спокойной ночи Вот Дело в том Что Вот эти системы прыжков Они основаны Конечно На состоянии Накопления То есть Вы сначала Накапливаете Энергию Для прыжка То есть В чем Это состоит Накопление Энергии Вы берете информацию То есть Это первый вариант Это накопление информации Вы собираете информацию Начинаете Ее проверять Собрали Проверили По конкретному Какому-то моменту Ну причем Не уходите в частности Работать Вот Я говорю Информацию Мы вот Хочешь быть Не будь Кто тебе мешает Или вы что Считаете Что Ляп Ярлык И все Одновеки Нет Понял Что Плохой Стань завтра Хорошим Прыгай Вот Принцип Принцип Состоит В чем То есть Если вы Поняли Что это Нехорошо Не делайте Это Завтра Не делайте Придется Изменить Свои привычки Придется Прыгнуть Не делайте Этого Завтра Все Если я Сегодня Сделал Подлость Завтра Я этого Не сделаю Потому что Я осознал Что я причинил Человеку Боль Я почувствовал Это О Говорят Ты подлез Да Был Да Делал Да И деревья рубил И животных убивал И так далее Да И что Мы все В этом Во всем Если вы косвенно Как говорится Если вы едите свинину Или там Говядину Или еще что то Истальное Но при этом Вы не знаете Что животных На местной комбинате Убивают электротоком И еще Живых разделов Это не освобождает вас От этого процесса Кто то другой За вас это делает Но вы же едите Значит признаете Если огромное количество Живых существ Там рыбы Или еще что то Вылавливают И используют там На удобрения На какие то еще Вопросы Вот Если Мышей Мышей Мучают Над ними Издеваются Над крысами Над чем то еще Вводят На них какие то Препараты Отравляют Потом разрезают Живьем И так далее И тому подобное Издеваются Над ними Проверяют Там Тыкают в них Электродами И прочее И прочее Но вы Какие то живые Какие то живые существа Поев трансгенных Так сказать На полях Умирают Ну вы налоги платите Туда отправляете Все остальное Ну вы тоже повинны В гибели этих живых существ Телевизор Есть Компьютер Есть Электронный мусор В Африке Африканцы Умирают Там еще Что то происходит Гибнет В океане Пластиковое Пятна там Плавают В океане Огромные Эти самые Пятна Плавают Там есть наш пластик Там есть наше все Все есть Каждым есть Маленький кусочек всего Мы все это финансируем И не важно что В России Это Покупил Корейский телевизор Профинансировал Корею Купил Это все Мы все вместе Мы все в одной лодке Единая система Обмена И всего остального Да мы можем Это не признавать Можем не признавать Но тогда придется спать Тогда придется спать Значит все Разум существует Только на Системе правды Признаешь правду Значит Видишь Не признаешь правду Значит не видишь А кто думает Что можно Не признавать правду И быть видящим Тот просто лжец Просто обычный лжец Почему Потому что Вот здесь у него Вот здесь у него Черные точки В виде табу Это я не признаю Это я это Это я тоже Это я все Все И мир он видеть не может По причине того Что он не может признать Всего этого Не может Не может Он себе А закрывается глазами Здесь закрыл Там закрыл Тут закрыл То все Понимаете Он не может Этого Правда Это когда Путь Ра Утвержденный Когда поток Проходит Прозрачно Проходит Через все Не останавливаясь Понимаете Вот что такое Правда Правда И дает Возможность Видеть Мы не можем Видеть Потому что Перед нами Вот эти черные точки В виде наших табу В виде наших Каких-то Установок А мы думаем Что если мы будем Там что-то Сосредотачиваться У кого-то Что-то Мы сможем Что-то увидеть Мы будем Смотреть Через них же И увидим Опять же Люди Поэтому В признании Всего того Что делает Человечество Есть Великий подвиг Нужно понять Что мы в этом Участвуем Мы в этом Участвуем И понятно Сколько Каждый из нас Участвует В уничтожении Планеты И что-то Не делать Или Скажем так Делать что-то Чтобы не участвовать Понимаете Делать Что-то Уже Чтобы не участвовать Если вы Как бы Считаете Что это Неправильно Если вы считаете Проявляетесь Так сказать В этой системе Вот таким образом Поэтому Разбужение сознания Пробуждение сознания Оно идет Именно через Убирание Вот этих Вот черных точек Убирание табу Ничего сложного Ничего супер Никаких Супер Там это все Вы все это знаете Вы все это Видели Вы все это Представляете Где-то Внутри В глубине В вас Это сидит Оно там есть Вы все это Понимаете Вот такая методика Пробуждения сознания Довольно Простая методика Можно конечно Там Войти в какие-то Частности Что-то еще Но для начала Надо понять Что прыгать придется Прыгать через Вот эти барьеры Когда вам говорят Нет я этого не могу Я все Это вот только так И все Прыгай Накопил информацию Об этом прыгай Если ты знаешь Что действительно Это происходит Так это есть Значит ты должен Избавиться От этого Сказать Да Признать Да Я это делаю Я в этом участвую Да Вот И станет сразу Легче Сразу станет Легче Но надо Это признать И мир Увидишь По другому Вот Здесь есть еще Один очень Интересный Момент Вот Мы Имеем матрицу На уровне Проявленную Да Это и книги Наши И наша Литература И наши Информации Носители И Наше Замечательное Искусство И наше Все Плюс Это вот то Что наше Школьное Образование То что нам Забивается Наше Институтское Образование Наше Все Вот это Просвещение И так далее И так далее Это наша Вот эта Матрица Вот эти Матрицы Выполнены Из этого Из всего И мы Сейчас В этой точке И уничтожаем Планету И уничтожаем Сами себя Потому что Работает Запись Транслируемая С этих Матриц С этих Матриц Понимаете Именно С этих Матриц Именно Благодаря Нашей Науке Благодаря Нашему Как говорится Литературе Благодаря Нашей Религии Благодаря Всему Тому Что накопило Человечество Всем Этим Ценностям И богатством Мы В этой Точке Что Завтра Нечем Будет Дышать И мы Едим Уже Бог У вас Знает Что И Как Говорится Мы Умираем Благодаря Этому Потому что Вот этот Вот Привод Вот эта Система Вот эта Система А это Все Фрактально То что я Нарисовал Это можно Рисовать И как Матрица И здесь Запускать Вот эти Шарики Понимаете Вот эти Шарики Запускать Оно Все так же Фрактально Устройство Отдельного Организма Или устройство В целом Огромного Организма Вот этого Червя Понимаете Оно Едино Маленький Большой Это Единая Система Понимаете Поэтому Мы В этой Точке Благодаря Вот этим Системам Что делать С этими Системами Не Ну Можно Продолжать Проигрывать Запись И В принципе Ясно Куда Мы Придем Ну Мы Погибли Поэтому Придется Вот это Все Вот эти Все Системы От них Отказаться Другого Пути Нет Мы Не Можем Сегодня Их Реконструировать Сил Нет Нет Возможностей И Высокопотенциальных Человечков Их Смололи Мы С вами Не Являемся Какими Великими Высокодуховными Высоковибрирующими Нет Мы Потомки Тех Кто Простите Говорится Далеко Не Лучшие И Если Потому что В этой Системе Так Что Сегодня Ты Был Худшим А Вчера Смололи Лучших И Ты Завтра Становишься Уже Лучшим И Тебя Начинают Молоть Понимаете То есть Процесс Идет От Одного К Другому Вчера Были Лучшие Они Погибли Сегодня Твоя Очередь Твоя Очередь Поэтому Мы С вами Не Являемся Лучшими Мы Когда-то Может Были Тогда А Теперь Просто До Нас Очередь Дошла Вот Таким Образом Вот Вот Это По системе Как бы Матрицы По системе Матрицы То Что Существует И То Что Так Сказ Является Ее Основой Этой Матричной Вот Также Хотелось бы Сказать Что Человечество Человечество Пытается Как бы Пыталось Разбить Может быть Яйцо Многократно Вот это Вот Яйцо Зла Которое Ну Скажем Матрица Яйцо Зла Как угодно Называется Пыталось Взглянуть В глаза Так сказать Тому Что натворило Ну Во многом И духу Не хватает Потому что Потенциал Потерян Человеческий Мы еще Теряем Потенциал Потому что Теряет потенциал Планета Это как бы Замкнутый круг Понимаете Но На данном Этапе Мышка Махнула Хвостиком И Процесс Как бы И Сейчас Мы не лучшие Да Но больше никого нет Нет никого И ждать никого Не придется Кто-то там верит В учителей Которые там Придут нас И спасут Высшие цивилизации Придут нас И спасут Животных Они ведь Ни в чем Не были виноваты Мы уничтожили Никто не пришел Не спас А почему Вы решили Что вас Кто-то Будет спасать А Наверное За то Что мы уничтожили Как говорится Планету Нас будут спасать Никто не будет вас спасать Если мы себя не спасем И не будем Как говорится Бороться за это То Спасения не будет Его просто не будет Поэтому Задача спасения Это задача Инвидуальная Каждого лично Если человек Чувствует себя избранным Чувствует Что он может У него есть силы Что-то делать Есть силы Что-то Как говорится Изменять Что-то творить Изменять самого себя И так далее То он должен Прежде всего Конечно Начать С самого себя Начать Именно Изменять сознание Через простые Совершенно вещи С телом Гимнастика Любая Это какую Вы выберете Какая вам понравится Единственное Что могу сказать По гимнастикам Любое Начинание Должно быть Осторожным Достаточно Потому что С накопленными Теми разрушениями Которые мы Существуем Двигать Энергию По разрушенному Телу По Вот этой Искаженной Матрице Телесной Да и По умственной Частенько Небезопасно Просто Небезопасно Это Вызывает Может еще Дополнительное Разрушение Тел Поэтому Ко всему Надо поступать С определенной Осторожностью С определенной Осторожностью А вот Но Прыгать Придется Прыгать Все равно Придется Поэтому Здесь Можно сказать Что Все зависит От Вот Скажем Так Судьба Человечества Судьба Человечества Будущего Человечества Зависит От вот Этих Людей От Тех Кто Способен Кто Считает Себя Может быть Избирным Может быть Как-то Еще Может Верит В себя Либо Скоро Поверит В себя Проснется Или Скоро Проснется Ну Вот От Этих Людей Будет Зависеть Они Создадут Новую Цивилизацию Новое Человечество Не разрушение Человечества Там Где человеческий Потенциал Не будет Срабатываться А наоборот Он будет Возвышаться Человек Будет Возвышаться А не Унижаться Сейчас Мы живем В цивилизации Унижения Уничтожения Говорят Были Такие Люди Называют Их Славяне Мы мало Что о них Знаем Но В названии Их Заложено То Что они Жили С Лавой С Любовью Это И на русском Звыке Так звучит Просто Сегодня Это слово Не используется Используется Во многих Других То есть Они Жили С Любовью Или Стремились К Лаве То есть С К Лавы Еще Их Называли Другое Название Которое Нам Более Близко Это Люди Любви Достигшие То есть Дом Любви Вот Что Такой Любовь Ну Наверное Любовь Это Прежде всего Связь Сейчас Это слово Затаскано И изнасиловано Многократно Поэтому Уже Несет Свой Смысл И вызывает Скорее Оторжение Это Связь Связь Это Единство Разум Существует На принципах Связи Единство Синтеза Мышление Только на этом уровне Способно Возможно Мы Слить То есть Слить Множество Синтезировать Они Раз Раз Жили Через Связи Через Создавали Связи Синтезировали То это Были Творцы Было Такое Племя И это Племя Уничтожили Уничтожили Кто Те Кто Сегодня Господствует В мире И вот Я Показал Какова Их Матрица Какова Их Система Их Система Это Разрушение Разрушение Планеты Уничтожение Человеческого Потенциала Срабатывание Всего До Черной Дыры Они Стремятся К Аду Они Живут С Адом Соответственно И название У них Такое А Вот Наша Территория Территория Руси Была Последним Местом Сопротивления Славян Людей Живших С любовью То есть Любви Достигших Поэтому Здесь Именно И хранится Матрица Творчества Матрица Созидания Это Последний Оплот Возможно Отсюда Начнется Возрождение Этой Цивилизации Но Это Вам Решать Что касается Кого там Интересуют Вопросы Связанные С этим Или Хочет Как говорится Со мной Пообщаться То У меня Есть Почта Пишите Будем Общаться До Следующих Встреч Здравствуйте Еще раз Как говорится В этом В этой лекции Я хочу Так сказать Более детально Рассмотреть Систему Прыжка Рассмотреть Ее По всем Параметрам Соответственно Так сказать Рассмотреть План Или можно Назвать Это состояние Там Побега Там Или Как хотите Вот То есть Рассмотреть План Откуда Куда Что Конкретно И Как Для Начала Нарисуем Так сказать Нашу Тюрьму Вот Это Значит Проявленная Матрица Соответственно Внутри Матрица Ума Вот Как я Уже Рисовал А Это Вот Он Генератор Который Все Подсвечивает Значит Теперь О том Что сейчас Происходит В основном Да И происходит Давно Я уже Говорил То есть Основная Масса Столкнулась С той Ситуацией Что Через Систему Социализации Их Высасывают Они Ощущают Что Это Уже Их Физиологический Минимум Да И Это Опасно Для их Жизни Выживания Они Стремятся Прыть Вот Но Что Есть Система Прыжка Прыжки Мы Постоянно Совершаем В нашей Жизни Да Это Обычное Состояние Человека Который Менять Свою Жизнь Вы Ушли С Нелюбимой Работой Или С Какой То Работой Даже Да Ушли Как Говорится Решительно Вот При Этому Может Быть Не Всегда Обоснованно Вот И Не Всегда Куда То Вот Вы Ушли От Нелюбимой Женщины И От Нелюбимого Мужчины Или Значит Ушли Просто С этой Местности Переехали В Другой Город Вот Вы Бросили Допустим Какое-то Занятие Которым Постоянно Занимались Или Прекратили Курить Пить Что-то Там Еще Это Тоже Все Прыжки Все Прыжки Внешне Которые Мы в общем-то Привыкли Мы их Постоянно Совершаем Мы постоянно Это делаем То есть На самом Деле Прыжок Это Обычное Для нас Действие Ну И Для изменения Каких-то Назревших Изменений Основное В прыжке Это что Это накопленная Энергия Которая Требует Своего Освобождения То есть Это то Что вы чувствуете Что вы так Больше Не можете Не важно По отношению К чему Но вот Именно И это Заставляет Вас прыгать Вот То есть Мы прыгаем Всю жизнь Это Обычное Для нас Состояние Если мы Чего-то Хотим Поменять Мы Обычно Прыгаем Но В основном Наши прыжки Они Не обдуманы Хотя Конечно Кто-то Может Обдуманно Прыгать Но Большая Часть Этих Прыжков Не Обдуманы Не Обдуманы В каком Смысле Мы Не Понимаем Часто Причины Которые Заставляют Нас Прыгать Мы Ее Не Осознаем Так Вот Возвращаясь К причинам Многие Сейчас Стремятся Вырваться Сгорода Куда Куда Там На Землю Куда Там Прыгнуть Переехать В другую местность Что-то Там Еще Сделать Почему Через Систему Социализации Высасывают Из них Энергии Они чувствуют Что энергии Они опустошены И они хотят Убежать Вырваться То есть Это система Побега Из матрицы Они бегут Из матрицы Человек Который Покупает Себя машину Ну Не может Больше Допустим Ездить В общественном Транспорте А раньше Ну Как бы Мы все Ездили Большей частью В общественном Транспорте А это Тоже Вот Систему Вот этих Толб Которые В нем Существуют С вас Снимают Потенциал Человек Хочет Залезть В машину Защитить Так сказать Своё пространство Мы все Пытаемся Сейчас Защитить Своё пространство От вторжения От высасывания Вот этих Остатков Энергии Которых У нас Есть Вот И побег На землю Или в собственный Коттедж Или в какую-то Отдельную Квартиру Или еще Куда-то Это Тоже Самая Попытка Причина Одна Мы Стремимся Защитить Свою Жизнь Защитить Свою Жизненную Энергию От Значит Как говорится Посягания На нее Вот Люди Которые Пьют Они Тоже Бегут Из этого Мира Они Стремятся Создать Какой-то Виртуальный Мир Для того Чтобы уйти От этого Психологического Пресла Который На них Дарят За то Чтобы Погасить Ту боль Которая Существует Внутри Много Существует Причин Другие Читают Романы Это Тоже Побег Третий Значит Виртуальных Так сказать Сетях Четвертый Там Где-то Еще Вот То есть Но в целом Все бегут От вот этой Вот системы Вот бегут Из матрицы Бегут Существует Массовый Побег Они бегут Но Убежать Не могут Они прыгают Но Не могут Ускакать Почему А ответ Простой Земля Кругая Вот так Вы уехали В местность Которая Не населена Через Некоторое Время К вам Уехали Кто-то Другой Через Некоторое Время Эта Местность Населена А потом Прошел Там Газопровод А потом Там Слили Что-то Еще И так Далее И так Далее Мне Есть Масса Таких Примеров Когда Люди Расскажут Что Был Построен Прекрасный Коттеджный Поселок Под Москвой Например Все Было Прекрасно И хорошо Но Однажды Кто-то Взял И слил В ту Речку В которой Стоял Элитный Поселок Что-то Ну Он тоже Хочет Хорошо Жить Ему Не нужны Честные Сужения Взял В итоге Это Стало Зоной Экологического Бедствия То есть Убежать Невозможно Понимаете Невозможно Убежать От нашей Деятельности Ее Можно Только Прекратить Прекратить Понимаете Если Вы Сегодня Бежите И там Прекрасный Лес А Таких Вариантов Я Очень Много Могу Показать Вот Это Академгородки Например Которые Сделаны Существуют Это ранние Варианты Побега Там Дачные Поселки Это тоже Ранние Варианты Побега Ранние Чем Сегодняшние Гектарники Кто-то Еще Или Поселков Коттеджных То есть Это Ранние Этапы Побега И чем Они Кончились Сегодня Там Вырубается Лес Сегодня Там Уже Вокруг Все Загажено И От того Что Было Там Ничего Не Осталось Но Раньше Люди Туда Бежали Для Именно К этому Ко всему К природе Ко всему Остальному Но Этот Побег Кончился Чем Катастрофой Сегодня Их дети Там жить Уже Не хотят Понимаете Одно Поколение Меньше Одного Поколения И все Наступает Катастрофа Сколько Таких Побегов Вот Эти Все Побеги Которые С Закрытыми Глазами Они Подобны Побегу Человека Который Вырыл Яму Закрыл Глаза В яме Валяются Грабли И там Извините Всякое Дерьмо А он Бегает По этому Дерьму С закрытыми Глазами Наступает На грабли Грабли Бьют По башке Он пытается Выбраться Бесконечно Будете Бегать Не убежите Бесполезно Это Понимаете Бесполезно Надо Хотя бы Было Посмотреть Что же Происходило С теми Кто убежал Ничего С ними Не произошло Это Кончилось Катастрофой А вот Почему Все это Кончается Катастрофой Потому Потому Что Состояние Планеты Вот эти Города Все что Мы создали Вот эта Проявленная Матрица Да Проявленная Вот эта Матрица Вот эта Которая Вокруг Она Вторична Она Вторична Понимаете Мы ее Создаем И она Вторична И от того Что вы убежали Сегодня Чистый участок Завтра он будет Загажен Потому что И завтра Туда придут Понимаете И вы не сможете Это остановить На прошлой Векции Рассказывал Что система Вот этой Вот проявленной Матрицы Напоминает Множество Слоев Можно это Рассматривать Как допустим Вот Допустим Вот этот Город Да А вот эта Деревня А вот эта Тайга Понимаете Но здесь Эта Тайга Опять Сомкнется С городом Опять Сомкнется С городом Потому что Земля Круглая И как бы Вы не прыгали Через ряды Этой Колючей Проволоки Вы будете Все равно В тюрьме Вам не Удастся Выпрыгнуть Потому что Земля круглая Потому что Другой На другом конце Планеты Будет гадить А река Или море Вам принесет Это все Понимаете Планета Круглая Вот в чем дело И никуда Вы не убежите Сражаться Надо Не бежать А сражаться А источник Разрушения Источник Вот этого Того Что Как говорится Произошло Со всей Изуродованной Матрицы От которой Мы бежим Источник Источник Вот этих Проблем В обществе Он Находится У нас А мы Стоим К нему Спиной Мы Стоим Спиной И не Хотим К нему Повернуться Мы Прыгаем От него От него Он Нас Гонит Он Настыкает Спину А мы Прыгаем От него И не В силах Повернуться К нему Потому что Считаем Что это Наше Я Считаем Что это Наше Я Оно Неприкосновенно Оно Такое Должно Быть И все И оно Прекрасное И замечательное Не Оскорбляйте Наше Достоинство А вот Так вот Прыжки Через Колючую Проволоку Ряды Это Бесполезно Можете Геометрически Это Посмотреть Вы прыгнули Сюда 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 Земля Круглая В конечном Счете Вы все равно Окажетесь Между Какими-то Заборами Между Какими-то Заборами И тут Уже Будут Другие Правила Или еще Что-то А И Григорь Система Одна Ну Не так С вас Будут Энергию Сосать Ну По-другому Другой Вариант Существует По-другому Будут С вас Высасывать Люди В деревне Тоже живут И с них Тоже Высасывают Энергию И в тайге Живут И с них Высасывают Никто Этого Не избежит Один Мой товарищ Летал С Аэроавтосъемкой И его Поразил Страшно Тот факт Что он Говорит Ты представляешь Летим мы Над тайгой Сотни километров От города А шлейф От заводов Загрязняющий Шлейф Тянется Над тайгой Над которой Никого нету И ложится Прямо туда Все эти Ядовитые Вещества Все это Там оседает Он говорит Мы считали С тобой Что Там все Чисто Там чистая рыба Там чистый лес Там все остальное А оно Все посевается Вот этим всем Вот этим всем Ядом Поэтому планета Круглая Недавно Такой факт Услышал В Гималаях Выясняется Самый грязный воздух Практически Такой же Как в городах Там говорят Сидят Где-то там Гуру В Гималаях И дышат Вот этим Замечательным Воздухом Как в городах Понимаете Поэтому планета Круглая И даже В далеких Гималаях Состав воздуха Как У мегаполиса Вот так вот Поэтому Бежать И прыгать По территориальному Принципу Это отсрочка Они все равно Придут Это Да Это позволяет Каким-то образом Изменить даже Сознание Изменить Прибавить энергию Потому что Вот эта вот Система Социализации Система городов Высасывает Да Это тоже выход Да Чтобы получить Какую-то дополнительную энергию Для мышления Для чего-то Для того Чтобы Как говорится Как-то разобраться В жизни Но это Не конечное решение Это не решение Проблемы Это ее отсрочка Это облегчение Временное облегчение А в чем проблема Проблема в том Что источник Вот он Источник Это внутренняя Наша Матрица Понимаете В которой нас забили С рождения Со всего остального Так сказать Времени Она источник Она источник Вот этой вот системы О Она создает Такое явление Которое называется Деявол Сокращенное слово Деятельная воля Деятельная воля Наша Деятельная воля Воля При помощи которой Мы действуем При помощи которой Мы же преобразуем Мир И так далее И так далее То есть Вот эта матрица Она создает Деятельную волю Она снабжает Нас желаниями Она направляет Нас Она Как бы Заставляет нас Что-либо Преобразовывать Изменять И так далее Это Это Деятельная воля Наши предки Любили сокращать Поэтому Где я Вол Все Вот так Просто и ясно И она Конечно В мелочах Которые Вот здесь Расположены Сосредоточены Деятельная воля При помощи Деятельной воли Мы уничтожаем Планету При помощи Деятельной воли Мы уничтожаем Самих себя Но Записана Вся эта система Вот здесь Вот здесь Записана И пока Вы прыгаете От нее Она В безопасности Гуру Говорят Надо прыгать От нее Тогда Все будет Хорошо Вы прыгаете От нее Или лучше Откройтесь Миру Которые Вы при помощи Деятельной воли Изуродовали А мир Соответственно Вам транслирует Что? То что Вы в него Загрузили Особенно Лучше Открываться Где нибудь Как говорится На свалке Миру Там По полной Вас загрузят Вот Так вот Все это Ложь И стремление Как говорится Уйти от Основной Проблемы Которая Находится Вот здесь Когда я говорю О прыжке Я не говорю Об обычном прыжке По поводу Изменения местности Изменения Какого-то Чего-то Какого-то Своего статуса И так далее И так далее Хотя это тоже Если вы не можете Этот На этом Можно потренироваться Я тоже Начинал тренироваться На таких прыжках Потому что То что Проявлено То что Как говорится Проще увидеть С этим Это проще Понять Что такое Прыжок Внутрь себя К собственному Я Кая Прыжок К собственному Это не так Просто Понять Поэтому Вот я только сейчас Это начинаю Объяснять Дело в том Что Вот эта система Матрицы Этой Внутренней Она едина Она сплелась Она за годы За годы Которые Нам загружали Ее в бессознательном Возрасте Нам загружали Ее даже Когда мы Ничего не понимали Нам вбивали Ее еще Тогда Когда Как говорится Мы Вообще Что такое Мир Не осознавали Еще Поэтому Она там Глубоко В подсознании Понимаете Глубоко И как ее вырвать Это Это непросто Но есть Одна Хитрость Эта Матрица Несмотря На свое Гигантское Нагромождение Всяких Разных Там Мелочей Вот Она Едина И имеет Единую Структуру И эта Структура Базируется На простых Довольно Таки Но Емких Постулатов А постулат Этот Кроется Вот в чем Основной Постулат Это Отношение Наше К планете Земля Ко вселенной К живым Существам Которые Проживают На планете Земля Ко всем Остальным Понимаете И в том числе К людям Кому-то еще То есть Отношение Ко всем Остальным То что нам Загрузили Нам Загрузили Что мы Можем Сделать Здесь Что хотим Убивать Жить Подговор К живым И никто И никто И никто Нам не может Ничего Сказать Никто Не может Ничем Противостоять Вот такая Схема Вы скажете Ну какое Это имеет Отношение А вот Самое Прямое Это имеет Отношение Вот это Вот это и есть Структура На которой Стоит Стена Мы Так Любим Вот То что Кажется Что Это мы На самом деле Это не мы Мы Принадлежим Вселенной Мы Частью Мы Дети Земли Мы Дети Вселенной Мы Братья Всем тем Живым Существам Которые Здесь Живут На этой Планете Но поставив Себя Вне Всего Этого Вне Всего Этого Загородившись Забором Поставив Вот эту Вот Систему Яйцо Или камень Как хотите Каменное Яйцо Яйцо Зла Внутри Себя Загородившись От всего Мы перестали Во-первых Видеть Окружающий Мир А во-вторых Мир перестал Нас Снабжать Энергией Потому Что Она не может Пройти Внутри Нас Мы же От нее Загородились Древние Наши предки Говорили Лебедь Обида Обида Понимаете Обойти Закрыться То есть Мы закрылись Превратились В камни Мы больше Не люди Мы камни Камни Которые Не пропускают Себя Энергию Не пропускают Себя Информацию И перестали Отсоединились От Вселенной Мы сами По себе Самостийны Вот в этом Проблема Поэтому мы Не получаем Энергии Поэтому Не получаем Информации Поэтому Чего-то Не видим Поэтому И так далее И так далее И поэтому Жизнь Уходит Из человечества Почему Потому что Энергии Не поступает Как разрушить Эту стену Ну Разрушение Этой стены Оно Именно Довольно Просту Здесь Уже Нет такого Физического Прыжка Как вы Хотите Прыгнуть Чтобы Прыгнуть Туда Внутрь К генератору Своей Исходной Матрицы Нужно Как говорится Перестать Вот эту Матрицу Вот эту Матрицу Которую Нам вбили Считать Своей Перестать В нее Верить Нет Никакой Ложки Истина Пропустит Вас Вы прыгнете Она Исчезнет Вы скажете Это сложно Это непонятно Это вот Как-то Вот Это Да Может быть Сложно Может быть Непонятно Но Структура Стены Она Базируется Именно На нашем Стремлении Отгородиться От мира То есть Она и есть Эта стена Мы стремимся Отгородиться От мира И создаем Эту стену Вот это Она и есть Если вы Стремитесь Отгородиться От мира Стремитесь Сказать Нет Я вот здесь Я не могу Я это Это табу Это меня оскорбляет А здесь И все Все Стена Но вы ее создали Сами И вы не можете Вернуться К собственному Я Вот к этому Генератору Который Светит Понимаете Это подобно Тому Что Как говорится Глаз Существует Глаз Да Существует Хрусталик Так вот На хрусталике На этом Вот эта грязь Налипла Грязь Вот этого То что мы Называем Культурой Там Литературой Все это Грязь Грязь Потому что Именно благодаря этому Всей этой матрице Мы разрушаем все Мы считаем Что мы имеем право Мы считаем Что мы имеем право Крушить Убивать И все остальное Да Вы сами Этого не делаете Но вы позволяете Это делать другим Вы Финансируете Своими деньгами Финансируете Это все Вы помогаете Участвуйте Косвенно В этом Во всем То есть Мы помогаем Я себя От этого Не отделяю Мы все Здесь И все В одной лодке И никто Никуда там Не выскочил Кто-то там Говорит Что да я Там чего-то Дости Да Вот так Чуть-чуть Чего-то достиг Я вот тоже Чуть-чуть Чего-то достиг Чуть впереди На несколько Миллиметров Там я не знаю Вот и все А так Мы все Тут И различаемся Мы только тем Чем различаются И животные В принципе Вот животные Делятся По принципу Наверное Простому Да Вот как вот Если поймали Животных В природе Посадили В клетку Кто-то Начинает Грызть Зубами Клетку Биться Пытаться Вырыть Подкоп Думает о том Как освободиться Он дерется За свою жизнь До конца Иногда Погибает Даже чаще Большей частью Погибает А кто-то Посредине Клетки Садится И начинает Засыпать Он тоже Умирает Понимаете Но один Умирает В борьбе Так и Не смирившись А другой Вот так Скажите Разницы нет Есть разница Потому что Некоторые Из тех Кто грызет Клетку Копает Они освобождаются Поэтому И мы здесь Различаемся Уровень энергии Очень близкий Но одни Почему-то Решают Не бороться А другие Почему-то Решают Бороться Прыгать Или еще Что-то Делать Поэтому Система Именно Состоит Разрушение Вот этого Вот этого Вот этой Стены Как мы Ее построили Да Отделившись От всех Так и Разрушить Мы ее можем Сами Своими руками Вы скажете Ну вот как ее пощупать Ну как вот Я это пощупать Тут я могу Я раз и уехал Я там Вот на своем поместье Там хорошо Красиво Все замечательно К вам придут Обязательно придут Не сразу Но придут Увидят Как у вас Хорошо И придут Вот Хуже всего Что когда придут Когда вы знаете Не готовы Не будете Понимаете Потому что Земля круглая Потому что Кругом Много людей Которые В принципе Обездоленные Которые Тяжело Которые Как говорится Вы другим концом Финансируете Их разорение Там Или чего-то Так сказать Их несчастье Понимаете То есть Мы все В одной лодке Поэтому Поэтому Вот этот прыжок Внутрь себя Кая К себе Понимаете Возвращение К себе К себе Чистому Ну Как бы Перворожденному Начать с того Что да Мы наделали Много гадостей Мы сделали Много плохого На этой земле По отношению К животным И все остальное Нет среди нас Таких чистых Белых И пушистых Мы все В этом Во всем Но Есть те Кто говорит Хорошо Да я плохой Да я Как говорится Вот это вот В этом участвую Да я вот Но я не могу Как-то вот сейчас Пока найти Эту возможность Как-то изменить Сделать что-то Но я готов Готов что-то делать Готов Готов пойти Готов хотя бы понять Что вот это Они мои братья Что земля Это моя мать Что там это самое Готов вот это понять Это почувствовать В этом войти Понимаете И стена постепенно Под этим Под всем Она растворится И животные Не будут убегать От вас Да Бывает даже Такой эффект Они не побегут Потому что Они поймут Что вы Это не тот Толстопузый С ружьем На Каком-то там Машине Или еще Который Готов их убивать Они увидят Вас Человека Они поймут Что вы человек Не знаю Как они это понимают Но не понимают Я тому свидетель Поэтому Эту стену Можно разрушить Только так же Как она создана Через осознание Через понимание Того Что Планета едина Мы все Вместе Едины И все Это Соединено Едиными Потоками Которые Пронизывают Нас Почему Фильм Аватар Так Задел Многих Не потому что Там эффекты Были А потому что Это о нас Почему Мы не видим Что все Светится Да потому что Мы жизнь С планеты Высосали Дайте Жизненную Энергию Планете И она Засветится И вы все Увидите Сами В общем Прыжок Это прыжок Внутрь себя Это Бесконечно Прыгать Можно в разные Стороны Там физически Куда там Вы перемещаетесь Все остальное От матрицы Вы не уйдете Все равно Нитка будет тянуться Все равно С вас будут Сосать энергию Так иначе Все эти способы Давным-давно Отработаны Вот Есть те Кто Считает Что Например Они поклоняются Сейчас там Сворогу Кому-то еще Славянским Вроде как Богам Там и все остальное Ну хорошо Замечательно Молодцы ребята Только Забыли одно Правило Победитель Забирает Все Кто победил Вот этот Эгрегор Славянский Тот и забрал Энергию И Эгрегор Забрал И накачивая Вот этот Старый Эгрегор Это как Старую лодку Накачивать Да Ваш дед Поехал На пруд Пробил Там лодку Когда рыбачил И утонул Вы притащили Опять эту лодку На берег пруда И под руководством Гуру Накачиваете Но она плохо Накачивается Потому что она Дырявая А гуру Говорит Надо сильнее Качать Качать Надо сильнее Так вот Вот это все То что вы Качаете Энергетика Это все Течет в общий Игрегор Игрегор победителей Понимаете Тот кто Победил И подчинил Себе все А все религии Все системы Они стекаются В один Игрегор Стекаются В Игрегор Вот этой матрицы Понимаете Туда Все Все в одну В эту черную дыру Туда все идет Все ей подчинено И никак Мы вырваться Из этого не можем Потому что мы Единый организм И мы соединены Так сказать Вот этими линиями Перетока Перетока Энергетического Все соединены Все Понимаете Все едины Через вот эту Систему социализации Через все это И кажется Вырваться нельзя Да так вот нельзя Вот так нельзя Что раз Прыгнул Убежал Все Ничего не получится Ну по крайней мере Ну опыт изучите В конце концов Если кто-то не верит Изучите опыт Как другие Вот так вот Убегали Ну и убежали Нет Нет не убежали Вот Поэтому Попытки Накачивать Какие-то там Старые Григоры Которые потерпели Породжение Это попытка Наступить На старые Грабли Да Грабли Они у старых Давно на них Никто не наступал Ну наступите на них Они вам Въедут по башке Как следует Самое главное Состоит в том Что Ну какой смысл Совершать ошибки Ошибки Которые уже Кто-то совершил Надо бы понять В чем была проблема Почему проиграли Почему Вот это все произошло Вот это понять Вот в этом разобраться Вот в чем дело Вот об этой штуке Вот эта штука Она очень интересная Она повторяется Во многих системах И вам кажется Что вот она такая А на самом деле Она выглядит Совершенно по-другому Представьте себе Как выглядит Будет график Человека Вот Скажем так Вот Лучше видно Человека Который Значит Вот здесь у него Амплитуда Вибрации А вот здесь А вот тут Высота вибрации Это как бы Своего рода Графическое Такое изображение Его То есть Кверху Значит будет Что у нас Амплитуда Будет у нас Падать А высота Вибрации Будет расти Да Вот так Вот одна Половинка Да А вторая Половинка У человека Тоже вторая Половинка Есть Ее можно Вот так Изобразить Вот тут Вот такая Штука Получается Да Так Пирамида Да Так вот Она ваша Пирамида Вот она Вот она Только в другом Сечении Пирамида А это Что в центре А это В центре Глаз Или Зрак Туда То место Которое Заключает Поток Ра Выходящий Подсвечивающий Все А где он Будет здесь В этой пирамиде Где он Будет здесь А вот Он будет Узнали Вот это Оно И Есть Нам Везде Его Рисуют На Долларе Он Рисует Думаете Знаешь Что Значит Нет А это Знак Человека Это Знак Человека А это У нее Соответственно Глаза А на Энергетическом Уровне Это Вот Эта Штука Это Вот Эта Штука Вместе С Матрицей Вот С Этим Сау Вот Она Матричка Снаружи Которую Как говорится Накрутили На нее А вот Это В центре Генератор И лучики Лучики Оттуда Лучики Лучики Идут Идут Оттуда Лучики Так что Это Символ Человека Вот Здесь Низкие Вибрации Вот Тут В голове Более Высокие Вибрации Подъем А Вот Сверху Это Будет Выглядеть Вот Так И Вот Она В центре Вот это Самое Наш Генератор Вот Глаз Вот Здесь И глаза У вас Соответственно Можно два Нарисовать Если кто-то Хочет Вот 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 И вся Система Вот Так Все Как Говорится Все Едино И Все Легко Расшифровывается А Город Рисует Этими Штучками И Не Знает Что Это Такое Рисует Какие-то Там На них Эти Самые А Это Символ Человека И Символ Вот Этой Тюрьмы Тюрьмы Которая Вокруг Как говорится Его Генератора Вокруг Его Зрака То есть Пелена Которая На глазах У нас С вами Своего рода На глазах Разума Только Понимаете На глазах Разума Но можно Сказать Что И мир Мы видим Этими Глазами Через Посредство Вот этой Вот Штучки А почему Я еще раз говорю Так мы просто Сами Себе Отсоединили От этого Мира Мы так Порешили Да Мы Понимаете Они все Никто А вот Мы Да Понимаете Кто-то Гордыня Да Или еще Что-то Нет Это Совсем По-другому Называется Это Называется Отгородиться Создать Каменное Яйцо Яйцо Зла Наши предки Были Вот те Кто Предшественники А они Не занимались У них Не было Таких Дурацких Проблем Которые У нас Существуют Потому что Они были Лучшими Да Мы Сейчас Уже Как Будется Под Токарным Станочком Подработаны Все Поэтому И мышление Плохо Работает И вообще Его Практически Нет Мы Там Туда Сюда Все Перетаскиваем Вот Это То Что Нам Напихали Вот Вот Таким Образом Получается Еще Хочу Рассказать Одну Интересную Историю Попутно Для Развлечения Как Говорится Между Делом Про Русский А Вот Сказочка Курочка Ряба Да Там Есть Персонаж Один Кура Или Ку 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 Вот так Поточнее Сейчас Нарисую Чтобы Было Вот Вот Этот Персонаж Который Яичко Снес Мы то Думаем Что это Птичка Да Птичка Да Они только Только они были Веселые ребята Они любили играть Словами Поток Ку Очень интересен Ку Пало 22 Июня Ку Пало Мы забыли Что это А враги Наши Помнят И 22 Июня Гитлер Напал На нас Точнее Там Фашисты Окупанты Как хотите Напали На нас Именно 22 Июня Когда Ку Пало И вот Он вам Персонаж Который Все создает Кура Состоящий Из двух потоков Поток Ку Ну По йоге Знаете Там Кудалини Кузнец То есть Ку Который Знает Вот Потом Кукла Это Куда Кладешь Ку Потом Кумир Это тоже Туда Куда Как говорится Ку Своё Направляешь Вот Ну Много Слов Существует Ку Кушать Или Кужать То есть Выжимать Ку Из Пищи Вот Ну Еда Там Ку Ть Я То есть В общем Поток Ку Вот это Вот Ничто иное Как Вектор А это Направляющие Как Куда Лени Который Поднимается Вверх По Позвоночнику Потоп Ку Это Восходящий Поток Вот Восходящий Поток Так Вот Этот Восходящий Поток Поток Значит Активизируется Когда Увеличивается Световой День Поток Ра Усиливает Восхождение Потока Ку Это Происходит 22 Марта А 22 Июня Ку Падает То есть Активизация Прекращается Нарастание Прекращается И Именно В это Время Враги На нас Напали Мы знаем Что Гитлер Очень Хорошо Изучал Историю Славян Разбирался И Именно Выбирал Согласно Всем Этим Именно Время Именно Изучал Историю Скажем Наверное Не славян А историю Урусов Да Только Мне Есть Такой Один Вопрос Почему Враги Нас Называют Урусами А мы Себя Называем Русами Почему Почему Мы Идем В бой С криком Ура А во все времена Всегда Каждая племя Идя В бой Кричала Свое название Для того Чтобы сплотить Своих Вокруг Себя Так может Быть Нас Называют Урусами Или Племя Ура А И вот Враги То знают Что Вот это Ку Для нас Многое Значит А мы То вот Забыли Что Оно Значит Наши Предки Знали Что Поток Ку Или Поток У Создает Все На земле Он Активизируется Начинает Все Расти Все Начинает Плодиться Размножаться Все Создается Из него Но Активизирует Его поток Ра Понимаете Они Не были Долдонами Которые Во что-то Верили Они Знали И Видели Но Они Уничтожены И Некому Нам Рассказать Обо Все Об этом Мы Не Потомки Лучших Мы Потомки Худших Благодаря Тому И Выжили Как Выглядит Это Кура Объединение Двух Потоков Один Из Земли Другой Со Стороны Солнца Там Есть Указание Он Рябит Рябит Перед Вашими Глазами Посмотрите В темную сторону Где-то В угол Или еще Куда-то Но Не На Сам Угол А В Пространстве И Вы Увидите Кура Объединение Двух Потоков Вы Их Увидите Вы Можете Видеть Их Можно Видеть Очень Хорошо В сумерках Если Вы Будете Пытаться И Сначала Чуть Чуть Увидите Потом Вы Будете Видеть Постоянно А в Какое-то Время Вы Сможете Увидеть Границы Своих Аур И Много Чего Другое Но Это В Определенных Условиях Когда У Вас Будет Настрой Мы Все Это Видим И Они Это Видели Но Раньше Интенсивность Этих Потоков Было Наверное Побольше И Ни у Кого Не Вызывало Никаких Сомнений Их Существование И Не Надо Было Это Обождествлять Или Как-то Там Еще Не Надо Было Превращать Это В Долдонизм И Идиотизм Так Вот Эти Два Потока Которые Все Создают В Куречке Рябе Создали Зло То Яйцо Ну Так Вышло Как-то Я Ну Вышло Образовалась Вот Эта Вот Штука И Теперь Мы Вот В этом Зло Взлом То Яйце Или В Червячке Или В Чем-то Еще Вот В Нем И Разум Наш Спим Мелостным Сном Потому Что Закрыто Вот Этой Черной Пеленой Все Но Мы Причастны К этому Тоже Поэтому Разрушить Можем Мы Сами Каждый Сам У Себя Никто Никому Не Придет И Не Разрушит Вы Думаете Что Придут Высокие Вибрации И Они Разрушат Это Все И Вы Проснетесь Придут Высокие Вибрации Но Те Кто Будет Они Идут Земли Солнца Да Но Не у Нас Не на Поверхности Земли По Поверхности Земли В основном Полодятся Крысы Там И Прочие Значит Товарищи Имеющие Низкую Вибрацию Поэтому Когда Придут Высокие Вибрации Столкнувшись С низковибрирующими То есть С нами Произойдет То же Самое Что С Гровами Мы Просто Сгорим Сгорим Ну Древние Послания Говорят О том Что Сгорят Только Сгрешники Розыщи Все Грешники Сгорят И Что Надо Вернуться К Собственному Я Кая Ити Да Вот Я Вам Показал Как Надо Кая Двигаться И Что Нужно Делать Нужно Не Отгораживаться От Этого Мира И Признать Как Говорится Вот Это Все И Тогда Вот Эта Структура Рухнет Нет Можно Конечно Еще Как Это Более Детально Разработать Но Это Для Каждого Отдельно С каждым У каждого Свои Как говорится Тарканы В голове И Каждый По своему Немножко Построен На матрице И Свои Какие-то Эти Подходики И ключики Ну Вот Поэтому Каждый Сам Должен Подбирать Себе Вот Эти Вещи Вот Вот Так Вот Кура Снес Яйцо Яйцо Зла Мы Вот В этом Яйце Кто Его Разрушит Мышка Разрушит Мы С вами Мышки Или Кто-то Другой Мышка Я Не знаю Но Когда Время Придет А Время Пришло Потому Что Резец Зачеркал Уже По Живому Все И Все Бегут Во все Стороны С Закрытыми Глазами По Граблям Но Бегут Понимаете Побег Туда Сюда Это Не Побег Никуда Бегать Туда Сюда Вот Так Метаться Ну Потеряете Вы Силы Что То Еще В Конечном Счете Вы Никуда Не Убежите Я Тоже Думал И На Землю Там И Бегал На Землю И Как Говорится Везде Но В конце Концов Я Вырубают Вашу Любимую Рощу Уничтожают Как говорится В ту речку И так далее И так далее Они все равно Придут Придут На запах Вашей силы На То что У вас Есть На Ваш Потенциал Они Придут За ним Вы Его Нарастили Они Придут И Отсосут За Короткий Участок Высосут С вас Энергию За Короткий Момент Поэтому Надо Бежать Надо Как говорится Прыгать Надо Бежать Но Бежать Надо В нужном Направлении Нужно Бежать Идти К самому Себе Тяжелыми Шагами Но Идти К самому Себе Возвращаться Если Вы Отнесетесь Земле Своей К живым Существам Которые Существуют Ко всему По другому И не Станете Себя Считать Над ними Выше Там Или Как-то Еще То Постепенно Это Все Растворится Это Растворится Стена Она Уйдет И Это Делать Надо Побыстрее Потому Что Как Говорится Мышка Уже Яичко Расколола Расколола Яичко И От Нас Зависит Снесет Ли поток Кура Простое Яйцо Или Как Говорится Понимаете И От Того Как Будут Деды С Бабы Плакать Сколько Народу Погибнет Поэтому Я вижу Свою Задачу Вот в чем Я вижу Свою Задачу Дальнейшем Новую Цивилизацию Которые Так сказать Станут Вот этим Братством Человечества На планете Который Исправит Вот этот Бардак Который Тут Сделан И Уберет Уберет Нагажено И Восстановит Все Что Испорчено Понимаете Вот Но Этим Людям Прежде всего Нельзя Опираться На то Что Было До Нас Оно Несет Нам Без Проверки Я имею Ввиду И Не брать Много Багажа Потому Что Идти Придется Быстро И по Горной Тропе Поэтому Здесь Я вижу Задачу В первую Очередь Чтобы Люди Как говорится Осознали Необходимость То есть Первым И очередным Первый Очередным Является Понимание Того Где мы Находимся Понимание Что Там Дальше Оставаться Нельзя То есть Это Вот Именно Для прыжка Нужно Вам Нужно Накопить Энергию Понимание Что Там Оставаться Нельзя Что Это Смерть И Подобное И Ощутить Это Всей Своей Кожей И Когда Вы Не Сможете Больше Находиться Там Вы Прыгнете И Должны Понять Что Прыжок Существует Только Мы Можем Прыгнуть Только В Другую Матрицу Другой Вариант Другой Вариант Существования То есть В тот Вариант Где Мы Будем Творцами Где Все Живые Существа Все Как говорится Планетарные Системы Нам Будут Братьями Понимаете То есть Необходимо Отнестись Соответственно Вот Именно К миру Таким Вот По другому Именно Построить Свои Отношения Я Не Говорю О Какой То Толерастности По Отношению К Врагам Разрушителям Убийцам Извращенцам Нет Я Говорю О Том Что Нужно Отнестись К тем Кто Заслуживает Этого Так Как Они Этого Заслуживают Понимаете Я Говорю Прежде Всего О Планете Я Говорю Прежде Всего О Планете Земля О месте Наши Доми Я Говорю Прежде Всего О Ее Обитателях О Живых Существах Они Заслужили Нормальные Отношения Они Заслужили Они Ни в чем Не Виноваты А Вот По Отношению Как Говорится К Вот Сегодняшнему Человечеству Это Вопрос Выборочный Есть Те Которые Не Заслужили Или Скажем Так Заслужили То Чего Они Несут Они Несут Смерть И Смерть Они Заслужили Так Пусть Они Ее Получат Пусть Они Не Мурыжат Нас Пусть Получат То Чему Стремятся И Все Будут Как Говорится Счастливы Мы Тоже Будем Счастливы В Результате Но Самое Главное Я говорю Вот о чем О том Что вот Этот прыжок Вам Придется Совершить Либо Вы его Совершите Либо Вы измените Своё Сознание Именно Сознание На Противоположное Не Сознание Разрушитель Вы Потому И Находитесь В этой Матрице Никто Вас Тут Не Держит Вы Сами Там Находитесь Вы Находитесь Сами Там По Собственной Воле Никто Вас Не Держит Никто Вас Не Заставляет Придерживаться Тех Постулатов Которые Вам Повбивали В голову Никто Только Вы Сами Вот В этом Я Не Знаю Как Это Сказать Камизм Или Как Сказать Весь Парадокс Вот Этой Ситуации Понимаете В Этом Весь Парадокс Поэтому Если Это Удастся Осознать Ну Я Говорю Что Со Своей Стороны Я Хотел Бы Конечно Чтобы Этот Иисус Как Поддержался То Есть Как То Я Не Знаю Расширился Я Смотрю Я Вижу Что Люди Не Понимают О чем Вроде Как Это Речь Там Идет Или Еще Что Может Быть Еще Не Доросли До Понимания Или Не Поняли Еще Не Проснулись Или Как Но Я Знаю Одно Посмотрите Внимательно На То Что Там Я Говорю Посмотрите На Эту Матрицу Проверьте Все Если Не Доверяйте Проверьте Посмотрите Покрутите Оно Работает Оно Работает Во Всех Положениях Вот Всего Как Говорится По Сути Дела Две Системы Вот Что Я Показываю Как Систем Это Система Как Говорится Подшипника Она Ж Система Если Здесь Вы Сотрете Она Будет Система Как Пирамида Она Ж Система Кольцо Понимаете Кольцо Она Ж Подшипник Все Это Единая Система Это Неразделимые Абсолютно Вещи Это Одна И Та Ж Модель Понимаете Одна И Та Ж Модель И Что Касается Всех Остальных И Тех Кто Как Говорится Низковибрирующий Находится В Управляющей Верхушке И Тех Кто Высоковибрирующий Находится Там Внизу Между Нами Сейчас Разница Не Очень Большая Вот Все Зависит От Того Насколько Это Будет Все Воспринято Если Мы Доведем И Будем Тянуть Это До Состояния Катастрофы То Армия Апокалипсиса Это Армия Которую мы Создаем Создавая Свалки Крысы Мыши Муравьи Там Другие Разные Насекомые Грибки Различные Плесени То есть Микроорганизмы Закапывая Создавая Огромные Города Свалочные И так далее Мы создаем Вот эти Резервуары Армию Для Атаки На Нас Если Мы Самостоятельно Не решим Этот вопрос То Сил Для Нашего Уничтожения Вполне Достаточно Мы Не сможем Противостоять Всем Тем Как Говорится Видом Вооружения Которое Планета Против Нас Приготовила Поэтому В интересах Всех И верхушки И низушки Всех Повернуть Повернуть Своими Ногами Повернуть А они Как говорится После Так сказать Того Как нас Размажут После этого Практически Наверное Никого Не останется Вот о чем Идет речь Понимаете Добровольно Осознав Поняв Вот 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 У меня Есть Значит Емайл Есть Счет Ну Про счет Я уже Не знаю Могу Сказать Одно Что Как говорится Счет Это у меня Еще дополнительный Вариант Сканирования Я проверяю А сколько Человечка Осталось Сколько Людей Вообще Понимает О чем Я говорю Пока Что Ну Понимаете Ну Может Спасать Некого Может Некому Помогать Может Никому Не нужна Вот эта Система Прыжка Может Правда Никому Не нужна Но даже Если Двоим Будет Нужна Или Одному Мне И то Уже Хватит Так Что Успехов Вам Здравствуйте Вот Сегодня Мы рассмотрим Вопрос Связанный С тем Насколько Так сказать Рассмотрим Причины Вязанные С тем В каком положении На сегодняшний день Находится Человечество То есть Откуда Появилась Та проблема Откуда Возникли Эти конструкции И Почему Именно Человечество Движется Именно В том направлении Которое Рассматривалось В предыдущих Лекциях В предыдущих Рассказах Значит Все в этом мире Подвержено Определенным Потокам То есть Потоки Как река Формируют Формируют Этот мир То есть Если мы Говорим О той системе В которой Мы находимся Эта система Это вот Солнце И земля Значит Потоки Солнца Это Солнечный свет Излучение Движутся На землю Вот И Соответственно Обогревают Ее Вращают Воздействуют На нее Создают Потоки Внутри земли Да Это такие потоки Известные Как тяготение Там И не только А вот Получается так Что присутствует Такое состояние Обмена Состояние Обмена Потоками То есть Солнце Земле Земля Солнцу Отдает Как говорится Поток И эти потоки Формируют Все что существует По сути дела Их как бы Условно Два вида Один поток Это поток Обозначаемый Нашим предками Как собирающий Поток Вот Его еще иногда Рисует вот так Показывая Направление Вращения По часовой Стрелке И поток Разуплотняющий Вот Один поток Сжимает Скручивает Так сказать Некую Конструкцию Да Другой Разуплотняет И не дает Ей Так сказать Сликнуться Таким образом Обрезованы Все вещи На земле Все Все что Мы реально Видим Соответственно Это можно Посмотреть И на геологических Различных Отложениях Видно там Как расположены Все эти пласты Постепенно Укладываются Этими потоками И Любое Живое Существо Соответственно Ориентировано По этим потокам Деревья Соответственно Вот дерево Допустим Если Это Абсолютный Показатель Воздействие Этих потоков То есть Один поток Земной Выходит Из земли Другой Поток Улавливается Солнце Солнечная Радиация И она Движется По стволу Навстречу Так сказать В корневую систему Из корневой системы Движется поток Вот Других Так сказать Веществ Происходит Обмен По сути дела Дерево Это как бы Генератор Такой Совершенный Генератор Преобразования Значит Солнечной И земной Энергии То есть В стволе Дерево Встречается Солнечная И земная Энергия И все Что Как говорится Создают нам Растения Это все Создается Именно На основе Вот этого Потока Обмена Между Солнцем И землей То есть Все сущее Создал поток То есть Ну Не один поток А Несколько Поток Как правило Существует Когда существует Сотрудничество Существует Равновесие Один Поток Движется Сюда И другой Поток И два Так сказать Объекта Сотрудничают Между собой Передавая Так вот Вот эти Потоки А вот Они Потоки Эти взаимо Обусловлены Вот Чем сильнее Один Тем сильнее Второй Соответственно Это так сказать Система Сотрудничества Вот Очевидно Что Эти потоки Создали Все Различные Формы Их Взаимодействия Создают Все Все Вещи Которые Существуют На земле Создают По сути Дело Саму Землю Вот В какой-то Степени Формируют Солнце Хотя Солнце Допустим Оно Больше Да И на него Меньше Влияет И оно Обменивается Со многими Планетами Нашей Солнечной Системы Но Наверное Наиболее Интенсивный Обмен Происходит Именно С живыми Планетами То есть Как Где Находится Больше Так сказать Жизнь Значит Соответственно Поток Более Интенсивен Получается Что мы имеем Вот такой Захватый Цикл И имеем Животный Мир Растительный Мир Созданный Именно Этими Потоками Созданный По их Подобию По образу Как будто Река Когда она Прокладывает Русл Она укладывает Песок Укладывает Там Какие-то Камни Рыба Ориентируется Головой В направлении Потока И так Далее И так Далее То есть Весь порядок Весь порядок Создают Эти потоки Весь порядок Существующий На земле Вещей Всего Всего В абсолютности Весь порядок Существующий Связано Это И со временами Года И со всем В поведении Животных В поведении Растений В поведении Как говорится В том числе И людей Да Вот То есть Будем Говорить так Что Поток Это в сущности Бог Или Скажем так Это просто Его древнее Такое Забытое Название Или Как сказать Затасканное Название А в сущности Вот это Все определяет Поток Вот эти потоки Которые движутся Туда Так сказать Обратно Поток обмена Определяет Все положение Вещей Да Вот Но это Вот положение Вещей Естественное Которое Существовало И существует На земле Да Вот Но есть Некое Такое Строение Которое Называется Человеческим Обществом Вот И если Утверждение О том Что потоки Создают Все То есть Река Как бы Своего рода Река Жизни Создает Все Создают Жизнь Модулируют Все Так сказать И ситуации И все Все остальное За счет Взаимодействия Этих объектов Которые Находятся Внутри Потока Да А вот То значит И общество Создано Каким-то Определенным Потоком То есть Должен быть Поток Который Создал Общество Потому что Система Эта Она Как бы Просуществовала Очень длительное Время Да Государство Общество И Эта система Показала Свою живучесть За вот эти На протяжении Так сказать Многих лет И имеет Определенное Строение Причем Фиксированное Строение На протяжении Многих Там Десятилетий Тысячелетий Столетий И так далее То есть Во всем Обозримом Историческом Как говорится Периоде Который Мы можем Посмотреть То есть Строение Общества В принципе Но Есть одно Но Очень Интересное Что Строение Общества Не Вписывается Вот в этот Поток Не Вписывается В природную Структуру Возможно Когда-то Строение Общества Вписывалось Но Сегодняшнее Общество Не Вписывается Вот в этот Поток Вот Оно Не Находится Вот в этом Обмене Оно Существует Как бы Отдельно То есть Существует Как отдельная Система Как отдельная Настройка На земле И чем Занимается Вот это Вот общество Да Вот эта Вот система Ну Мы ее так Условно Пирамидкой Обозначим Да Вот Она Чем Занимается А тем Занимается Что она Уничтожает Все Что создает Вот этот Вот этот Вот поток Обмена То есть За последний Период Мы Так Доблестно Уничтожили Практически Было 95 Сейчас Наверное 98 Процентов Живых Существ на планете Значит Включая Там Понятные Деревья Растительный Покров Мы разрушили Все Значит Вынули Все Тела Которые Значит Рудные Там Планетарные Так сказать Вот Повытаскивали Не зная Для чего Вообще Они там Лежат И какую Цель Они вообще Играют В теле Планеты Да Ведь они Тоже Образованы Потоком Да То есть Вот этим Вот потоком Все это Образовано Для какого То Функционала То есть Для каких То Для какого То действия Для каких То Стабилизации Каких То Режимов Были созданы Вот эти Рудные Различные Тела Полезные Скопальные Как мы Называем Вот То есть Мы все Это Изымаем Вытаскиваем Мы Уничтожаем Жизнь То есть Мы Реально В этом Являемся Теми Теми Кто Пытается Этот поток Разрушить Понимаете Поток Обмена Вот этот Разрушить Изъять Из него Энергетику Вот Свою Вот эту Пирамидальную Как говорится Системку Да Вот Для чего Очевидно Для чего Мы это Пытаемся Сделать Ведь Если так Логически Просмотреть То Все что Мы По сути За счет Чего Мы Живем Нам По сути Дела Дает Вот этот Поток Обмена Вот Солнечная Энергия Она дает Нам Возможность Питаться Она Обогревает Землю Она Запускает Еще множество Множество Процессов Которые Позволяют Нам Жить То есть Это по сути Дела Это поток Это источник Нашей жизни Это Река Жизни Которая Питает Нас Питает Наше Тело Создает Наши тела Создает Все Чем Мы Пользуемся В сущности Этот поток Это наш Бог Который Нам Как говорится Все Дает Непрерывно А мы Что Делаем Мы Уничтожаем Все Божьи Как говорится Творения Все Творения Этого Потока Уничтожаем Разрушаем Разрушаем Как говорится То есть Мы Ведем Войну Войну Вот с этим Потоком Мы Стремимся Его Остановить Уничтожить Разрушая Все То Что Им Было Создано Да И По сути Дело Вмешивая С него Самого Создавая Различные Искусственные Эти Самые Сооружения Используя Радиосвязь Так сказать А Именно На этой частоте Идет Обмен Информационный Между Солнцем И Землей То есть Мы Стремимся Всеми Силами Остановить Поток Жизни Который По сути Дело Создал Нас Создал Все Живое На Земле И Создал Практически Землю Вот этот Поток Мы Пытаемся Восстановить Ну Понятно Значит Раз Мы Пытаемся Остановить Отсюда Извлекаем И Мы Знаем Что Все Это Движется Куда Туда Куда Куда Пирамид Все Вовлекается Туда Ну Значит Раз Мы Не Являемся Частью Этого Потока Значит У нас Есть Кто Другой С Кем Мы Осуществляем Тот Же Обмен Кто Другой Или Куда Этот Поток Уходит Он Здесь Не Остается Он Куда То Движется Есть Некий Другой Объект Грубо Говоря Который Задействован В обмене Нашего Общества То есть Общество Изымает Отсюда Поток И Куда То Его Направляет То есть Поток Жизненный Изымает И Направляет Наши Как Говорится Структуры Туда Куда То есть Есть Некий Объект Вне Вот Этих Объектов Существует Некий Еще Один Объект Возникает Очень Интересный Вопрос Интересный Вопрос А что Это За Объект Такой Ну Если Так Просто Просмотреть Вот Эту Ситуацию Отдельно То Можем Это Прорисовать Таким Объект Вот Существует Земля Вот Существует Общество И Вот Существует Этот Объект Некий Объектик Существует Этот Объект Вот Здесь Допустим У нас Получается Обмен Солнцем Вот Этот Объект Изымает 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 Через общество Через людей Которые имеют Подключение К этому потоку К потоку Общему Который Собственно Я их создал Подключается Через людей И Направляет Энергию В этот Объект Свою Энергетику Это Можно Видеть Допустим Что мы Направляем По поводу Наших Материальных Средств К верхушке Пирамиде Идет Вся Основная Наш поток Поток В том числе Денег Ресурсов И всего Туда Идет Они Управляют Этим Процессом Он Туда Как бы И уходит Значит Можно Сказать И жизненный Поток Движется В том В том же направлении То есть Куда-то Сюда Вот он Двигается В этом направлении Получается Что Мы Имеем Общество Создало Взаимодействие Человеческое Условно Человеческое Создало Взаимодействие С неким Объектом Находящимся Вне Значит Вот этого Галактического Содружества Земля Солнце И другие Планеты Так Вот То есть Оно Мы Вывели Себя Из Так сказать И Противопоставили Себя Вот этому Как говорится Потоку Потоку Жизни Противопоставили Себя И Работаем С каким-то Объектом Непонятным Объектом Да Которым Мы Практически Ничего не знаем Но Очевидно Раз Как говорится Энергия Поток Куда-то Усвещает То есть Куда-то Направлен Значит Там есть Некий Потребитель Да Потребитель Присутствует Очевидно А иначе Б Эта вся Система Замыкалась Здесь И все Как бы И дальше Никуда Но Все это Присутствует Да А вот Теперь Само строение Общества Которое Мы Как говорится Изображаем Всегда Пирамидально Да Где у нас Сверху Элита Снизу У нас Массы Да Вот оно Вот это Строение Общества Да Вот И существует Там Как бы Некий Глаз Да Существует Глаз Здесь Какой-то Там Рисуют Все время Да Вот У урагана Тоже Существует Глаз И у ворон Существует Глаз А вот И вот Если внимательно Посмотреть То Вот эта Вот Форма Вот эта Форма Это Вот если Вот здесь Располагается Насос Некий Насос Да Который Которым Ну присутствует Разрежение То есть Насос сосет То это Вот форма Засасывания Там Воды Воздуха Чего угодно И вот здесь Вороночка Такая Существует Она сосет Да Допустим А вот Сосет И засасывает Все Вот Наше общество Оно в форме Воронки Вот этой В форме Конуса А вот Почему Да потому что Энергия движется Туда Она движется Вот так И туда Усвищивает Вот в это Вот отверстие Да Поэтому Ориентировка Нашего общества Соответствующая То есть Она соответствует Динамическим Параметрам Всасывающего Головка Все нормально Все так и должно быть То есть мы тоже Соответствуем потоку Но только другому Это уже другой поток Это поток Который Так сказать Забирает энергию Из вот этого круга Это такая Насосная установка Хорошая Которая Сосет Энергетику Вот Через людей Ну соответственно Из людей Вот Через их подключение К вот этому кругу Да Так как они созданы Вот этой вот структурой Через них Высасывает Энергетику Планеты Земля В частности И Соответственно Вот Энергетику Солнечной системы Вот таким образом А ориентировка Внутри Внутри Вот этой у нас Системы Она соответственно Здесь вот покрупнее Да Потому что Как говорится А здесь помельче Потому что Простите за выражение Тут Как бы Большая скорость течения И надо чтобы Объекты были помельче А иначе их унесет Соответственно Туда Да Вот Меньше сопротивления Должно быть Ну и плюс Это вот Весь механизм Вращается Как говорится Как вороночка И мелет Мелет шарики Мелет шарики На самые мелкие Самые мелкие Соответственно Здесь То есть все Конструкция заработала Заработала И приводится она потоком Потоки все приводят Они создали Так сказать Нас Они создали Землю Они создали Создают планеты Во Вселенной Да Реки Так сказать Вот эти потоки Вот И соответственно Они создали Тоже наше общество То есть Наше общество Создано потоком Ну давайте Отключемся От потоков Давайте вернемся Допустим К таким простым вещам Как Значит Система Сообщающихся Сосудов Да То есть вот Система сообщающихся Точнее Таким простым вещам Как допустим Насекомые Да Насекомые Вот представьте себе Насекомого Тут сейчас не очень видно Да Представьте себе Насекомого Вот Которое напало На некую Скажем так Некий объект Оно захватывает его Да Ну скажем там Паук это или что-то Захватывает его Да И Соответственно И Оно его Прокалывает Своим жалом И пускает туда яд Вот То есть И пускает туда яд Но сначала Она должна зафиксировать Его Значит Своими Лапками Зафиксировать лапками Потом яд туда пустить Чтобы парализовать жертву Чтобы можно было Соответственно Как бы Воспользоваться Его Жизненной энергии Значит Жизненные соки Высосать с него И так далее Вот То есть Сначала фиксация физическая Потом значит Укус И как говорится Парализация Вот Ну давайте посмотрим Есть ли у нас Такие объекты В нашем замечательном обществе Вот Покрупнее нарисую Сейчас что-то Как говорится Вот Представляем себе Допустим Наше общество Да Вот оно Как бы Пирамидальное Такое Да И вот этот объект Который сосет Да Вот Системка Да Что в нашем обществе Может являться Лапками Вот этими лапками Вот Вот этого Клещика Да Или как там Паучка Чего хотите Что может являться Лапками Которые физически Нас удерживают Ну очевидно Это там Армия Полиция Это там Все наши Правовые органы И так далее И так далее Все это удерживает Человек И не дает ему Убежать Не дает ему Скрыться Не дает ему Как говорится Отсоединиться От этой системы Границы Там все это Все соответственно Чтобы держать его Чтобы зафиксировать Там Чтобы выяснить Так сказать Его посчитать Вот Все эти объекты Чтобы держать их На учете Так То есть Вот это лапки Обычные лапки Лапки Клешинки Как хотите А что же У нас Является Вот этим вот Жалом Или скажем так Ядом Ядом Ну яд что делает Он парализует Нервную систему Парализация Нервной системы У нас В обществе Как может происходить Через что Какие структуры Могли заниматься Эти Ну какие структуры Наверное Те структуры Которые будут призывать Не сопротивляйтесь Отдайтесь Как говорится Поставьте там Вторую щеку Сделайте там Как говорится Это Потому что Это нужно сделать Там Позвольте сделать Так устроен мир Не надо Как говорится Это Придайтесь Значит Этому Спокойствию Там И так далее Вот И они все это Говорят от имени Какого-то Бога Вот эти структуры Это религия Соответственно Кто-то сказал Это опиум для народа Да Это яд Который позволяет Фиксировать И высасывать Жизненные соки Вот так и возникло Государство Очень просто Лапки И жало С ядом Вот так А для чего Существует государство Как сказал Один классик Государство Это аппарат Насилия Но для чего А для того Чтобы высасывать Жизненную энергию Чтобы вот этот Клещик Мог питаться Понимаете Государство Возникло На основе потока 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 Высасывания Понимаете Потока высасывания Это большая Насосная установка Доильная установка Где Объект фиксирует И соответственно Парализует И дует Вот Главная основа Государства Основа Которая Так сказать Существовала С древнейших Времен Вот И Как бы Эта основа Так сказать Существует До сих пор Только количество Ядов Вбрасывается Сейчас уже Может быть Побольше И как-то Количество Фиксации Побольше Чтобы так сказать Объект не вырвался И не попытался Так сказать Куда-то там Скрыться Бежать уже некуда Лапки везде И яд повсюду Вот Поэтому Это все Возникло Собственно говоря Как предаток Некого Так сказать Некой системы Которая подцепилась К нашему Основному Обмену Потоку Который создал нас Который создал Землю Создал Так сказать Все сущее на ней И весь порядок Вещей Который существует Естественный порядок Вещей Вот А вот этот Вот объект Вот И обмен с ним Нашего замечательного Общества Разрушает этот Порядок вещей Который был создан Естественным образом Которым собственно Дает нам жизнь То есть он уничтожает Реку жизни Он уничтожает Вот этот поток То есть Эта система Как бы Уничтожение жизни Высасывание из нее Жизненных Соков А вот Ну теперь Давайте Рассмотрим Повнимательнее Что значит Это у нас Может быть За система Во первых Конечно Чрезвычайно Интересен Момент Возникновения Этой самой Системы Вот предположим Земля И вот Маленький Так сказать Объектик Который Захватил Кусочек Тут и Присосался Может он Маленький И впустил Сюда яд Что происходит Значит Возвращаясь Значит Что происходит Сюда попадает яд Вот в эту Вот эту ситуацию И плюс Здесь высосана Жизненная энергия Да Некий народ Некая группа Попала Вот в такую ситуацию С них высосали энергию И отравили Вот этим ядом Что происходит С этой группой Ну очевидно Что яд Особенно Яд какой-то Нисквибрирующий яд Вот Вот Он способен Менять Вплоть до того Что генома Да То есть Мы знаем Что это уже Волновая система Вот Он способен Это менять Способен Изменять Человеческий Так сказать Генотип Ну и Видимо И живых Вообще живых Существ Так Так Плюс Эти люди Потеряли Энергетику Вот И они уже Не стали Вполне Людьми То есть Яд Яд Воздействуя на Человека Ну как На любую Он лишает Его способности Мыслить Вот эта Вот эта Группа Потеряла Способность Мыслить Потеряла Да Не до конца Но что-то там Какое-то у них Осталось Вот Но они потеряли Способность Мыслить И Изменились Изменились Так что Они почувствовали Что они По отношению Вот к этим Вот ко всем Остальным Чужие Что они будут Делать Они будут Объединяться Они будут Объединяться И объединяться В тайные Общества Потому что Эта система Она низковибрирующая Да А эта система У нас повыше Вибрации Почему именно Повыше Ну потому что Все очень просто Потому что Чтобы засасывать Засасывать От отсюда Здесь должно Быть разрежение То есть Должно быть разрежение То есть По уровню вибрации Это должно быть Более низкий объект у него должна быть более низкая вибрация. А у этого объекта повыше своего рода вибрация должна быть. Поэтому, соответственно, здесь как бы избыточное давление, а здесь пониженное своего рода, и он высасывает. Таким образом, вот эта группа попала под воздействие низменной вибрации. Ну, что такое низменная вибрация? Вот тьма – это низменная вибрация. Так принято было называть нашими предками, что низкая вибрация – это тьма, а высокая вибрация – это свет. Разум, разум мышления соответствовал высокой вибрации, потому что оно издавало световые, так сказать, эти, вокруг человека светилось там всё, когда он был мыслящим. А неспособность мыслить, потеря мыслительных процессов, характеризовалась как падение во тьму. Вот и всё. И если вы не мыслите, значит, вы во тьме. То есть слепота, глупость – это глубоко упасть. Вот таким образом. По этой причине, так сказать, эта группа, вот, объединяться начала в тайное общество. Потому что он тайный, почему? Потому что тяготеет ко тьме. Во тьме они объединялись в тайное общество. Теперь, почему они так стремились к объединению? Ну вот, когда объект, вот он кругленький такой, да, он совершенство своего рода. Он совершенство. А если объект, вот какой-то, как обгрызенный, ещё там обгрызенный объект существует, то каждый из этих объектов чувствует своё несовершенство. Но, соединяясь вместе, между собой, да, они тоже могут образовать круглый объект, да, вот, то есть, как бы, соединяясь, они могут создать нечто вот совершенное, да. Вот. То есть, стать совершенным. Вот. А если хорошо погрызенный, то, значит, большая группа вот этих ущербных товарищей, для того, чтобы чувствовать свою ущербность, они стремятся объединяться. Потому что вместе они чувствуют себя полноценным неким. А по отдельности у них, у каждого своя неполноценность. Так они друг друга дополняют. И это уже сила. В общем-то, это не большая сила, но сила. Вот, представьте себе, тайны общества, объединяющиеся. А вот. Большие, как говорится, группы, во тьме тайна, вынашивают какие-то идеи. А вот. Это просто отравленные люди. Отравленные вот этим вот паразитическим существом, отравленные его ядом, захваченные, уловленные им. А вот. И подвергшиеся изменению, они не могут вернуться назад, потому что их уже изменили, они себя чувствуют другими по отношению вот к остальной массе. И они начинают войну против остальной массы. Что движет ими? А вот голод вот этой штучки движет. Потому что мышления уже нет, но есть приказ. Хочу кушать. И он приказывает им улавливать других для того, чтобы он мог кушать. Он кушает и растет. Растет и количество яда, которое он вбрасывает. Растет и количество людей, которые, как говорится, попали под это ядовитое воздействие. И в какой-то момент это вся планета. Паразит вырос. Он огромен. И количество яда, которое он продуктирует, огромное. Большая часть потеряла способность мыслить. На планете начинает развиваться огромное количество болезнетворных микроорганизмов, всего-всего. Как говорится, количество болезней растет. Растут какие-то неурядицы. Плюс ко всему создается, что создается? Транслируемая вот отсюда, транслируемая вот отсюда, низкая вибрация, создает такое же низкое, так сказать, наполнение планеты. Вот эти отравленные, они делают все по образу и подобию вот этого объекта. То есть, ну, понятно, через то, что все равно здесь присутствует поток, вот этот солнечный, он все равно присутствует, он все равно спасает, как бы, Землю, да, от полнейшей гибели. Он подпитывает ее энергетически. Но, но, процесс идет, отравленные захватывают, захватывают, что в сути отравленные? Низко вибрирующие, тьма, они захватывают Землю, уничтожая все живое, все живое, уничтожая все лучшее, высоковибрирующее, высасывая с этого соки, как говорится, убивая и бросая вот в этот вот жерло, насоса их жизненную энергию, подпитывая. А он растет и бросает им, как говорится, сюда дополнительно подпитывает их низменной вибрацией, которая заполняет все. и мышление становится низковибрирующим. То есть, не мышление, а поведение становится низковибрирующим. Мышление исчезает. И здесь создаются вместо высоковибрирующих таких вот каких-то, которые были там вот, совершенных генераторов, типа деревьев, типа живых существ, типа каких-то биотопов, там каких-то, значит, живых сообществ и так далее. Вместо этого создаются машины низковибрирующие, создаются пустыни, создаются какие-то, как говорится, свалки, создаются какие-то отравленные, так сказать, участки, где-то ядовитые отходы, где-то какие-то непонятные объекты, как говорится, которые несут, все эти объекты несут низкую вибрацию. Почему? Да потому, что отравленные, отравленные, они настроены на это. Они настроены только на одно, создавать низковибрирующие генераторы. Почему они себя таким образом ведут на Земле? эти отравленные. Да потому, что они уже изменены вот этим объектом. Изменены. И они не считают Землю своей планетой, потому что они уже не вполне, как бы, своего рода люди. они подпали под власть. Понимаете? Под гипноз, под, как говорится, влияние этого яда. И они себя чувствуют ну вот этим вот. То есть, или частью его. Понимаете? это он теперь является для них Богом. Вот. Это он является для них потоком, в котором они живут. Он для них является Богом. И они уже не думают о том, что они дышат воздухом, что они ходят по земле, что все их, как говорится, это. Все это. Все, все, что дает им, как говорится, возможность жить, это все только от земли, только, как говорится, от вот этого потока, от основного, от потока, как говорится, созидания, а не от этого потока, который, как говорится, пожирания, потока высасывания. Он ничего не создает. Понимаете? Он создает на земле рай не для живых существ. Ну а что это может быть? Вот если вот, мы вот уже сегодня как разрушили землю, а поток туда все равно продолжает идти. Это что за объект такой? Что там находится здесь, вот в этом вот месте? Что здесь находится? Очевидно, это настолько низко вибрирующий объект, что, ну в нашем мире, чем он может соответствовать? Ну, наверное, плесень какой-то, может микроорганизмом каким-то, может быть, это что-то такое гибридное на самом деле. Что это за структура? Но эта структура не обладает высоковибрирующими, так сказать, вибрациями, то есть высокими. Она не обладает. Ее лозунг это безмыслие, как говорится, и вот это вот спокойствие, как говорится, для чего? Для того, чтобы, как говорится, не думал, выполнял, так сказать, приказы, подчинялся и, как говорится, добывал для нее пищу, пищу, кормил ее, понимаете? Вот и все. Вот таким вот образом вся вот эта система работает. И получается у нас что? У нас получается, что мы попали под власть вот этого объекта, все земляне попали под власть этого объекта, да? Яд этого объекта распространился, отравил нам способность мыслить, и мы не можем понять, а что происходит-то вокруг? Мы не можем понять, почему вот славяне тут же жили, да, славяне, попали под власть кого-то там обращены в какую-то религию, да, допустим, и через буквально там какой-то короткий промежуток начинают зверски убивать своих же братьев, от которых они вот буквально тут отсоединились сколько-то времени. Или даже в одном народе, практически не рассоединяясь, одни попали под влияние вот этого, как говорится, вот этого потока, и как одержимые начинают убивать, убивать детей и женщинами, насиловать, грабить, как говорится, рвать на куски живых людей и так далее, с такой бешеной, как говорится, одержимостью, что некоторые потом сами, очнувшись, не могут понять, как они это сделали, как они попали под вот эту вот систему. А это действует вот он, действует его яд. Поэтому, попав народ, один и тот же кусок какой-то народа, какие-то группа из него попала, под этим воздействием, и она уже перестает считать вот этот народ, из которого она вышла, своим, она начинает его убивать, уничтожать, потому что для нее это чужие, потому что она сама стала чужим, вот эта группа стала, превратилась в чужих. У них больше не человеческий разум, а они себя считают чужим, потому что их разум порабощен, их разум захвачен. вот этот объект, мы его кормим, он растет, соответственно, вот. Возникает такой интересный вопрос, да, где он там находится-то? Да плохо его знаю, где, рядом вроде его не видать, хотя это как бы, при том уровне знаний, после такого, дозы яда вообще сложно, какие-то такие вещи серьезные. То есть я так понимаю, что мы потеряли серьезную дозу мышления, раз вся планета практически захвачена и изуродована. То есть объем этого яда, выброшенный в наше, так сказать, тело человечества, гигантский. Мы потеряли способность мыслить, мы как слепые, мы ползаем, мы не можем понять. Я долго пытался понять этот вопрос. Многие ученые, какие-то писатели подходили к этому вопросу, но никто не смог его осилить, никто не смог понять, что вообще происходит. Где источник того вот этого раздора, который пойдет все время между нами? Где источник вот этого все время зверства, вот этих всех, как говорится, преступлений, которые совершает человечество против своей планеты, против друг друга, против живых существ? Где источник? А источник вот он. Вот он источник. А это насосная установка его. Наше общество насосная установка. Или как сказать, оголовок насоса, да? То есть, мы сами, сами уничтожаем свою планету, уничтожаем всех живых существ, уничтожаем лучших из нас. Ради чего? Ради того, чтобы бросить в жерло, как говорится, поток жизненной энергии туда. Чтобы вырвать его из вот этого основного потока и туда его выкинуть. Но мы преуспели, планета умирает, мы уже, как говорится, наверное, выкормили огромную тут тварь. И я так думаю, что если где она находится, от нее идет низменная вибрация во все стороны, да, вот так распространяется. Наверное, не, как говорится, ни один мир пострадал от вот этой штуки. Потому что мы ее кормим. Мы, понимаете, мы с вами, мы бы не просто, как бы, то самое, мы с вами батарейки, батарейки, которые питают гигантский низковибрирующий генератор, который распространяет вот эту всю заразу, уничтожение, тьму, тьму на во Вселенной, понимаете? И мы еще не знаем с вами, что, как говорится, мы там напитали, что мы там навыращивали. И что это? Вот это вот объект натворил там по отношению к другим планетам, другим мирам, другим, понимаете? И где он там находится. Потому что, как говорится, мы единственное, что питаем вот эту поповину, и все. Мы отдаем туда энергии, и все. И все, никто не хочет повернуться вот лицом к этому. Всем страшно. А почему? Да потому что вот эта штука низменная, она трансфирует низкую вибрацию, а это и есть страх. Она трансфирует страх. Страх. Это самое простое я парализующий все живое. На вас трансфирует страх, вы испугались. Все. Вы в шоке, вы стоите, вы замерли, вас можно кушать. Никаких проблем. то есть все здесь достаточно просто. Здесь нет никаких особых, так сказать, вариантов. Теперь еще возникает вопрос, да? Возникает вопрос. Вот этот объект, это что? Это у нас, скажем так, рай, наверное, для микроорганизмов, или что это? Я не знаю, что здесь. Плесень тут живет, какая-то форма жизни такая вот, низменная, да? По сравнению с нами, да? И теперь в процессе обмена и заброса суда яда у нас тоже начинает возникать что? Вот мусорные свалки, это рай для чего? А если еще это хорошенечко все отравить? А там ничего живое будет жить, ни ноль. Там ни крысы, ни мыши даже в принципе не смогут жить. Если все вот эти отходы, которые мы сегодня, благодаря нашим, так сказать, великим, а у нас есть два величайших, так сказать, одни делают на любые преступления и идут ради Бога, как говорится, во имя Бога, да? Какого только Бога? Видимо, вот этого. Вот. А другие идут на любое преступление ради науки. Понимаете? Это такое вот, как сказать, то есть это единая система на самом деле. Они одно. Понимаете? в результате те, кто, как говорится, шел ради науки, они снабдили нас огромным количеством ядовитых веществ на планете. Огромным количеством разрушений на планете. Это все было придумано Евгением. Говорят, нет, неправда. Это все придумано для нашего блага. Понимаете? Говорят нам, для нашего блага. Чтобы мы жили хорошо, чтобы у нас все было замечательно, чтобы мы не трудились и все остальное. Да, конечно. Вот это вот насосная установка, вот эта вот насосная установка, да, она с иерархией, с вот этим вот захватом, значит, с этими щупальцами, да, она придумана для нашего блага. Да, для нашего блага. Правильно? Чтобы нас лучше доить. Вот вы думаете, коровы, коровники стоят, поилочка рядом, да, кормушечка рядом, тепло, сухо, замечательно, свет светит, помоют, почистят, на прогулочку выпустят. Вот. Ради чего? Для блага коров? Нет. Для того, чтобы получать от них как можно больше молока. То есть, ради продуктивности. И все эти вот, экономия ваших физических усилий, экономия вашего времени, так сказать, все, все это создано для того, чтобы у вас получать побольше жизненной энергии. Чтобы вы не тратили на физические какие-то там дела, еще куда-то не тратили, все. А вот отдайте ее сюда. Понимаете? Для повышения, повышения, повышения продуктивности, вашей продуктивности, так же, как и коров. Для повышения ваших комфорт создан, все вот эти игрушечки, которых вы играете, для привлечения внимания, так сказать, чтобы вас можно было подоить, пока вы там, как говорится, в игрушечки играете, а вас сдует тем временем. А вот. И для того, чтобы вы не тратили энергию, отдали ее, отдали ее, дали ее установки, ему отдали. Понимаете? Все ради этого. А то, что там будет с планетой в результате того, что вся вот эта вот отходы от вашего, так сказать, комфорта, от вашего, так сказать, всего этого самого, вот. А что они отравят планету? Да это по фиолетову, абсолютно. Вот этой штуке это по фиолетово. Понимаете? Если она существует на уровне микроорганизма, то здесь, в принципе, для микроорганизмов будет рай. Куча отходов всяких разных. И никто не мешает. Никакое живое существо там жить не будет. То есть, в принципе, нормально, в принципе. Понимаете? Мы вот такие великие, мы такие вообще все там супер, какие там, непонятно какие, мы такие гордые над собой, мы такие цари природы, да? А нас захватывает микроорганизм. Да, он какой-то не такой, как мы привыкли, но вот он, вот он обладает вот такими способностями. Он нас захватывает, он нас отравил ядом, пустил нам в голову какие-то самые, и у нас начался религиозный бред, мы понесли какую-то там чушь, мы начали какие-то там вещи видеть, там еще что-то. Да, да, можно там поесть еще какого-то яда и вы тоже много чего увидите. И у вас, как говорится, появится галлюцинации, это как раз действие яда. Бред, это действие яда, еще какие-то вещи, это тоже. Поэтому это вот как раз клиническая картина, вполне нормальная. Но обидно тогда, вот что, что получается, что микроорганизм нас захватывает, мы ничего сделать не можем. Никто не может повернуться к нему лицом и сказать, что это такое вообще? Мы все предпочитаем бежать, прятаться или пристраиваться в этой системе. Вот, нам надо пристроиться. Не, ну ты же как бы, ты должен пристроиться в этой системе, ты должен в насосной установке пристроиться и поклоняться начальнику насосной установки. А там есть кто в насосной установке? Нет, ну не знаем, кто там есть, но сосет энергию со страшной силой. Понимаете? Сосет энергию со страшной силой. Получается у нас что с вами? Мы имеем дело с непонятной какой-то штукой. Непонятной, потому что умственные способности у нас, как говорится, отравлены. А вот. Эта непонятная штука захватывает, уничтожает землю на наших глазах нашими руками. Понимаете? Нашими руками. А мы ничего не можем сделать. Наша мать погибает, мы ее сами убиваем, насилуем и все остальное. И мы ничего не можем сделать. Почему? Да потому что, видимо, основная масса настолько отравлена, что они потеряли всяческое человеческое, как говорится, в себе. И они только выглядят как люди. А в сущности это уже зомби. Зомби, которые ходят по нашей планете и уничтожают ее. Они себя не считают землянами. Нет, они не считают себя землянами. Они считают себя вот частью этого организма. Они считают, что он для них Бог. Нет, суть состоит даже не в том, что они что-то считают. Они и думать-то не могут. Комбинаторить какие-то решения, которые мы подсунули, да, вполне. Какие-то там бредовые идеи, да, наверное. Но они не могут проанализировать, что происходит. Понимаете? И вот человечество столкнулось с такой ситуацией, что с одной стороны мы свою планету уже изгадили сильно, с другой стороны мы не знаем, как эту насосную остановку остановить. Что делать в этой ситуации? Каким образом нам поступить людям? Мы попали в вот эту штуку, государство нас держит, вся эта вот система нас держит и постоянно в нас сбрасывается яд. Понимаете? что делать нам? Непонятная совершенно ситуация. Совершенно непонятная ситуация возникает. особенно непонятно это, как говорится, с нашими умственными способностями. И особенно это, как говорится, непонятно, потому что большая часть потеряла способность мыслить. у нас часто говорят лозунг объединяйтесь, да. Объединяются, вот хорошо отравлены, они здорово объединяются, у них очень хорошо получается для каких-то безобразий, они здорово объединяются. А вот хорошим людям, те, которые более-менее еще как-то себя, какое-то что-то полноценное, им сложно объединяться. А потом они тоже, как говорится, под воздействием сильным находятся. Вот. И извне к ним подцеплена масса всего, то есть достаточно сложно вырваться из этой ситуации. Ну, теперь возникает у нас такой вопрос. А вот. Ну, хорошо, вот мы сейчас часто говорим, там, религия, там, и все остальное, вот я сейчас говорил, да, религия, ну, сейчас у нас еще СМИ, там, и многое чего другое, по сути дела, которое заменяет религию, там, которое, говорим о том, что человечеством управляют, да, человечеством управляют, человечество, так сказать, а вот теперь представьте себе простой вопрос. Масса отравленных потеряли способность мыслить. Если ими не управлять, что они будут делать? Они же зомбики. Они научат творить такие вещи, что волосы на голове дыбом станут. Потому что у них, у них и все, мастительных способностей нет. Поэтому, с одной стороны, религия это как бы зло, а с другой стороны, вот этих вот баранов, для этих баранов, для ослевших, для тех, кто, как говорится, потерял способность всяческую мыслить и все остальное, она является стабилизатором. Так же, как и средства массовой информации, тоже является стабилизатором. они, так как потеряли способность мыслить, они превратились, ну, скажем, в некое подобие общественного организма, где должен быть центральный процессор, который будет давать, говорить им, что делать. Потому что они сами мыслить не могут. Понимаете? И коллективный труд должен быть для этого, потому что индивидуально трудиться они тоже не могут. За ними надо следить. а они себе отчет не отдают в том, что они делают. И таких у нас много. Поэтому возникновение и средств массовой информации, и управления массами, это просто уплотнение, как говорится, клешней. Почему? Потому что объект, который, как говорится, уже настолько сильно отравлен, он уже просто вообще не вменяем. То есть, его отпускать нельзя. Он не вменяем. его приходится еще сильнее держать. Понимаете? И еще больше управлять. Сегодня мы его, он отравляется, завтра надо им еще больше управлять. Послезавтра еще больше. Понимаете? Еще больше держать, еще больше управлять, еще больше держать, еще больше управлять. Ну и куда таким образом можно зайти? Ну тогда это просто уже к радиоуправляемому человеку, да? То есть, который, так сказать, будет ставлен какой-то этот программный процессор или еще что-то или какая-то система передачи куда будет передаваться то, что ему нужно делать то есть это объект, который полностью потерял разум ему передается то, что ему нужно делать как ему себя надо вести, где надо что делать то есть это фактически переход конечно в робота но не дай бог где-то какой-то программный сбой в центральном процессоре эти роботы превратятся во что-то страшное, ужасающее то есть это тоже тупик и туда смысла дальше идти нет, тупик понимаете? вот но здесь есть один очень интересный факт дело в том, что когда два объекта работают в таком режиме один, допустим, растет и происходит перелив так сказать вот этой вот системы допустим какой-то наступает момент выравнивания потенциал когда вот здесь уже много энергии не возьмешь ему нужно много а не хватает нету земля оказалась круглая все никак больше нету понимаете? больше нечего дать и вот эта дыра в человеке через которую высасывается туда как говорится все это она уже не может наполняться то есть вот это мы не можем наполнить насосную установку больше хвостик в насоске вот этот хвостик про хвостик я говорю вот он хвостик в этом самом в водовороте вот он хвостик водоворот есть а в нем хвостик вот этот хвостик завилял почему? потому что а не хватает энергии насосной установки не хватает энергии почему не хватает? ну почему? потому что кончились высокопотенциальнички а ну вот как это это так же просто как допустим вот представьте себе стадо коров да? это в советские времена такие вещи были а вот ну они все доятся очень помалу и чтобы увеличить надое начинают увеличивать количество поголовья но это не дает это увеличивает сильно затраты не дает никакого результата это только отписки понимаете? и в результате эффективность падает еще сильнее так и сейчас на земле огромное количество народу но они все низкопотенциальнички и с них ни черта не выдаешь ну нету там с них энергии никакой и поэтому вот эта штука начала голодать и количество яда стало меньше вбрасываться понимаете? количество яда стало вбрасываться меньше за счет этого люди стали просыпаться ну меньше отравляемся начали полечка голова начала работать кто-то там проснулся начал что-то говорить кто-то еще продолжает бред нести вот то есть суть состоит в чем? появился просвет да? за счет того что наступил некий голод а вот штука голодает да она еще вбрасывает достаточно много яна но уже как говорится не хватает ей а вот поэтому это внушает надежду потому что вырваться из вот этой вот насосной установки достаточно сложно она работает давно все это установилось и как говорится для многих в общем-то при тех при той при том повреждении низкими вибрациями уже способность мыслить настолько они не могут себе это представить что это так может быть что вот так вот просто вот такая вот штучка она взяла прицепилась или мы ее сами подцепили я не знаю как это произошло это в принципе не важно может мы ее сами сотворили этот тоже вариант возможен древние говорили о том что когда-то человечество возгордилось и начало творить миры и все остальное и вот получилось что создали такой мир вполне возможно мы же создали наши ученые на земле создали вот эти все эти штуки которые следующим поколениям принесут только проблемы поэтому мы сегодня пользуемся электричеством от них какие-то еще вещи делаем получаем как говорится отдачу а завтра это будут отходы завтра это будет мусор ядовитый мусор и следующие поколения они уже пользоваться ими не будут они будут их обслуживать понимаете как мы сегодня обслуживаем вот эту вот штуку понимаете то есть очень такая аналогия хорошая присутствует понимаете мы на земле сотворили тоже низко вибрирующую такую систему и теперь потомки вот дети как говорится дети вот здесь которые так сказать у нас на земле существуют они вот это вот все будут обслуживать все это то что как говорится мы сотворили все эти ядовитые отходы все все они будут обслуживать а почему а если они будут обслуживать все это разольется все это как говорится взорвется все это отравит планету а они погибнут они заложники понимаете они заложники кто-то попользовался очень неплохо. Кто-то очень, как говорится, хорошо пожил, а теперь будущее поколение заложники. Заложники. Понимаете? Заложники вот этого отравленного ядом, заминированного ядом мира. Кто-то разрушил погодную, так сказать, машину планеты. Кто-то там разрушил экологические там эти миры. Кто-то вырубил лес, а все теперь нечего, как говорится, и топиться нечем, и, как говорится, подышать свежим воздухом не удается и так далее, и так далее. А зато они попользовались. Им спасибо, они попользовались. Понимаете? Вполне возможно, что и здесь такая же ситуация. Кто-то посоздавал миры и создал вот такую штуку. И через пуповину создания она оказалась связана с нами. Этот мир тоже развивался и пал, как говорится, в пропасть низкой вибрации. И через вот эту, как говорится, пуповину, возможно, начал нас сосать. А может, это было нападение. Сейчас это уже не важно, кто виноват, кто, как говорится, это сделал, и кто начал вот эту вот войну, кто создал эти тайные общества, которые, как говорится, продвинули, так сказать, экспансию. Все, а теперь мы уже как бы все в равной ситуации. Сейчас, решая, возникает вопрос только один. Только один вопрос есть. А как выбираться из этой ситуации? Мы попали вот в состояние вилки. Здесь у нас планета, по сути дела, заминированная ядом, как говорится, и всякими разными нашими штучками, брючками, которые, так сказать, грозят нам смертью. Эта штука тоже хочет кушать, понимаете, и тоже сюда вбрасывает яд, сосёт нас жизненную энергию, высасывает. А что делать? Понимаете? Делать, получается-то, нечего. Вот за вот эти годы сколько там она существует? Непонятно. Кто-то говорит тысячелетия, кто-то больше. Не знаю, не суть важная это на самом деле. Но существует достаточно давно. Победить её не смогли. Понимаете? Решить эту проблему не смогли. Все деликие гуру нашей планеты не смогли решить эту проблему. И как только подходили к ней, они сразу прямиком бежали, как говорится, подмочив штаны. Вот. Понимаете? То есть, вот такая ситуация. А нам сейчас придётся её решить. Или мы убьём. Потому что или будет здесь рай для микроорганизмов на нашей планете, да? И вот эта штука, как говорится, я не знаю, что она там дальше будет делать. Но суть состоит в том, что наша планета будет уничтожена нашими руками. И мы себя сами тоже уничтожим. И потомков уничтожим. Мне вот интересно, женщины, им всё равно, что их дети будут уничтожены? Или, может быть, какие-то материнские ещё чувства остались по поводу этого? Что, как говорится, наше поколение, будущее, обречены. А вот, матери. Рожают детей. Для того, чтобы они умирали на отравленной планете? Или они способны защитить свою планету и, как говорится, своих детей? Так что, здесь нам всем придётся сделать очень большой выбор. У нас с одной стороны планета отравлена, с другой стороны паразит, который нас сосёт. И куда нам деваться? Понимаете? Нам деваться некуда. Что мы будем, вот как некоторые призывают тому, чтобы, значит, вроде как сдаться, отдаться, расслабиться, всё это, как говорится, воспринимать позитивно, там, ещё что-то. Какой позитив? Какой позитив? Действовать надо. Позитивизм – это хорошо, когда всё хорошо. Когда, так сказать, есть, чем гордиться, есть, а нам гордиться нечем. Мы до ручки довели планету, себя довели до ручки, и, как говорится, эта штука тоже нами раскормлена. И ещё неизвестно, какие посредствия во Вселенной она посеяла, питаясь нашей энергетикой. Что нам делать? Выход всегда есть. Он всегда присутствует. Вопрос, захотим ли мы, как говорится, бороться, или мы будем смотреть на то, как мы умираем. Я обращаюсь только к тем, кто, конечно, мыслит, кто способен понять вот эти схемы. Они простые. Здесь немного каких-то этих самых доказательств, потому что, ну, не вмещи, не вместит время всего этого. поэтому, да и времени вообще, в принципе, осталось, я думаю, немного. Поэтому, я думаю, что здесь остаётся одно. Теми решениями, которые мы... на прошлом рассказе мы познакомились с ситуацией, которая возникла, как сказать, у нас на планете с обменом, с энергетическим обменом, который существовал и создавал и создаёт всё живое и всё существует на планете, да, и с, так сказать, с тем явлением, которое создало наше, так сказать, общество, наше сообщество в том виде, в котором оно сегодня существует, с некой структурой, которая паразитирует на... вклинилась вот в этот обмен, разрушает его, да, разрушает порядок вещей на планете, разрушает порядок вещей в Солнечной системе, высасывая жизненную энергию, вот, и через, собственно говоря, человека, через, значит, его систему подключения к этому потоку, да, через то, что человек создан этим потоком, да, вот, значит, мы рассмотрели там о том, что эта система микробиологического, или там, плесни микробиологического характера, то есть, низковибрирующая, она создает из планеты, по сути дела, ну, скажем так, некое подобие рая для подобных организмов, и где место живым существам нуждим не будет. теперь мы пытаемся понять, что делать в этой ситуации, что, сражаться с этим врагом, с этим врагом, которого человечество не может одолеть уже неопределенное долгое количество времени, потому что мы точно и не знаем, когда все это зародилось, когда все это началось, вот, и как все это началось, мы можем только предполагать. значит, основная проблема вот эта вот вся состоит в том, что здесь для нас непонятно первое, непонятно первое, вот, что из себя представляет вот эта структура, почему собственно говоря, мы ее никак не можем не осмыслить, не, как говорится, победить, не одолеть, не вообще не можем увидеть и так далее, и так далее, то есть вот это вот состояние, понимаете, то есть мы почему не можем, хотя может быть кто-то мог, я не знаю, у меня подобных таких нет, вот, догадки человечества, которые, так сказать, выражены во многих фильмах, в которых подобные же ситуации рассматриваются, рассматриваются подобные, так сказать, моменты, это, как говорится, в виде каких-то вирусов странных, да, это в виде каких-то, там, самособирающихся систем, там, вот, которые состоят из микроорганизмов, но обладают каким-то разумом, да, вот, и, там, всякие разные, чужие и прочее, 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 то есть, мы об этом всегда догадывались, мы знали, что что-то не так, мы понимали, что что-то воздействует на нас, наверное, кто-то даже и глубже как-то проникал и понимал это, но таких людей было немного, они не были нами услышаны, и это, в общем, такой информации более-менее четкой нет, есть только обрывочная, значит, что является основным, основным, вот в этой вот схеме, да, основным схеме, ну, сейчас схеме вот этого микроорганизма, да, допустим, вот Земли, да, и, допустим, вот этого микроорганизма, который высасывает, да, то есть, очевидно, это как некое сообщество, некое сообщество, да, которое, которая, ну, скажем так, почему мы не можем его увидеть? Да, может быть, потому что он просто мелкий. Понимаете? Почему мы не можем с ним сражаться? А потому что, может быть, просто мечом, как говорится, еще чем-то с ним нельзя сражаться. Понимаете? Оно непобедимо при помощи тех видов орукры, которые у нас есть. Представьте себе мелкую субстанцию, которая в основном действует через людей. То есть она поражает разум человека, поразив его разум, она начинает им управлять. Мы смотрим, это человек. Мы не можем понять, почему он на нас нападает, почему он нас убивает. Мы, как говорится, пытаемся его восстановить, а он уже не человек. Все просто, понимаете? Это как наподобие действительно вируса какого-то, какой-то системы. Вирусы, поражающие, так сказать. То есть суть состоит в чем? Это мелкая какая-то маловидимая субстанция, да? Которая обладает мощнейшим отравляющим воздействием на мозг. В результате чего люди по отношению друг к другу начинают себя ощущать чушьими. И начинается война. В результате этой войны, как бы вот этот вот момент, так сказать, вот этот участок насоса, грубо говоря, он получает энергию. То есть война для микроорганизма, для этого замечательный способ подпитаться. То есть вот через эту насоску, сюда, вот сюда, значит, вот эти все человечки, как говорится, будут влетать, соответственно. То есть вот те методы, которые мы привыкли по отношению друг к другу использовать, там, сражаясь, там, с какими-то врагами, там, и все-все остальное. Они здесь не действуют. Понимаете? Почему? Суть состоит в том, что мы не можем определить точности врага. Мы не можем определить, где вообще он находится. Мы не знаем, где вот находится вот этот вот объект тоже. Единственное, с чем он с нами связан, это вот через вот эту насосную установку. Понимаете? Через общество. Враг с нами связан через общество. Его подключение к нам через вот эту общественную систему. А что вот такое у нас представляет общественная система? Вот если брать ее целиком, если рисовать ее, как говорится, более крупным планом. Это вот такая вот действительно помощь, в котором существует масса дарильных стаканчиков. Вот таких вот отдельных человечков, множество их. И каждый человечек подключен к определенному большому стаканчику какому-то общественному. И через него выдается этот стаканчик еще и еще. И все они соединены некой структурой. Неким нервными, как говорится, системами, которые тянутся к основному, к этой насосной установке. Вот сюда вот тянутся. Через вот эти стаканы тянутся насосные установки. Вот система управления. Понимаете? Отдельные стаканчики, стаканчики, стаканчики. В больших стаканчиках это как вариант общественной организации, заводы, фабрики и так далее. То есть объединения, человеческие объединения. Через них производится управление. В том числе там и религия, там и СМИ и все остальное. Происходит управление и выходит она вот сюда, в центральную часть. И туда пошла, к самому паразиту, вот этот, как центр управления. То есть отсюда назад подается вот как бы приказ своего рода, да? Сверху идет приказ. Что-то там делать. И все действие производится через человечков. Понимаете? Убить нельзя. Нельзя убить и уничтожить. Люди поражены. Мы не можем знать даже кто конкретно поражен. Мы не можем в точности различить, кто конкретно поражен, кто не поражен, кто насколько поражен. Кто отравлен до конца, кого еще можно вернуть. Кто, как говорится, способен сам выкарабкаться. А кому уже, как говорится, даже какие-то меры, я не знаю. Может быть, клинические не помогут. Понимаете? Мы можем этого определить, не можем. Это как бы совершенно другая война. Для нас непонятно, кто в принципе враг, кто друг. Непонятно. Каждый подключенный к системе, да? Помните, в матрице, как сказано. Потенциальный агент. Вдруг человек охватывает одержимость, и он начинает речитативом какие-то вещи выговаривать, такие стандартные. Может быть, замечали. Глаза у него становятся черненькими. Слегка. Такие. Мутнеет. Это вот Дэвид Айк на эту тему хорошо говорит. А вот. И у него действия совершенно неадекватны тому обычному поведению, в котором он ведет себя, в котором вы его знали. Особенно, если человек, который вам давно известен. То есть, его им охватывает одержимость. То есть, такое ощущение, что им кто-то управляет. Как это происходит? Ну, не очень для нас. Понятно. Вот мы сейчас находимся, видимо, на каким-то... Либо за счет отравления. Ну, нам эти технологии не очень понятны. Но суть состоит в чем? Что мы можем точно сказать, да? Что существует система управления, которая тянется вот туда, через этот самый, к тому самому организму. Да? И эта система управления проросла в нас. В ком-то она вообще проросла. То, что те вообще потеряли способность самостоятельно мыслить. Вот. Самое интересное, ну, таких людей можно видеть. Поток на них своеобразным, так сказать, образом. У них на груди, ну, наши предки говорили просто поэтому, на груди змею пригляну. И действительно, эта система, она выглядит примерно вот так. Вот если смотреть по груди человека, вот, допустим, она вот так вот. Даже вот можно сказать, что головка сюда поднимается. Вот к центру принятия решений. Вот где человечек. Головка, да? К центру принятия решений. Вот так поднимается. Знакомый. А вот здесь позвоночничек идет. Знакомый символ, да? Очень интересный, знакомый символ. Даже, я бы сказал, я тут покрупнее нарисовал просто. А так она, ну, где-то вот такого размера. Вот она, вот такая вот примерно. Чуть-чуть, может, чуть побольше. Так, с полметрик. Не больше. А вот. И эти люди совершенно, они как бы, когда ты их слушаешь, они выдают стандартные мысли. Мысли, совершенно, как бы, такое ощущение. Вот если знал, особенно, человека до того, то он уже, ну, как бы, это совершенно другой человек. То есть он совершенно другой. У него какой-то в голосе какая-то чуждость, озлобленность, какой-то такой непонятный. То есть, грубо говоря, так, ну, даже через это чувствуется, если вы раньше знали, что центр уже захвачен. Ну, то есть, будем говорить, что, наверное, это, типа, какая-то технология, которая нам непонятная, либо это какое-то существо, которое, в принципе, не очень нам понятно, да? Вот, но суть состоит в том, что вот мы связаны через вот эту вот систему. И вся вот эта насосная установка пророщена вот этими центрами, как бы, управления такая вот. Вот это вот. Видите, как, своего рода, корневой системой такой, нервной. А вот. То есть, есть, есть у него вот эта вещь, мы с этим связаны. Это можно, как говорится, грубо говоря, почти пощупать. То есть, есть это место. А вот. Само, где тело непонятно находится, где, как говорится, это все, оно непонятно находится. И еще что? Что? Вот эта система дает нам, да? Оно дает нам вот через вот эту вот, ту самую, в том числе на планету, оно дает нам низкую вибрацию. И на людей все это направляется. То есть, люди, люди, которые существуют, да? Основная масса. Они под воздействием этого находятся. Вот этой низкой вибрации, передачи какого-то сигнала. Ну, это, очевидно, сигнал, но низко вибрирующий сигнал, который подавляет их мыслительную деятельность. И, подавив ее, он транслирует что-то другое. Меняя их поведение. Меняя их, возможно, даже геном. Потому что геном, да, у нас волновая генетика установила, что геном у нас под воздействием сигнала тоже может меняться. Вот. Как раз вот это вот оно и есть. То есть, происходит изменение. И, возможно, когда-то на планете жил один народ, который практически одинаково выглядел и так далее, и так далее. Но в процессе вот этих вот изменений и воздействия вот этой штуки, возможно, получилось такое вот разнообразие. В зависимости от того, как у вас делся. Может, это не так. Вот. Но суть состоит в чем? Суть состоит в том, что вот есть центр управления, который тянется из центральной насосной установки. Вот. И есть вот эти вот подключки. То есть, мы, большей частью, все подключены. Имеем какие-то разъемы. Она нас использовала, на нас доильные стаканчики одевала. То есть, как говорится, нас всех доили и давили с самого раннего детства. И втягивали в эту систему, вставляли, как говорится, подключали. И мы все имеем, грубо говоря, разъемы. Потому что, ну, как бы людей, родившихся вне вот этой вот структуры, нет. Вот она повсюду, по планете, раз это самое, распространена. То есть, основное оружие, основное оружие врага против нас, это не там эти, не шашки там, не копья, не пулеметы, не, как говорится, ядерное это самое, нет. Основное оружие, это воздействие, воздействие на наш мыслительный аппарат. Вот основное оружие. Основное воздействие на нашу нервную систему. Понимаете? Это битва. Это битва, если она, как говорится, произойдет, и она будет происходить, это битва. Это битва не за тела, а за управление ими. Понимаете? Это битва за, как бы, скажем так, за мысль, за свет, за, так сказать, жизнь. То есть, мышление, это, как бы, источник света своего рода. Это и древние говорили многократно. Отсутствие мыслей, это тьма. Вот эта система, вот эта система, вот эта система, и вот эта трансляция его, это тьма. То есть, нам транслируется тьма. Нам транслируется безмыслие, стремление, как говорится, к тому, чтобы мы, как говорится, прекратили мыслить, абсолютно расслабились, позволили высасывать из себя энергию. Вот что нам транслируется. Это приказ, понимаете? Не тратить никуда там энергию, не там это самое и так далее. Есть еще такие предложения. Не тратить сексуальную энергию, конечно, надо же ее туда отдать. Все правильно, и это тоже. Вот. Поэтому суть состоит в чем? Суть состоит в том, что, значит, основная, основная, вот посмотрите, вот привод основной, да, вот как вот, если так просто подумать. Мы все привыкли к тому, что, да, вот так вот как-то где-то что-то врага нашли, там, победили его, уничтожили, там, что-то еще, застрелили, там, все и так далее, да. А вот этого врага вы не найдете. Понимаете? Он внутри нас. Внутри каждого. И мы даже не можем различить, кто из нас потенциальный агент, кто из нас, как говорится, подключен, а кто не подключен. Достаточно сложно различить. Можно, но сложно. А вот, а потом момент все время идет, сегодня человек не был подключен, завтра он, что-то с ним произошло, какие-то жизненные обстоятельства на него надавили, он попал под, так сказать, это влияние. А вот. Ну, бывает, конечно, обратное, да. Но здесь суть в чем? Суть в том, что вот этот вот поток есть источник всех наших проблем. Понимаете? Есть источник вот этого морока, который нашел на человечество, вот этого умственного помешательства, сумасшествия, которое привело к тому, что мы уничтожаем собственную планету, да. Уничтожаем собственные тела, уничтожаем других живых существ, уничтожаем жизнь на планете, вообще и жизнь в Солнечной системе, потому что Солнце тоже связано с нашей Землей, да. По сути дела, наши предки говорили так. Солнце, как говорится, наш Отец, потому что от единого центра Отец, а вот. А Земля наша Мать, потому что она сотворяет наши тела, сотворяет нас, понимаете? Она нас рожает. Поэтому вот они наши баба с дедой, вот они наши родители, как говорится. Тот, кто нас породил, тот, кто нас питает и кормит, это источник всего для нас. Но мы сошли с ума под воздействием вот этой вот структуры. Убиваем друг друга, ведем войну с друг другом, уничтожаем. А энергия вся благополучно уходит сюда, понимаете? Не важно, кто кого победил. Эта штука будет накормлена. Вася Петю убил, или Петя Васю, или Джон убил, как говорится, Кэрол, или Кэрол там убил кого-то. Не важно, абсолютно. Понимаете? Абсолютно не важно. Война – источник кормления вот этой штучки. Горе, беда – тоже источник. Все, 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 все. Любой способ извлечения из человека энергии, эмоциональным способом, каким еще, каким угодно. Зрелища, игры, что-то там еще какое-то, где привлечено внимание, всегда эта штучка там, и она сосет, и она, как говорится, получает свое. Понимаете? То есть, основа, основа, основа всего состоит в том, что с одной стороны у нас есть вот этот источник яда, источник яда, а с другой стороны у нас есть вот эта вот насосная установка, которая позволяет вот это все высасывать туда, энергетику всю нашу забереть. Которую мы сами построили, эту установочку, создали, вот это государство, мы считаем, что это очень важно, это очень нужно. Потому что вот эта штука нам сказала, что нам нужно государство для того, чтобы собирать энергетику. Нам нужны религии, нам нужно все, чтобы собирать энергетику. И на каждом этом стоит вот этот вот. Такой вот этот, для стекания туда энергетики. Штырек. И туда отправляется все. До свидания. Все пошло туда. И такой купол. А сфера, как известно, самый лучший конденсатор. То есть, она лучше всего энергию собирает. И все, и туда отправили. До свидания. Все, получил, хорошо. Вот таким вот образом. Понимаете? И врагов нет, понимаете? Все вроде друзья, все хорошо, все люди так вот, мы смотрим, ходят, это нормально. А кто землю разрушает, то вроде непонятно. А кто, так сказать, энергию судьи высасывает, тоже непонятно. Понимаете? Странная, непонятная для нас, для нашего умственного понимания ситуация. Врага не видно. И в то же время, беда кругом. Вот что сложно. И вот что непонятно. Ну и как бороться с этим? Что делать? Ну, кстати, предки наши, и в религиозных, во всяких разных, они оставили простые совершенно для этого ответы. Ответы. С тьмой надо бороться с светом. То есть, с безмыслием надо бороться с разумом. Начинайте мыслить. И свет пойдет от вас. И вы изгоните от меня. Это как бы, там, для себя, да? Сначала. Ну, тяжело мыслить, там, может быть, некоторые даже не знают, что это. Но суть состоит в том, что вот, наверное, свет изгоняет тьму. То есть, вот эта вибрация, эта тьма, да? А мы начинаем мыслить, мы излучаем свет. То есть, зажгите в себе огонь. Вот это тоже, как бы, выход, да? Но проблема состоит в том, что светящихся мыслящих достаточно мало. А тех, кто сидит здесь, ну, мы все практически здесь сидим. Нас много. И мы все отдаем здесь энергии. Тут способов очень много придумано за этот период, когда развивался вот этот государств, вот эта вся система, она огромное количество. Куда ты шаг не шагнул, везде тебя подоет. Не так подоет, значит, по-другому. В лес ушел, и там тебя подоет. В село ушел, и там тебя подоет. Куда бы ты ни спрятался, везде тебя подоет. В любом случае. И вот тех, которые наверху здесь находятся, тоже доет. Вот только они, как бы, вот здесь вот в большей концентрации потока, поэтому там они купаются в большем объеме жизненной энергии. Ну, плюс они низкопотенциальнички, они быстрее успевают всасывать. Ну, у них скорость потока движения большая. Потому что если бы они не всасывали быстрее, они бы вообще без ничего остались. Так выстроена система. Все, как бы, оно замкнутое, самоорганизующееся. Вот. И все работает, так сказать, в кольцевом режиме. Эта система высасывает, как говорится. А вот, а мы соорганизовали здесь соответствующую структуру. А вот, понимаете? И эта структура перемалывает высокопотенциальничком, перемалывает ресурсы земли и туда отправляет энергию жизненную. Хоп, вперед туда, паразитом. Обратно получаем яд. Так. Ну вот. Получается, что основная проблема для нас, для нас, для людей, это подключка каждого, да, к этой системе. Или, грубо говоря, если так не брать каждого, то получение яда вот отсюда. Ну, скажем так, прекратим мы получать яд, значит, мы, может быть, что-то, так сказать, начнем шевелиться. Но яд-то получается откуда? Мы жизненную энергию сюда подаем. Правильно? Правильно. Он оттуда нам подает яд. Обмен. Честный такой обмен. Жизненная энергия – яд. Жизненная энергия – яд. Ну, для него это не яд, это для нас яд. Это просто низкая вибрация, это просто его, как бы, суть, его, как бы, система, понимаете? А для нас она ядовита. Для нашего разума она ядовита. Ну, и для наших тел ядовита. Вот это был замечательный момент, так называемый, как рак, да, который так сейчас активно расширился, да, во всех, как говорится, пределах массы заболеваний и так далее, и так далее. Это тоже низкая вибрация. Понимаете? И даже один товарищ мне сказал, что это Божья благодать. Кто-то ему сказал. Один такой верующий говорит, Божья благодать это, говорит. Понимаете? Ну, понятно. Но Бог, Он там находится их. Ну, соответственно, Он транслирует все о благодать. Вот она благодать и пришла. Так что, значит, болезнетворные бактерии, развивающиеся сейчас активно, болезни в огромном количестве сейчас начали на земле, так сказать, распространяться и так далее, и так далее. Это врачи, хоть и, как говорится, не особо об этом говорят, но все же есть об этом сведения. Вот. Значит, значит, это вот, как говорится, результат, очевидно, вот этого низковибрирующего воздействия. То есть, вот этот генератор низковибрирующего воздействует на нас. То есть, яд, он распространяется не только через наши вот нервные системы, через наши, так сказать, это все, не только напрямую на нас, но он транслируется вообще. То есть, очевидно, что прямой, возможно, подключки как раз нет. Есть, как бы, нет проводов, которые там тянутся к нам. Это идет через сигнал. То есть, идет сигнал. И один этот сигнал воспринимает, потому что подвергся сильной воздействию, да, и у него образовалась там какая-то вот змея на груди, да, он воспринимает антенну, принимающую у него есть, да, такая возникла, а другой не воспринимает, потому что у него осталось еще мышление, и эта штука не образовалась на нем. Понимаете? Ее нету. И он не воспринимает ее. А вот. Но, вот такие вот товарищи, они излучают, не только воспринимают, но и излучают наружу. То есть, они тоже являются дополнительными излучателями. А вот. В результате, как говорится, планета погибает, не только от того, что вот эта штука продуцирует, но и от того, что мы уже понастроили, да, то есть низковибрирующих разных генераторов, плюс эти вот люди, вот такие вот, и так далее. То есть, в суть, вся наша основная проблема, это вот этот вот яд. А яд получается из нашего кормления. Мы кормим, получаем яд. Теперь, значит, проблема решается просто. Хотя, в то же время, нам необходимо вырваться из этой системы. Вырваться можно только, как говорится, прыгнув. Вот так. Только прыгнув. Вырваться и всё. То есть, освободиться. Освободиться подключение. Единственный вариант, конечно, это через мышление, через осмысление вот этих всех процессов. Вот это про то, что я говорю. Понять просто, вот это понять, прочувствовать, что так это не так, как говорится, проверить всё это. Замыслил, задумал, всё, эта система к тебе уже не подойдёт. Потому что ты уже знаешь, ты знаком с ней. Вот это мышление, достаточное количество вырвется, а особенно это касается высокопотенциальников, и объём энергии сюда уменьшится. И уменьшится количество яда. И это позволит остальным освободиться. Но тем, кому можно освободиться. Понимаете? То есть, смысл состоит в том, каждая батарейка, если, как говорится, она станет, каждый человечек, способный мыслить, вырывается из матрицы, вырывается из этого самого, он просто начинает мыслить, отсоединяется от этого зомбирования, от чего-то ещё. И, по сути дела, старается, чтобы не отдавать сюда энергетику. И всё. Количество яда начинает уменьшаться. У остальных появляется возможность тоже уменьшаться. Этот процесс уже пошёл. Этот процесс уже идёт. Потому что, я говорю, что вот эта мышка, которая, она вот здесь вот, да, у нас, эта мышка, хвостиком, вот он хвостик, завиляла, да? То есть, заходил туда-сюда вот этот хвостик, в эти стороны, потому что не хватает энергетики. Потому что слишком много низкопотенциальничков, потенциальничков высоких нету. Несколько стало извлекать энергетики. Плюс, земля тоже потеряла очень сильную энергию. То есть, появился шанс. Появился шанс вырваться. Потому что количество яда уменьшилось. Так? Теперь, что? Мы можем вырваться. Да. Но просто убежать на нашу планету мы уже реально не можем. У нас ещё возникает такая очень интересная проблема, ребята. Что наша планета, да, в результате воздействия нашего, так сказать, сумасшествия, да, вот она как говорится, произошёл, так сказать, сюда перераспределение вот этого низкого потенциала, да, подачи. И образовался здесь, по сути дела, невозможный для существования мира. То есть, заряженный ядом со страшной силой. Или если у нас рушатся какие-то государства, разрушается наша там какая-то экономика, ещё что-то, ну вот разрушится тогда, тогда мы будем, значит, что-то там как-то выбираться, там всё это, вот мы тогда, вот это рухнет, эта система, рухнет эта типа насосная установка, вот тогда мы сможем выбраться и всё это. Проблема состоит вот в чём. Как только всё это рухнет, некому будет обслуживать ядерные хранилища, ядерные электростанции, там, и массу-массу всех вот этих объектов опасных, кто их будет обслуживать? Они взорвутся, эта система разольётся, там произойдёт какая-то масса техногенных катастроф в результате того, что мы просто перестанем ухаживать за вот этими техногенными штучками, которые мы понаделали. И планета просто встает. Невозможно для жизни. Потому что объём отравляющих, уничтожающих веществ, которые там накоплены, гигантский. И если мы за ними следить не будем, если наша вот так вот рухнет вся эта система, то вы нигде не спрячетесь. Ни в лесу, ни, как говорится, нигде реально. Понимаете? Леса, в общем-то, во многих местах уже и нету, так что можно, как говорится... А то некоторые товарищи думают, что уйдём в леса. Найдите леса сначала. Что там от них осталось? Вот. Понимаете? То есть вот в чём ситуация. Ситуация состоит в том, что вот на планете, в результате перекачки этого, как говорится, воздействия на мозги, отравленные мозги наших учёных, которые, в принципе, не прослеживают, чем кончатся вот их все эти игрушки, и они просто служат системе насоса для того, чтобы увеличить, как говорится, продуктивность доения. А вот. И они понаделали этих игрушек на Земле. И что теперь у нас получается? Мы все понаделали. Учёные, как говорится, просто придумывали, а мы тут всё это воплощали. Получается, что мы заложники, и наши дети заложники, и наши внуки заложники вот этого всего, что создано, низковибрирующих генераторов. Ну что такое низковибрирующие генераторы? Это та же тьма. Та же тьма. Что и здесь тьма, и тут тьма. Понимаете? Тьма со всех сторон. А мы как бы посередине. Вот в этой, грубо говоря, вот в этой системе, да? Мы как бы посередине. Возникает вопрос. Возникает такой интересный вопрос. Ну и что делать-то? Когда с этой стороны, по сути дела, прекращаем что-то делать, начинает разрушаться там наши государства, там ещё какие-то системы управления. А потом, ну, скажем так, вот представьте себе, рушится государство, рушится система управления. А масса людей вот эта, которая потеряла умственные способности, они что делать-то будут? Значит, с ума сойдут ещё больше. То, что они начнут творить, это просто будет ужасно. Поэтому эти люди, они будут творить ужасные вещи. В средневековье это померкнет. Там фашистские лагеря там, и всё это померкнет. Потому что... Вот вспомните там, в Орлеане там, что творилось, да? Когда там власть, так сказать, ушла и всё остальное. Что там творилось в новом Орлеане, да? Вот когда там ураган прошёл. Там ужасы творились. То есть, суть состоит в том, что когда вот эта группа неспособных мыслить теряет вот эту вот возможность загрузки, чтобы их загружали, чтобы, так сказать, программировали и так далее, они становятся одержимыми и творят, что попало абсолютно. Поэтому здесь ситуация такая. Пристаём отслуживать ядерные электростанции, там, отходы и так далее, и так далее, хранить и следить за этим, за всем. Всё это вылетает в окружающую среду, взрывается там и начинает растекаться и так далее, и всё отравляет. И на землю уйти не удастся. Потому что земля в многих местах уже тоже отравлена. И даже мы не знаем, что там стоит, какой-то там крестик стоит, какая-то там штучка стоит, а там может быть какой-то могильник с какими-то ядерными или какими-то токсическими отходами и так далее, и так далее. А вы думаете, что вы выращиваете эту чистую продукцию и так далее? Нет. Поэтому земля нашпигована ядом, земля разрушена, климатическая машина разрушена на земле и так далее. То есть мы имеем полный хаос вот здесь вот, да? Ну и нам хаос ещё дополнительно отсюда транслируется. Мы зажаты. Вилка. Понимаете? Вилка. Всё. Бежать некуда, прятаться некуда. Не уйдёте вы в леса. Нет лесов. Не спрячетесь вы там. Зальёт вас отходами с чем-то ещё и так далее, и так далее. Там взрыв очередной, атомная электростанция там сделает ещё какие-то отходы там. Всё это, всё, всё это вас догонит. И постоянно мы выжигаем кислород. Выжигаем кислород своими этими системами выжигаем. Потом, как говорится, когда начнётся техногенная катастрофа, будут гореть пожары такие на земле, что, как говорится, выгорит кислород ещё быстрее. Понимаете? Когда всё это бесконтрольно будет, вот так вот всё это разольётся, всё, что там побросали, если вот так вот экономическая ситуация подойдёт, то всё это, всё это, понимаете, всё это разольётся, и всё это загорится. Какой-то дурак бросит спичку, и загорится всё это. Это нефть, это там какие-то там химические эти вещи, которые там пластмассы какие-то, отходы какие-то, что это загорится, и выжгет посредний кислород. Понимаете? Если это бесконтрольно, и всё это как бы каким-то сумасшедшим вандалом, каким-то там разрушителем каким-то там достанется. Поэтому потеря контроля, потеря контроля, её элита тоже боится, потому что они понимают, что эта масса, вырвавшись из-под контроля, такое сотворит. Они же не понимают, что они делают. И пожары будут полухать, и, как говорится, всё будет литься яд во все стороны, взрываться будут электростанции, всё, земля превратится в ад. Пока сейчас вот этот идёт контроль, охлаждают им эти ядерные электростанции, там что-то там делают, отходы какие-то, там они стараются где-то что-то очищать, где-то пытаются там сохранить, какие-то смотрят за герметичностью этих ядерностей, ещё чего-то. То есть вот таким вот образом, понимаете? Пока есть контроль над всеми этими огромным количеством вот этих штучек, о которых мы даже мало знаем на самом деле. Понимаете? То есть вот в чём суть. Суть состоит в том, что мы заложники тех штучек, которых мы пододелали, того, как говорится, комфорт. Плата не за комфорт на самом деле, а за то, что мы, как говорится, под воздействием вот этой штуки находились. И то, что мы натворили на своей земле. То есть мы реально не можем сегодня вернуться к тому образу жизни предков, который, как говорится, был до этого, когда они жили на природе и, как говорится, совершенно спокойно, ничем не пользовались и всё остальное. Вам некуда уходить. Вы не спрячетесь больше нигде. Потому что там уже всё изгажено. И если вы там спрячетесь, то туда всё это придёт. Придёт, прильётся. То есть вот такая печальная, в общем-то, ситуация. Печальная ситуация. Многие не хотят её видеть. Нет, они не желают её видеть. Они считают, что это не так. Они находят там маленький чистый уголок и говорят, что да, вот здесь всё хорошо. Ничего страшного. К вам придут. Не переживайте. Ни ядерные отходы, ни, как говорится, токсические эти, ни какой-то это, налетит какое-то, значит, облако там принесёт что-то. Или придут ребята отморозки, которые, как говорится, потерянным разумом, одержимые непонятно чем. Они вам покажут. Вот. На что они способны. Понимаете? То есть вот такая вот ситуация. Поэтому потеря контроля, потеря, как многие надеются, что вот эта система ровнет и всё остальное. Во-первых, она собрана на потоке. То есть поток её собирает. И пока поток существует, она будет как бы самособираться. А вот. Если произойдёт её обрушение в связи с тем, что поток как бы, ну и всяк частично, то есть нечем наполнять, да, то, соответственно, это будет говорить о том, что жизненная энергия от планеты высосана. Большей частью. И планета уже не будет жизнеспособна. Понимаете? Когда вот начнётся обрушение вот этой вот структуры, которая находится вот этой на стройке государства, как говорится, то это будет говорить о том, что полностью планета уже всё высосана. И жить на ней нельзя будет. Вот уже на сегодняшний день так мы уже не сможем жить, как наши предки. А когда, если мы дождёмся вот этого момента разрушения, когда, значит, вот уже здесь вообще не хватит совершенно энергетики, да, и яда будет меньше, то, соответственно, жить на ней совершенно будет уже нельзя, потому что будет полностью высосана планета. Она, ну, не в маловероятности того, что восстановится или нет. тяжёлая ситуация. Очень тяжёлая ситуация. Многие её видеть не хотят, потому что, ну, не в силах как бы признать ничего. Ну, можно там назвать это трусостью, можно называть это там как малодушием, там, как угодно и всё остальное. Наверное, так оно и называется. А вот. А может быть, просто неспособность, как говорится, взять на себя ответственность, неспособность где-то быть мужчиной, где-то быть женщиной. Но кто-то должен взять на себя ответственность. Кто-то должен принять это решение. Кто-то должен, так сказать, решить эту проблему. Вот. Хотя бы там, если там, во имя детей, во имя, так сказать, внуков, во имя самих себя, во имя жизни. И не только жизни на нашей планете, да, потому что мы питаем вот этот вот низковибрирующий генератор, да, но и во имя, во имя жизни во Вселенной. Помните пятый элемент, да? Вот. Вот. Во имя жизни во Вселенной. Понимаете? Если кто ждал, какого момента, ждал события в своей жизни, да, великого события, участвует в великой битве, вот это и есть событие. Нас сейчас приперли к стенке, нам деваться некуда, и это и есть это событие. Если вы хотите участвовать в этой битве, хотите участвовать на стороне, не вот этого вот зла, высасывающего, не этой тьмы, а на стороне света, добра, как говорится, и на стороне, как говорится, жизни, то значит, время пришло. Если вы хотели чего-то в этой жизни сделать, если вы хотели чего-то добиться, то вот это вот как раз возможность, возможность чего-то добиться, возможность стать человеком в конечном счете, а не быть вот этим вот, как говорится, доильным стаканчиком, быть, как говорится, этой дойной коровой, батарейками понимаете вот чем суть что сделать надо но свет может победить что у нас такой свет это огонь сущности свет и огонь это огонь дает свет где у нас источник огня единственный источник огня в нашей системе в единой системе планетарной нашей это значит связанность с планетой землей это соответственно солнце солнце источник наш огня солнце наш источник света он дает нам свет это источник света раз разум это как говорится порождение света значит солнце есть аж как говорится источник нашего разума понимаете то есть у нас есть солнце это мощное оружие но кто-то тут настраивается против солнца что солнце вроде там как говорится вредит нам или еще что-то вот она вот она этому паразиту вредит потому злу тьме она вредит нам она вредить не может если она вредит нам в конечном счете то значит как говорится какой-то степени мы это заслужили вот солнце наша единственная надежда понимаете мы не можем сегодня выявить врага или еще что-то сделать но единственным можем только очиститься при помощи огня при помощи огня который придет солнце древние сказания говорят о том что когда придет время будет битва и придет огонь и огонь уничтожить ему и те кто чист пройдут сквозь огонь и не сгорят а те кто есть носитель зла тот сгорит в этом огне мы не знаем кто носитель зла мы не знаем кто чист но единственный выход это вызвать это такой понимаете вызвать огонь чтобы очистил нас очистил землю избавил нас от этих паразитов избавил вселенную от этих паразитов и это могут сделать только люди люди мыслящие люди те которые страстно желают освобождение от зла страстно любят как говорится свою землю и желают чтобы другие существа жили которые готовы сражаться за жизнь как это сделать ну в каждом из нас есть огонь из тех кто не потерял способность мыслить и через этот огонь мы можем обратиться солнце зажечь в себе огонь и дать ему так сказать попросить ли чтобы он послал нам очистительный огонь на мой взгляд это единственный выход по другого выхода у нас нет ничто другое кроме света огня первородного огня и очень называют единородным огнем вести народ или очистительным огнем огне кроме этого ничто не способна уничтожить это зло мы сами не справились мы сами не получились батальон землян пал и остались только единицы поэтому необходимо необходимо вызвать огонь на себя это единственное решение которое существует и это мы делали когда об этом есть воспоминание воспоминание об огненном переходе а может быть это не воспоминание я не знаю но об этом есть легенды предания предания об огненном переходе когда люди прошли сквозь огонь и очистились а зло сгорело огне и поток огненный поток рассудит кто прав кто виноват кто зло а кто добро не нам судить нам надо лишь вызвать огонь вызвать огонь на себе чтобы он прошел сквозь нас и очистил нас поэтому когда придут высокие вибрации столкнувшись с низковибрирующими то есть с нами произойдет то же самое что вы здравами вы просто сгорели сгорели ну древние послания говорят о том что сгорят только с грешники розыщи все грешники берет и что надо вернуться к собственному я каяльте да вот я вам показал как на такая двигаться и что нужно делать нужно не отгораживаться от этого мира и признать как говорится вот это все и тогда вот эта структура рухнет нет можно конечно еще как это более детально там разработать но это для каждого отдельно с каждым у каждого свои как говорится тараканы в голове и каждый свою по-своему немножко построена матрицы и свои какие-то эти подходите и ключики но вот поэтому каждый сам должен подбирать себе вот эти вещи вот вот так вот ура снес яйцу до яйцо зла мы вот в этом яйце кто его разрушит мышка разрушит мы с вами мышки или кто-то другой мышка я не знаю но когда время придет а время пришло потому что резец зачеркал уже по живому все и все бегут во все стороны закрытыми глазами по граблям но бегут понимаете побег туда-сюда это не побег никуда бегать туда-сюда вот так метаться ну потеряете вы силы что-то еще конечном счете вы никуда не убежите я тоже думал и на землю там и бегал на землю и как говорится везде но в конце концов я понял что это бесполезно что приходят следом приходит и вырубают вашу любимую рощу уничтожают как говорится в ту речку и так далее тогда они все равно придут придут на запах вашей силы на то что у вас есть на ваш потенциал они придут за ним вы его нарастили они придут и отсосу за короткий участок высоснут с вас энергию за короткий момент поэтому поэтому надо бежать бежать надо как говорится прыгать надо бежать убежать надо в нужном направлении нужно бежать идти к самому себе тяжелыми шагами но идти к самому себе возвращаться если вы отнесетесь земле своей живым существам которые существуют ко всему по-другому и не станете себя считать над ними выше там или как-то еще а вот то постепенно это все растворится это растворится стена она уйдет и это делать надо побыстрее потому что как говорится мышка уже яичко это расколола раскололы яичко и от нас зависит снесет ли поток ура простое яйцо или как говорится понимаете и от того как будут бог деды с бабой плакать сколько бы в народу погибнет поэтому я вижу свою задачу вот в чем я вижу свою задачу вот чем так сказать первое что я хотел бы вот тем что я рассказываю увеличить число людей которые как говорится смогут выжить дальнейшем которые смогут построить дальнейшем новую цивилизацию которые так сказать станут вот этим братством человечества на планете который исправит вот этот весь бардак который тут сделано и как говорится уберет все то что нагажено и восстановит все что испорчено понимаете вот но этим людям прежде всего нельзя опираться на то что было до нас она несет нам без проверки я имею ввиду и не брать много багажа потому что идти придется быстро и по горной тропе поэтому здесь я вижу задачу первую очередь чтобы люди как говорится осознали необходимость то есть первым и очередным с первоочередным является понимание того где мы находимся до понимание что там дальше оставаться нельзя то есть это вот именно для прыжка нужно вам нужно накопить энергию понимание что там оставаться нельзя что это смерть и подобное и ощутить это всей своей кожи и когда вы не сможете больше находиться там вы прыгните и должны понять что прыжок существует только мы можем прыгнуть только в другую в другую матрицу другой вариант другой вариант существования то есть в тот вариант где мы будем творцами где все живые существа все как говорится планетарная система будут братьями понимаете то есть необходимо отнестись соответственно вот именно к миру таким вот по-другому именно построить свои отношения я не говорю о какой-то там толерастности по отношению к каким-то врагам разрушителям убийцам извращенцам нет я говорю о том что нужно отнестись тем кто заслуживает этого так как они этого заслуживают понимаете я говорю прежде всего о планете я говорю прежде всего о планете земля вместе наши доме я говорю прежде всего о ее обитателях о живых существах они заслужили нормальные отношения они заслужили они ни в чем не виноваты а вот по отношению как говорится к вот сегодняшнему человечеству это вопрос выборочный есть те которые не заслужили или скажем так заслужили то чего они несут они несут смерть смерть они заслужили так пусть они ее получат пусть они не мурыжат нас пусть получат то чему стремятся и все будут как говорится счастливы мы тоже будем счастливы результате но самое главное я говорю вот о чем о том что вот этот прыжок вам придется совершить либо вы его совершите либо вы измените свое сознание именно сознание на противоположное не сознание разрушитель потому и находитесь в этой матрице никто вас тут не держит вы сами там находитесь вы находитесь сами там по собственной воле никто вас не держит никто вас не заставляет придерживаться тех постулатов которые вам по вбивали в голову никто только вы сами вот в этом я не знаю как это сказать комизм или как сказать весь парадокс вот этой ситуации понимаете в этом весь парадокс поэтому если это удастся осознать но я говорю что со своей стороны я хотел бы конечно чтобы этот иисус как-то поддержался то есть как-то не знаю расширился я смотрю я вижу что люди не понимают о чем вроде как эта речь там идет или еще что то может быть еще не доросли до понимания не поняли еще не проснулись или как но я знаю одно посмотрите внимательно на то что там я говорю посмотрите на эту матрицу проверьте все если не доверяйте проверьте посмотрите покрутите она работает она работает во всех положениях вот всего как говорится по сути дела две системы вот что я показываю как в системе вот это эта система кабинется подшипника она же система если здесь вы сотрете она будет система как пирамида она же система кольцо понимаете кольцо и она же как говорится подшипник все это единая система это неразделимые абсолютно вещи это одна и та же модель понимаете одна и та же модель и что касается всех вот остальных там и тех кто как говорится низко вибрирующий находится в управляющей верхушке и тех кто высоко вибрирующий находится там внизу между нами сейчас разница не очень большая вот все зависит от того насколько это будет все воспринято если мы доведем и как говорится будем тянуть это до состояния катастрофы то армия апокалипсиса это армия которую мы создаем создавая свалки крысы мыши муравьи там другие разные насекомые грибки различные плесени то есть и все что микроорганизмы закапывал создавая огромные города свалочные и так далее мы создаем вот эти резервуары армия для атаки на нас если мы самостоятельно не решим этот вопрос то сил для нашего уничтожения вполне достаточно мы не сможем противостоять всем тем как говорится видом вооружения которое планета против нас приготовила поэтому в интересах всех и верхушки и низушки всех повернуть повернуть своими ногами повернуть они как говорится пусть и так сказать того как нас размажут после этого она практически наверно никого не останется вот о чем идет речь понимаете добровольно осознав поняв вот у меня есть значит и мая есть счет у просчет я уже не знаю могу сказать одно что кгц счет это у меня еще дополнительный вариант сканирования я проверяю а сколько человечка осталось сколько людей вообще понимает о чем я говорю пока что ну понимаете ну может спасать никого может никому помогать может никому не нужна вот эта система прыжка может правда никому не нужна но даже если двоим будет нужна или одному мне это уже хватит так что успехов вам здравствуйте товарищи сегодня я хочу с вами поговорить о тоже глобальной проблеме вот тоже что относится с нам апокалипсиса эта проблема называется война крови так это явление которое на протяжении множества тысячелетий значит идет на нашей планете вот и затрагивает в общем-то все народы которые проживают на ней затрагивает каждого из нас затрагивает нашу планету то есть все что это за война война крови это война между как назовем мы так темными и светлыми то есть между темной кровью и светлой крови почему темная и почему светлая дело в том что темная кровь это условное название это говорит лишь о вибрации то есть эта вибрация низменная темная кровь а соответственно светлая вибрация эта вибрация высокая значит точнее проще можно назвать эту войну как войну между темными светлыми значит для начала мы охарактеризуем тех и других чтобы было понятно о ком идет речь значит начнем со светлых это проще о них мы в общем довольно таки хорошо знаю но что это за люди именно люди значит это люди которые стремятся к чистоте красоте которые так сказать любят музыку ее творят создают произведение искусства прекрасный а создают великолепные скульптуры занимаются тем что совершенствует свое тело создают и различные гимнастики спортом занимаются там чем-то затем значит это люди которые скажем так занимаются различными видами искусства и ремесел то есть достигают высоких совершенств в этих значит во всех делах науками том числе значит занимаются также имеют различные виды знания значит письменность то есть масса всего теперь темные кто это такие о них как-то не принято говорить но это совершенная противоположность это люди которые если можно так назвать их пренебрежительно относится к чистоте ненавидят красоту ненавидят все ремесла культуры науки и все все это ими презираемо презираемо и не откровенно об этом говорят они не моются они ходят грязные в черных рубищах но это был момент когда за что не искать было их я яркое проявление а вот сейчас они цивилировались это так не очень все видно а вот но на тот момент было это видно они если вторгается куда-то уничтожают произведение искусства отбивают как бы руки статуям голову отбивают им разрушают все что может быть как говорится быть прекрасного и замечательно лучше любимых цвет черный а вот они ходят в соответственно в грязной рваной одежде это было поначалу а вот ним это и гордятся тем что они не умеют не читать не писать не как говорится соответственно не умеют ничего не музыкальных нет никаких способностей тогда вот это вот темный значит ну теперь посмотрим их отношения скажем скажем женщин у светлых отношениях женщине достаточно поэтическая возвышенная они относятся женщине как высшему существу они и боготворят они как говорится посвящают и стихий картины так сказать и все произведение искусства и музыки темное относится женщине как сосуду греха как местилищу дьявола как значит слуге дьявола как сосуду с нечистотам и так далее так далее можно бесконечно как говорится говорить их не все эти высказывания но вот такое у них отношения но и как бы по их легенде женщина была сделана из кости в которой нет мозга то есть это совершенно в их понимании безмозглое существо а вот то есть ну такое отношение теперь мы обратимся к такому сакральному значит скажем такой сакральной вещи который так у нас всех как бы на слуху это отношение сексу это очень важно почему потому что этот момент позволяет создавать создавать новую жизнь вот создавать новых людей понимаете да то есть каким образом значит относится свет ну у светлых как мы знаем то что сохранилось есть традиции зачатие производится на рассвете с первыми лучами солнца а вот то есть чтобы свет и интенсивность его было максимально а вот также светлые создали для этого систему которая позволяет так называемый кама с утра да там указано с утра а вот которая позволяет синхронизироваться мужчине и женщине и достичь единовременно одновременно оргазма который позволяет достичь наивысшей вибрации и в этой наивысшей вибрации зачать ребенка то есть при как говорится взаимодействий множество стихий когда так сказать вибрации наивысший этого этот восход солнца да и плюс еще взаимодействие мужчины и женщины а вот и благодаря этому при отсутствии преград непорочное зачатие да а вот вот этот вот поток мощнейший образовывающийся из деяния двух с эти двух вот этих высших существ таких как мужчины и женщины а вот получался соответственно соответствующий ребенок высоковибрирующий значит темные соответственно противоположно зачатие у них является грехом секс между мужчиной и женщиной также является грехом и порочной системой значит зачать они стремятся если искать произведите только ночью бать мне а вот женщина при этом как говорится должно находиться в пользе миссионеры вот и как говорится руки по швам и как говорится как минимум минимальная то есть невозможность взаимодействий никакого соответственно ни о каком синхронизации речи вообще не идет то есть добиться как можно низшей степень степени вибрации при момент зачатие то есть это во тьме это с минимальной так сказать взаимодействие между мужчиной и женщиной вот а лучший вариант чтобы вообще мужчины чтобы начать было еще как говорится так сказать вот тут они называют то есть как можно меньше было вибрации то есть получить в итоге низко вибрирующие низко вибрирующие существо как можно менее вибрирующие то есть снизмены вибрации вот задачи одних и других а вот ну отношение к смерти вот это тоже характеризует когда светлые уходят так сказать из этого мира они уходят потопом в свет то есть те кто достиг высшего развития растворяются и превращаются в свет величайшие же из темных после смерти даже не гниют то есть они настолько мертвы что там нет но у нас есть много не гниющих искать вещей они в основном кидают и поэтому а вот что еще можно так сказать сказать о них охарактеризовать чем еще можно охарактеризовать ну в принципе достаточно я надеюсь вы понимаете о чем я говорю и о ком конкретно я говорю вот это две партии которые на протяжении многих тысячи ведут между собой схватку описание этой схватки присутствует очень древних источников вот и говорится это о том что тьма сражается со светом значит есть такие струнки значит в одном из скажем древних письменных источников и виделось в наве огнебог плачасть уходил от причудливого змея огнебог соответственно у нас высшая вибрация да огонь а кровь змея а змей соответственно низшие вибрации текла затопляя землю так вот кровь вот это темная темная кровь змея кровь скажем так если говорить значит об этих темных их обычно называют зверем вот а так сказать светлых называют человеком людьми соответственно кровь темных затопляет землю и этот процесс продолжается до сих пор и так сказать все больше и больше территории планеты охватываются тьмой значит как мы посмотрим во первых для начала как каково устройство значит у темных и каково устройство у светлых устройство их так сказать скажем так государственное устройство первое с чего начнем что как говорится здесь важно еще до государственного устройства основная основная черта светлых это осознанность осознанность способность к мышлению разумность и ценность человечества человека как личность вообще светлые признают ценность человека как личности ценность любого живого существа и признают цены жизни для них жизнь цен самая высшая ценность они поклоняются соответственно жизни и они Они поклоняются какой-то степени индивидуальности, развитию личностному, познанию, так сказать, и многим, так сказать, вот этим вот вещам, связанным именно с развитию личности. С развитию, так сказать, личностного, личностных характеристик, с мышлением, со всем остальным. У тёмных, соответственно, развитие личности не должно существовать. Личность вообще не существует. Существуют только рабы. Рабы его воли. Всё, больше ничего. То есть, собственным разумом они не должны обладать. Они должны быть преданы Богу. Это основное. Они не должны быть, как говорится, ничего особо знать. Главная их задача быть преданным Богу. Всё, это самое главное. Для тёмных. Разум презираемый. Разум для них это, как говорится, враг номер один. Поэтому они всё, вот эти связанные уничтожают, с развитием разума и мышления уничтожают. А вот. В чём тут суть? Ну, вот кажется, да? Ну, должны светлые тогда побеждать. Раз, значит, они, как бы, те же, вроде безумные, да? Не имеют способности, так сказать, к разуму и мышлению, да? А светлые должны побеждать, да, в этой ситуации. Нет, здесь у них всё так просто. Дело в том, что когда они уходят из системы разума, они переходят в систему подсознания. И как звери загружаются из общего планетарного, так сказать, вот этого эгрегора, так они и загружаются от своего тёмного эгрегора. И получается так, что весь тёмный эгрегор, все его части действуют заодно. Понимаете? А они друг друга по чутью находят. Они узнают друг друга, как чужие. По запаху. У них чрезвычайно развито чутьё. И им транслируется общий приказ. Они находят свои, быстро и легко собираются между собой. И поэтому, так сказать, у них существует масса, скажем так, преимуществ по сравнению с светлыми. Пока светлые каким-то образом пытаются между собой при помощи мышления как-то разобраться, эти объединяются без всяких препятствий. Соответственно, у них соответствующая форма государства существует. Но, что я хочу сказать. Не существует стопроцентно тёмных государств и стопроцентно светлых на сегодняшний день. Так как война крови длится уже давным-давно, то кто-то светлее, кто-то темнее. И, как сегодня будем говорить, и как говорили древние, что война эта идёт даже внутри человека, каждого отдельности. То есть, вот это тьмы и света. То есть, война между разумом и вот этой звериной сущностью. Но она и выражена в конкретных каких-то государствах, носителях вот этой звериной системы. Вот этой вот одержимости звериной. Ну, что какие-то государства, в общем-то, я думаю, многие... Так сказать, последний пример этого фашистской Германии, да? Это истинный облик зверя. Но, кроме этого, существует и масса других государств, которые таким же образом демонстрировали своё поведение. Вот. Суть в чём? Суть и разница светлого и тёмного, так сказать, устройства государства. Ну, на принципиальной как бы разнице. Значит, во главе... Принцип там один существует. Только во главе тёмного государства, сверху, значит, расположены тёмные, которые значительно темнее, чем все остальные. Вот. Ну, как бы... И они, соответственно, по уровню разума, соответственно, они, по сравнению с низом, они значительно ниже. А они больше преданы вот этому тёмному эгрегору, больше выполняют его, так сказать, приказы, соответственно, и больше, как бы, с ним взаимодействуют. Но почему они, казалось бы, находясь на уровне, так сказать, низкой энергетической способности, будучи низковибрирующими, да, не погибают, не, так сказать, разваливаются. Хотя при этом большинству, как вот и многое нашей элиты, да, вот особенно, значимо, имеют гигантское количество пороков, вот, обладают огромным количеством всяких извращений и, бог его знает, чего-то есть, да, то есть, абсолютно порочная система, да, обладая большей частью них вообще дебильна и совершенно не в состоянии мыслить. Но как они существуют, да? Они существуют за счёт простой системы насоса. Такой вампирский вариант. А они с вот этой вот более высоковибрирующей подушки нижней всасывают энергетику и мысли. Потому что вся пирамида – это воронка, которая сосёт. Всё. Так существует элита во многих государствах. Это можно так в кавычках её назвать элитой. А вот. Но государство, имеющее вот такой вот как бы вариант, когда, значит, с высоковибрирующей структуры вытаскивается в низковибрирующую, оно движется в направлении низкой вибрации. То есть, просто падает, извините, если посмотреть по телу человеческого, в задницу падает. Понимаете? То есть, падает в самый низ. В ад падает. А вот. Потому что самый нижний, как говорится, отверстие, вот этот участок, как назывался адом. А вот. То есть, идёт падение в низкую вибрацию этого государства. Вот оно. Таким вот образом. Соответственно, находясь на земле, она также высасывает вот эти все ресурсы. Всё это разрушает. Разрушает вокруг себя всё. И вся задача вот именно того, чтобы, так сказать, запитывать вот эту огромную энергетическую дыру. Вот. Бампирскую. Вот так существует государство тёмное. Движется оно в направлении вот там вот очень хорошо, там смерть. То есть, оно движется в направлении смерти. В направлении, недаром у них, как говорится, изначально чёрный свет. Вот таким образом. Значит, государство светлых, оно построено, в принципе, так же, да? Внешне, как бы, ну, мы просто берём это самое. Только здесь высоковибрирующие. Высоковибрирующие работают совершенно по-другому принципу. Они воспринимают поток, идущий сверху. Усиливают его и сбрасывают его в подушку. Деляясь со всеми, соответственно, и с планетой в том числе. То есть, они творцы. То есть, творцами является верхушка. Верхушка является творцами. Она захватывает поток, использует этот поток, трансформирует его, использует для, так сказать, насыщения высокой вибрацией. И тех, кто пониже вибрирует, подтягивая тем самым их до, как говорится, своего уровня. И, значит, по, значит, и облагораживая всю землю вокруг. Вот подобным образом, подобным образом, жило русское государство какое-то, когда-то древнее. Когда, так сказать, все были равны, и русские больше давали, чем брали. То есть, всем территориям, которые под них объединились. Вот. Таким образом, существовало древнее государство русское. Вот. Сейчас у нас совершенно другая ситуация. Сейчас у нас примерно вот такая ситуация. Вот. Значит, теперь поговорим о, собственно, самой войне крови. Вот. О самой, так сказать, ситуации, существующей с войной кровью. Находясь в окружении какие-то страны, да, допустим, более высоковибрирующие, находясь в окружении, так сказать, черных, да, каких-то стран там, они подвергаются нападению. То есть, вот, светлый, светлый, подвергаются нападению черных. Что происходит, Значит, вот эти орды вторгаются сюда, каким-то там образом, да, они стремятся сюда. Вот. и происходит захват этой территории вместе с жителями, которые там существуют. соответственно, как бы, любые звери, любые звери, тактика зверя, она, в общем-то, известна. Вот верблюд, когда, допустим, выбрасывает другого верблюда, выбивает там, или прогоняет, да, или там лев, или не суть важна, значит. Первое, что он делает, что, допустим, верблюд, он бьет самок, которые беременны, так сказать, вот этим вот, от чужого другого верблюда, да, и чтобы они абортировались, брусили. лев там съедает чужих детенышей, когда приходит в праздник, который захватил там, и покрывает всех самок, да, ну, и габлюд тоже покроют. Значит, захвачить и то же самое стреметь, всегда делать. То есть, это там, право первой ночи, да, это, да, ну, и включая просто насилие всех женщин, понимаете, просто тотальное насилие всех женщин. Причем, допустим, вот если брать последнее вторжение, да, вот это, Германия, это там было прописано идеологически, что надо ассимилировать, так сказать. То есть, насилие было закреплено в уставе, понимаете? Вот, надо ассимилировать. Ну, а предшественники это делали без всяких уставов, вот, насилие, и все. Вот, в результате что получается? Войдя в эту территорию, изнасиловал всех женщин, так сказать, по возможности, кого удалось, да, а вот убив всех высоковибрирующих, мужчин, в частности, да, а вот всех остаемся тут какие-то предатели, там, что-то еще, вот это вот, но это уже все низковибрирующие, да, а вот, вот эта территория, получается, она становится, вот если это черная, вся полость черная, да, то это становится, так сказать, вот так, через полочечку, а вот, то происходит, допустим, мы отбили эту территорию, отбили, да, опять, но, эта территория как была, так и осталась через полосочку, да, то есть там уже будут расти дети оккупантов, они там будут расти, уже посеяна кровь оккупанская, а вот, уже, те, кто, как говорится, с ними сотрудничал, те, кто, как говорится, с ними взаимодействовал, предатели запятнали свою, так сказать, свою честь, и они уже не будут, от них тоже, не будут уже идти те, высоковибрирующие, как говорится, тот, кто запятнал свою честь трусостью, подлостью, предательством, с него уже не будет, как говорится, настоящего воина его потомков не будет никого так сказать какого-то хорошего сильного человека высоко вибрирующего уже будет в сторону низкой вибрации плюс разрушение территории разрушения рубание деревьев там разрушение деревень там какой-то структуры там все остальное структура разрушена здесь получается уже как говорится это территория разрушения территория опускается в низкую вибрацию если раньше там стали прекрасные дома жили прекрасные люди было все хорошо все за территории станции более низкой плюс тут растут дети оккупанта они растут дети хорошо значит отбили какое-то время здесь нет снова набег снова набег снова насилие снова убийство снова разрушение территории вновь становится еще более черное и так далее и так далее и так далее то есть и постепенно постепенно что вы хотите не хотите это территория через некоторое время вибрирует так же как и это они будут братьями братьями по крови понимаете братьями по крови тут будет жить много братьев их по крови и однажды они захватят эту территорию как говорится более окончательно потому что тут сопротивляться будет некому и ведут для окончания свой язык язык это уже окончательно язык это как звукорезонансный ряд для того чтобы синхронизироваться народу между собой они будет этот язык и все это уже состояние необратимо пример в истории существует масса примеров вот такого явления больной крови который проходил и проходит когда-то вся территория европы безо была заселена славянами это были люди высоко вибрирующие люди вот это не говорится о том что это какая-то конкретная там это славяне это те которые с любовью живут славы славяне славы которые у нас есть английская с любовью там откуда-то да славы откуда-то да вот славяне они вот с любовью жили вот и они заселяли всю территорию Европы мы это знаем было типа как наподобие западной Руси наверное они не совсем были друг на друга похожи это были разные люди в какой-то степени но это вибрировали они где-то близко поэтому между собой взаимодействовали и не воевали между собой вот но затем пришли вот эти вот темные и начали постепенно 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 с шаг за шагом вот такими небольшими шажками как говорится очернять землю появилось сначала одно государство а вот значит потом второе третье четвертое вот сейчас например возьмите германию да германии очень много русских названий есть даже там у нас какие-то участки типа Пруссия Австрия там еще тоже много как говорится русских названий да а вот но обратите внимание допустим на первую мировую на войны еще перед этим с какой безжалостностью немцы уничтожали славян других славян как так почему казалось бы вчера они еще были братьями да вчера они были еще братьями да вот здесь вот как говорится общая была у них общность а сегодня они уже убивают режут с такой страшной как говорится ненавистью и они считают что это не почему да потому что общий вот этот темный эгрегор понимаете общий темный эгрегор и они чувствуют что эти вот там славяне вибрируют не так они не принадлежат этому эгрегору не принадлежат эгрегору зверя а еще что я говорю очень важно опускание в низкую вибрацию лишает человека способности быть разумным она опускает его до такого уровня что он перестает мыслить перестает думать перестает как говорится жить осознанно и уже он начинает подчиняться и начинает впадать в одержимость результаты впадения одержимости мы видим на Европе средневековой то что там творилось это было как раз одержимостью те вещи которые происходили и в первую мировую и во многих местах когда врезали людей зверства вот эти многие солдаты впоследствии говорили я не понимаю как я это сделал я не понимаю как я это сделал как я мог вообще такое совершить это все результат одержимости работа темного эгрегора захватывающего так сказать вот эти пространства одно за другим посмотрите вот внимательно да вот немцы что творили да допустим та же Пруссия Австрия это практически те же как говорится земли бывшие вот славян там еще жили славян там еще название остались все и русские и все остальные люди многие помнят и там еще существуют какие то кусочки где так сказать территориально проживают практически люди которые сохранили быт и обычаи близкие к русским непонятно откуда с этих территорий приходят люди которые совершают такие ужасающие зверства против своих же братьев непонятно да да возьмите поляков это никто не скажет что это не славянская нация это славянская нация но побыв некоторое время под властью тефтунов а это и есть темные рыцарки вот этих орденов которые так сказать являются носителями темных так сказать вот этих темные идеи темные идеологии и всего остального по что они превратились какие ужасы какие зверства они делали над такими же слаганами как они что они творили на Украине и на Беларуси это ужасно представить это страшно такого зверства они за людей не считали такие же как они даже внешне похожих и имеющих те же самые традиции как это возможно скажите вы а это возможно очень просто темный эгрегор они не принадлежат зверю значит они не свои понимаете и зверь как вот в тех вот чужих он приказывает уничтожить 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 тех кто ему не принадлежит и орды вот этих вот зверей гонит голод голод центрального зверя центрального эгрегора ему нужно захватывать новые энергии новые жертвы ему нужны он хочет есть та ситуация которая сложилась сегодня в мире показывает показывает то что эгрегор темных эгрегор темных он захватывает все больше и больше стран все больше и больше людей попадает под его власть да в некоторых местах пытаются освободиться да как говорится происходят какие-то события связанные с тем что люди не хотят опускаться на самое дно не желают но к сожалению нету каких-то скажем так каких-то эффективных мер борьбы они не понимают с чем они сражаются в продолжение вот тех строк которых я говорил там есть такое так сказать окончание что огнебог плачаясь уходила причудливая змея значит кровь змея текла затопляет землю и значит пришел муж сильный и рассек змея да и стало два змея и снова рассек и стало четыре вот эта система тьмы бесполезно сражаться против нее с оружием она имеет не только вот такой вариант военного захвата она имеет вариант и ползучего захвата то есть она может вползать вползать в виде нищего и уродивого вползать в виде обиженного в коллектив в какое-то общество и все остальное и разрушать его изнутри она имеет и такую возможность тьма она способна обольщать она способна высасывать энергию опуская людей на низкую вибрацию это не просто так не просто так людям навеялись вот такие вещи как допустим чужие когда враг и противник настолько живучи что как ты его не убиваешь он все равно выживает и здесь та же самая ситуация сколько великих воинов сколько могучих богатырей сражались против тьмы они погибли но не смогли одолеть их они убивали их тысячами они покрывали поля телами врагов но враги приходили вновь и никто не может понять откуда они берутся откуда берутся враги нам рассказывают что где-то там в каком-то непонятном котле прям как в этом самом во властелине колец там где-то в горах там их делают что там где-то какие-то сельминджуки мульмульджуки какие-то там значит где-то там или какие-то монголы там где-то там затаились в каких-то там пустынях и песках где есть совершенно нечего и потом на своих могучих конях которые не больше там пони да вооруженные как говорится костями там я не знаю чего там или деревянными палками сумели победить русских богатырей на конях как говорится в три раза выше с булатными мечами полностью в этих самых в булатных доспехах там даже дерева нет в этих пустынях там даже плавить нечем металл и эти люди ничего не знают не знали железа длительных миллионов про что вы рассказываете суть состоит в том что темных делают и светлых все очень просто все элементарно их не варят в котлах их не достают и откуда там это и не сбрасывают на тарелках их варят из светлых понимаете очень просто их изготавливают из светлых есть такой замечательный рецепт они были эльфами но темные силы поймали их долго мучили и они стали губинами вот это примерно оно и есть изготовление идет вот таким путем совершенно как вот здесь то есть есть некая империя прекрасная замечательная империя а вот здесь на окраинах империй поселяется какая-то небольшая кучка темных темных и эти темные потихонечку шаг за шагом не спеша грызут эту территорию сея свою кровь помаленечку никуда не спеша все больше и больше все больше и больше заражая эту территорию заражая именно заражая эту территорию тьмой ненавистью всем как говорится злобой всеми этими пороками опуская ее в низкую вибрацию постепенно шаг за шагом и вот эта маленькая группка маленькая группка постепенно заражает гигантскую территорию это так же как вот берутся эффективные микроорганизмы и бросается в почву и вдруг все микроорганизмы начинают как говорится работать как они то есть это как бы на уровне программирования все происходит эта система программирования на низкую вибрацию это определенная система когда из одного при помощи одного можно сделать тысячу тысячу темных из вчера светлых и они будут убивать своих братьев и при этом будут орать что это те враги что это те злодеи а не они вот и все вот и вся технология и никто никуда не приходил нет они были там маленькая группа темных эффективно проработав заразила все государство и все государство никто его не завоевывал оно все превратилось в империю тьмы понимаете в империю тьмы просто и ясно и никаких сложностей рассмотрим пример который у нас перед глазами пример который у нас перед глазами это украина это украина вот вот здесь у нас будет западная украина здесь будет у нас средняя украина а здесь будет как бы восточная украина вот отгадайте какая часть больше всего значит вот западная это средняя это восточная какая часть больше всего подвергалась набегам ясно западная украина ну средняя часть допустим чуть поменьше вот у восточной еще поменьше так вот теперь скажите мне где здесь самый большой урожай будет потомков захватчиков очевидно в западной украине очевидно в западной чуть поменьше средней части вот так восточной еще меньше то есть если по чернотесту западная черная это серенькая тут такая чуть сероватая да условно назовем вот вам вся механика того что произошло на Украине и ответ на то почему они хотят туда на запад почему они хотят в Европу а потому что их отцы пришли оттуда завоевывать вот эти земли убивать и насиловать суда они пришли их отцы их деды там прадеды бог его знает кто они пришли они насиловали не убивали они оставили семя а семя это выросло и эти люди не знают что они являются потомками захватчиков оккупантов они просто хотят домой понимаете просто хотят домой и конечно они ненавидят тех кто убил их отцов а как бы вы вы бы тоже ненавидели тех кто убивал наших отцов ах они проклятые они убили наших отцов мы хотим взять реванш мы хотим уничтожить а те кто живет местное население здесь вот существующее они враги действительно они враги для них ведь они же кто-то из них из этих сородичей вот этих вот местного населения убивал их отцов и они враги для них понимаете какая история и эти люди не виноваты они тут ни при чем совершенно но так вышло те предшественники которые уже наверное мертвы погибли так сказать вот здесь в последующих битвах и так далее и так далее насиловали женщин так сказать сожительствовали с этими женщинами на территории и так далее и так далее оставили свое семя причем не на протяжении одного там поколения а на протяжении многих поколений Украина подвергалась нападению различных захватчиков и они насиловали грабили убивали лучших понимаете вот что страшно и теперь и теперь эти всходы вот этого всего деятельности деятельности темных они взошли они взошли и они теперь считают русских оккупантов понимаете русских оккупантами они пришедшие с Европы убивать и грабить считают их оккупантами им не вдомек что это они потомки оккупантов это они убивали и грабили на этих территориях что это их предшественники их племя их рот а если нет то почему они так хотят в Европу почему они так любят Европу что она им сделала что она им дала она что как то помогала им или еще что то никогда кроме разрушения Украины грабление Украины Европа не делала ничего почему же они хотят туда почему же они так тянутся туда но не только важно почему они так тянутся туда важно что и эти тоже тянутся к ним они чувствуют друг друга братьями потому что они есть братья потому что они есть братья и военным путем конфликт этот не решить потому что это сидит внутри оно здесь посеяно понимаете сидит внутри что делать эта ситуация она как бы неразрешима потомки оккупантов проявились реализовались в Яве здесь и начинают вытеснять и уничтожать местное население вот это дело да вот это ничего себе самое смешное они даже не скрываются они фашистские кресты ставят ну правильно это же родное им это же им родное это понятно они у них сознание на том уровне когда вот эти фашистские орды штурмовали понимаете они хотят реванша они еще остановились на том уровне когда блицкрик когда как говорится атака информационный григор работает понимаете и ненависть вот это к русске еще того же уровня оттуда через этот и григор идет кто виноват в том что так произошло прежде всего виновата Европа и Германия в первую очередь эти люди не виноваты это они посеяли зло посеяли вот эту раздор здесь они должны за это отвечать за последствия которые образовались в результате их многократных набегов на Украину но не только они Москва которая существовала вот здесь на Украине принято там называть москалитом или еще как то и все тоже сделала свое дело дебильное имперское мышление вместо того чтобы как говорится укреплять пограничные территории постоянно вытягивала отсюда лучших в Москву как говорится на какие то ее нужды лучших людей с Украины а сколько украинцев осваивали Сибирь и там и остались и Дальний Восток и все так сказать остальные территории это же были лучшие люди Украины это были самые могучие высоковибрирующие сейчас таких на Украине нет какие сибиряки сибиряки украинцы так сказать существуют здесь еще стоят в Сибири украинские деревни и даже говорят на украинском просто как говорится но почему то нет ненависти у сибирских украинцев к русским или у сибирских белорусов к русским ну нет ненависти потому что один народ а у этих есть почему так потому что это ненависть у оккупантов понимаете у потомков оккупантов но опять же ну что ты сделаешь здесь с этой ситуацией ну ничего ты не сделаешь невозможно при помощи оружия ее решить эту ситуацию вопрос решения этой ситуации лежит не только в военном так сказать понимании но он лежит в осознании прежде всего надо понять причины вот этой вот ситуации а причины здесь как говорится не только в том что эту территорию захватывали эту территорию как говорится очерняли эту территорию так сказать здесь подверглась она ассимиляции да но еще и в том что как говорится центр вытягивал отсюда лучше это тоже немалая причина вот война закончилась все закончилось казалось бы да империя существовала но благодаря тому что империя не смогла создать по участкам которые подверглись так сказать нападению врага очернению заполонению тьмой так сказать и темными не смогла создать там как говорится вести политику создания высоко вибрирующих так сказать центров структур и так далее это привело к тому что Прибалтика а это бывшие страны это по сути дела славяне превратились во врагов вот и Украина то есть везде и там и там взошли семена посеянные врагами понимаете вот и решение этой проблемы поэтому только военным путем эту проблему решить нельзя нельзя необходимо понять суть врага чтобы одолеть тьму в том числе и внутри себе нужно понять суть суть врага понять как он действует в чем его преимущество в чем его сила в чем его тактика и так далее понять все как он действует как он распространяется понимаете это система заражения вот 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 это система заражения вот поэтому основная задача наверно так сказать будем говорить это перейти или создать высоковибрирующий центр то есть центр где так сказать будет движение идти в сторону человека противопоставить а вот этим действием тема которое переводит как бы значит в свой в частности игре гор но вот что кстати явление явилось еще дополнительным толчком который привел к падению в одержимость украины переход на на низковибрирующую молнию язык собранный из запчастей в том числе из слов оккупантов он ниже вибрирует чем русский ниже если бы они перешли может быть на какой-то более высокий вибрирующий язык их это бы очистило но у них нет этого они сделали сборную солянку из бог его знает чего низковибрирующую где мужчина или хлопец холопцы холопцы не парубки не холопцы и само название окраина украина это кто у нас кто так все время крайний зачем такое название как вы лодку назовете так она и поплывет это не украина это южная русь там стоит город киев это киевская русь но оккупантам это понятно не нравится все что угодно хоть тырмандыровка но лишь бы как говорится не родное название получается что у украины нет истории ведь при помощи введение вот этого названия она отказывается от истории зачем непонятно для того чтобы для того чтобы остановить все это остановить все это остановить вот этот вот процесс необходимо прежде всего разобраться как создавать высоковибрирующий центр как работать вот этой системы так сказать ползучего вторжения которое существует и без войны и она как бы работает и так сказать делать свое дело основная наверное задача это осознать понять перейти в состояние осознанности что именно делать что именно делать что противопоставить тем более что на территории которая сейчас остается на донецкой значит луганской там вся территория будет низко вибрировать потому что там разруха разрушенной территории всегда вибрирует низко выжженная земля как говорится останки людей и многое чего другое это уже сразу низкой вибрации ей надо что-то противопоставить иначе приведет это тоже неприятным последствием а вот вот поэтому основная задача основная задача это касается не только как говорится украины это касается россии это касается всех стран которые как говорится не хотят пасть в тюму и вообще всех людей конкретно необходимо так сказать понять врага понять что нужно делать чтобы остаться в высокой вибрации как работать как какие действия нужно произвести именно чтобы остаться высокой вибрации не просто потому что мы привыкли что мы нам кажется то это там третье десятое какие-то там состояние комфорта или еще что то нет это не спасет поймите несмотря на то что вся история нас учит несмотря на то что мы побеждали в войнах мы все время проигрываем мы проигрываем после войны проигрываем потому что идут идут вот эти всходы всходы посеяны вот этой тьмой идут всходы они поднимаются хочешь не хочешь они все равно поднимутся в виде людей конкретных в виде каких-то идей конкретных в виде каких-то так сказать опущение какого-то людей в низкую вибрацию уже как бы без даже вроде бы генетического прямого прилетия вот понимаете то есть нужно понять как идти к свету понять и разобраться в этом для этого есть определенные технологии все это технология все абсолютно темные когда захватывали когда начинали захватывать тоже применяли технологии простые технологии мы сегодня даже можем как говорится какие-то аналоги электронные показатели ни одна электронная технология по силе не сравнится с человеческой технологией человек мощнейший генератор высокочастотный и самое главное он работает на той же частоте что и как говорится все остальные люди не надо ничего выдумывать люди самое сильное оружие против тьмы высокочастотные высоковибрирующие люди вот что является оружием сегодня такие люди там может где-то в ополчении есть поэтому ополчение побеждает потому что они у них есть а тьма проигрывает потому что тьма будет всегда проигрывать против высоковибрирующих она горит сталкиваясь с ними вот она еще потому что время пришло потому что те кто стоит воины потока тоже сражаются они тоже сражаются поэтому мы будем дальше разбираться как сражаться с восьмой как ее побеждать вот и как говорится нам в конечном счете одержать победу одни сейчас мы будем значит рассматривать это война крови вторая часть значит вторая часть она будет рассматривать такие вопросы как резонанс вот она будет рассматривать значит вопросы связанные с возникновением так сказать таких моментов в одержимости истории когда человечество резко меняло какие-то свои параметры какая-то группа в обществе или какое-то государство меняло и возникали там войны катаклизмы и так далее и так далее то есть вот рассмотрим так сказать вот этот вопрос также мы рассмотрим значит воздействие резонанса которая так сказать существует у нас на планете и какие возможные существуют у нас ну и не сами устройства мы не будем рассматривать мы будем рассматривать глобально как эти устройства воздействуют то есть на людей так сказать на наше общество как изменяет наше поведение вот таким вот образом значит начнем первый вопрос который я хочу так сказать следить он относится к значит войне крови если кто-то помнит в предыдущей войне крови я рассказывал про значит явление резонанса про вторжение значит темных на территорию светлых и про переделывание находящихся там людей и вот этой территории уже в состоянии так сказать серого и черного так сказать цвета да то есть состояние через полосочку что там для начала мы рассмотрим такой простой вопрос это связано с действиями темных вот скажем так с системой их работы работы их и Григора вот значит светлые привыкли через систему логики работать а здесь работает совершенно другая система ну значит вот простое существует некий объект да какой-то этот факт в принципе установлен значит ученым есть некий объект допустим простейшее да простейшее животное вот внутри простейшего животного значит существует там система каких-то органов так сказать ядро там и так далее да или органел будем говорить точнее да вот и так сказать находятся питательные вещества и так далее по периферии там расположены там щупальца логноножки и так далее веснички и все прочее вот то есть объекты значит инструменты захвата при помощи которых она захватывает пищу питается и так далее установлено совершенно четко что при значит понижение электро значит при понижении питательных веществ значит подается сигнал на периферию да и щупальца активизируется а вот природа этого сигнала электрическая и работает она точно так же никакого здесь ума и еще чего то нету а просто понижаясь потенциал как в системах любых электрических вызывает так сказать повышение потенциала вот здесь вот на периферии а вот так же как в системах допустим если вы к примеру возьмете горячую ложку сунете ее в холодную так сказать воду вот то можете обжечь волку соответственно потому что пойдет тепловая волна если резко где-то происходит падение уровня воды то от этого участка где вода как говорится опустилась провалялась значит пойдет тоже волна ну и здесь идет электрическая волна от центра к периферии еще в принципе активизируется начинается захват пищи никакого мыслительных процессов здесь нет вот но при этом животное питается и все по сути дела установлено в принципе достаточно так давно что это по сути дела простейшая это электрическая машина машина которая управляется сигналами ну вот при помощи вот этих электрических законов таким вот образом это как бы заход в туру вот он нам пригодится ну вот явление электрорезонанса так называемого которого резонансы которую мы значит рассматривали я не называл тогда это резонансом вот когда территория становится через полосочку вот такой территории вот значит эта территория соответственно начинает работать по-другому и как говорится уже приближается по сигналу вот этому так сказать к агрессору захватчику а вот так вот к сожалению не могу технически не хватает показать вот это явление резонанса а вот фильм вот но в дальнейшем в дальнейшем если вдруг происходит ну скажем так дал дополнительное вторжение сюда то значит вот этот центр здесь тоже где-то центр находится то явление вот этого сигнала резонанса усиливается и вот здесь образуется вот такая вот как бы полость то есть такая уплотненная назовем темная область да через которую вот по сути дела вот это как бы через полочная система устремляется в направлении вот сюда вот ну если мы будем рассматривать явление глобального резонанса которое произошло например ну на Украине да будем считать что это ребята с запада Украины устремились на Майдан вот ну так устремились да вот затем когда система начинает даже вот этого сигнала двигаться продолжает двигаться сюда в направлении вот то то происходит как бы охват и возникают периферические такие волны вот которые в конечном счете пере так сказать переформировалась общий сигнал вот этого конкретного так сказать объекта то есть это возникло явление резонанса два этих объекта срезонансировали и образовался по сути дела другой объект понимаете то есть то есть если смотреть на глобальном варианте допустим Майдана то в какой то момент ребята устремились к Киеву там происходило вот это действие а потом резонанс пошел по всей Украине ну это вот такой глобальный вариант резонанса да вот и вот эта группа именно находясь вот в этом в своем так сказать центре центре в сакральном центре вот этого как сказать государства она вот таким образом создала будущее не настолько значит многочисленное создала резонанс на всю на все государство да и основная масса людей была так сказать вот этой идеей заражена и заработала да но не везде это вызвало понятно вот где то тут возникли антирезонансы да вот ну это уже так сказать более усложненная картина явления вот значит вот это явление резонанса явление резонанса которое проходит на так сказать на информационном уровне допустим вот то что мы видим можем на Украине вот если говорить допустим о явлении того же Крыма да условно говоря можем именно так посмотреть то там ситуация немножко другая резонансная да допустим вот он Крым вот вот здесь грубо говоря перекоп да вот и вот здесь этот перекоп заняли люди которые так сказать побывали на Майдане которые изранены которые так сказать являются мощными передатчиками но другой частоты другой системы воздействия на Крым вот как на эту систему здесь возник также эффект резонанса вот в Крыме в Крыму и 97 процентов мама не горели вот так вот понимаете все то же явление резонанса но тоже правильная занятая позиция тоже достаточно мощные резонансирующие люди то есть мощный излучающий сигнал вот и нашли отклик в глубине то есть там тоже кто-то им подыграл то есть сработал с ними усилив как усилитель да и получилось так что вот все то же явление очевидно произошло и на Донбассе то же явление резонанса такого явления резонанса в человеческом обществе то есть это не вот так вот под микроскопом рассматривать у себя где-то там в лаборатории где-то там в глубине а вот оно пожалуйста явление резонанса присутствует вот конечно само явление резонанса искажается характерами искажается какими-то событиями искажается какими-то сооружениями чем-то еще и не получается как в лаборатории идеально все это сделать да Но в конечном счете Вот то, что мы видим Оно в принципе по картине Если смотреть вот эти формы резонанса Которые, так сказать, проходят В наших лабораторных Различных там Опытах и все остальное В принципе по картине совпадает Резонанс сигнала Резонанс частотный резонанс Вот таким образом Значит Теперь мы рассмотрим Вот это вот явление Скажем так, явление Назовем их Майданов Но мне больше нравится слово Потому что майдан Мой дан Это как бы Мой дан Ну да, мой Ну что значит, непонятно А вот мой дан Это когда состояние Человек Грубо говоря Вот этот мой Даун Даун, понятно, да? Вниз То есть когда человек озвереет Да? Это очевидно, что он не вверх поднялся Он пал вниз Ну то есть даун Понимаете? И после этого он начинает Убивать Зажигать заживо людей Как говорится Стрелять по мирным жителям Расстреливать Как говорится Автобусы с детьми и женщинами И так далее Вот это понятие даун Понимаете? Вот это вот Который даун Так вот Рассмотрим это Понятие в истории, да? Причем Не будем брать Какие-то такие Сложные системы Посмотрим Которые вот прям совпадают Практически это Я насчитал три Майдауна В истории Таких вот Ближайшие истории Далеко не стал залазить Французский Значит Майдаун Когда орали Ля Вива ля Франс Немецкий Когда кричали Хай Гитлер И Теперь у нас есть украинский Когда кричат Слава Украине Вот И там и там Везде сильны были Значит Националистические настроения Вот И там и там Перед Вот этими Майдаунами Вот Народ Находился в состоянии В подвешенном состоянии Достаточно плохо жил Вот Власть Принадлежала Казнокрадам Болтунам Власть была Чрезвычайно слабая Так сказать Стране было По сути дела Безвластия Разруха Постоянно были Какие-то выборы Постоянно были Какие-то разборки И так далее То есть Везде При трех этих ситуациях Это Как говорится Присутствует Вот Значит Можно так Более даже Подробно посмотреть Вот например Во Франции Был захват парламента И Неугодных депутатов Выгнали А угодных Заставили Писать Новые законы Да Это во Франции А на Украине Мы это имеем Все Все так же Вот Значит Далее Что Например Знаменитый Поджог Рестаг Да Германия Имеем Поджог Рестаг Имеем Поджог Рестаг Имеем Людей Которые Судили Как говорится И на основании Этого Поджога Рестаг Так сказать Инициировали Захватили Власть Еще дополнительно Да Имеем Имеем Такую Ситуацию Да На Украине Ну На Украине Сложнее Причудливее Сначала Ребят Хороших Постреляли Причем Заметьте Не с пулемета Стреляли по ним А снайперы Стреляли Видимо Был список По кому стрелять И наверное Постреляли Именно тех Которые Хотели Справедливости Гитлер Тоже Когда к власти Приходил Всех Кто стремился К Значит К тому Чтобы Народу Было хорошо Кто стремился К справедливости И своей партии Как говорится Где-то И физически Где-то В общем Устранил Вот Так что Наличествует Но На Украине Еще есть Поджог Дома Провсоюзов Там Круче Как говорится Так что Тут Поджог Рестага У них И поджог Провсоюзов И расстрел Ребят На Майдане Вот То есть И во всем Конечно Они обвинили Кого Врагов Враги Которые Так сказать Кто там У них Враги Вот Но главное Что при этом Они смогли Усилить власть Свою власть За счет Вот этих Вот Как говорится Гитлер Усилил За счет Поджога Рестага Они уже За счет Поджога Провсоюза И расстрела Как говорится Хороших Людей Вот Вот таким образом То есть Это все Есть Значит Давайте еще Посмотрим Факельное шествие Замечательное Факельное шествие Которое Как говорится Всю Германию Так сказать Повергло Просто Шок Когда Ребята Значит С факелами Ночью Столько народу И так далее А вот Ну Понятно На Майдане Там факельных шествий Хватало Так что Вполне нормально Во Франции Там тоже были Какие-то шествия Ну не факельные Ну были шествия Были в шествии В поддержку Наполеона И все остальное К сожалению Описаний На эту тему Подробных нет Вот Значит Что еще Значит Ну речевки Да У тех У всех речевки Значит Ну запрет Других партий И всех Общий Иннокомыслящих Вот запрет Во Франции Был запрет Ну император Наполеон Он там Всех позапретил Не нужны были Вот Конституцию Другую написал И так далее Все это понятно Он Император Он высшая власть Значит У Гитлера Там тоже понятно Коммунистов Запретили Как говорится Посажали И так далее Потом и остальные Партии запретили Но Украина Движется этим путем Коммунистов Они там уже запрещали Но в принципе Другим тем Кто Как говорится Что-то говорит Против Вот этой общей политики Тоже Постоянно Как говорится Грозят Угрожают То есть Все 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 Это есть Но есть еще Интересная вещь Не знаю При Значит Французском Майдауне Там Вроде как Единой Европы Как бы не было Но кризис Во Франции Точно был И в Англии Был Кризис Да То есть И вот Вот этот Майдаун Как говорится Возник Именно Вот В это время Да Вот Значит Майдаун У Гетлера Да Возник Когда был Кризис Соответственно Соединенных Штатов Америки После кризиса Соединенных Штатов Америки Вообще Кризис Который возник В мировой Финансовой системе Да Вот Капиталистической Тоже После кризиса Значит Украинский Майдаун Тоже возник По сути дела После начала Кризиса Тоже То есть Все нормально Кризис Является Хочу Напомнить Кризис Является Практически Пусковой Потому что Это глобальное Явление Пусковой Точкой Любых Майдаунов Ну Мы так Это возьмем Как бы На проверку Да Вот Значит Ну И вообще Вот Сама Система Вот этих Майдаунов И происходящих Следом событий Она Мне очень Напомнила Вот эти Вот Фильмы Вот у нас Фильмы есть Да Там Вторжение Когда Значит Какие-то Инопланетные Твари Захватывают Тела Человеческие Напрямую Там Либо через Паразитов Либо через Какие-то Там еще Вещи Там И так Далее И там Есть определенные Практически У большинства Одни и те же Сценарии Да Там очень Интересный Сценарий Это значит Первое Значит Они захватывают Их Удерживают Да И заражают То есть При этом Они запугивают И каким-то образом Обездвиживают Да Чтобы люди Не сопротивлялись Да Затем Они Отлавливают Изолируют Тех Кто не заразился Да Вот Значит И у них Есть Часто Звуковые Сигналы Какие-то Там Для познавания Своих Ну Чуть ли Типа Не речевка Ну Какие-то Звуковые Сигналы Они что-то Там Говорят Вот И присутствует Значит У них Момент Значит Тех Кто не заражается Они уничтожают Ну А как еще Уничтожают Да Ну И плюс Они стремятся Захватить Все коммуникации Чтобы контролировать Так сказать Весь процесс Да Вот Понимаете То есть Вот такая вот система Кстати Все четко Совершенно Совпадает Вот Все Вот Со сценарием Майдауна Вот эти Вот все Внеземные Вторжения Там Типа Там Духи Марса Там Типа Ну Там Множество Фильмов Значит Просто Там Вторжения Вот Все полностью Совпадает Понимаете То есть Это говорит О том Что Действительно Что-то Это Напоминает Некая Захват Какого-то Вот Именно На таком уровне Потому что Уж Больно Все это Похоже Больно Все Похоже А вот Но Вот С украинским Майдауном Не все Так Просто Не все Так Просто Вот Если У Французского Майдауна Есть Великий Наполеон Такого Маленького Роста Вот Такой Вначале Хуенький Как Говорится Но Вот Такой Наполеон Бонапарт У Германского Есть Гитлер Тоже Небольшого Роста Тоже Такой Хуенький Духленький Но Такой Живенький Да Вот И оратор Все такое Вот А тот был Полководец Ну В общем Талантные Такие Ребята Да Значит То У Значит Тих самых У Украинцев Нету Нету Наполеона И Гитлера Нету Нету Понимаете Вот И Они не смогли полностью страну захватить Антирезонанс начался В Крыму начался В Донбассе начался Антирезонанс Значит Ну и тем более На Такой вот Да На такой вот массовый куда-то поход У них нету Нету у них Энергии То есть за пределы Украины вырваться Нету Чтобы на кого-то пойти А ведь Два предыдущих Майдана Они же фактически Европу захватили И пошли на Россию И Россию Практически А Наполеон На Москву взял Понимаете А Гитлер Ну практически Почти взял Ну большую часть Как говорится Страны Большой кусок Очень Смог захватить То есть Так говорят Что потенциал был бешеный Да Могучий Вот этого сигнала Был бешеный потенциал Чтобы поперли и всю Европу Подмяли и это И в Африку полезли И везде То есть И у Наполеона тоже А тут никакого потенциала За пределы страны выйти не мог А желание есть Желание есть Идеи те же Все кажется тоже Но не могут Остановились То есть Явный недостаток энергии Не хватило энергии Для полноценного Такого Широкомасштабного Такого Как говорится Глубокого Майдана Не хватило А вот В связи с этим Возникает вопрос Почему не хватило Это Что случилось Чем вызвана Вот эта вот Такая нехватка Чем этот Майдан Выкидыш Почему он Такой получился Какой-то Не такой Должна быть причина Вначале я вам Говорил Про то Что Объединяет Вот эти Все три Майдауна Кризисы При всех Трех Майдаунах Были кризисы Мировые Кризисы Ну пусть там Как говорится Тогда еще По Франции Центральной Мировой системы Такой не было Глобальной Но все-таки Все-таки На том уровне Это был кризис На тот момент Вот То есть Объединяет кризис Сейчас Опять кризис Вот Он Пусть как говорится Сейчас Велотекущий Но есть он Он присутствует Из него выйти Как мировая система Не может То есть Кризис Определенным образом Вызывает Это Как же он Вызывает Это Ну очевидно Так же Как Помните Я вот рисовал Простейшее Да Вот здесь Упал Потенциал Еще пальцы Зашевелились Еще пальцы По периферии Зашевелились Надо кушать Надо кушать Электрическая машинка Заработала Понимаете Очевидно Что так Ну понятно Что не в каждой стране Это срабатывает Наверное Да Вот Если Из Общих принципов Еще сказать Что Все-таки Во Франции Люди голодали Да Там было достаточно Все плохо И бардак был И население Было подавлено Всеми теми условиями Которых оно жило Германия После Значит Вот этой вот Подписания Этого Версальского мира Была унижена Немцы Голодали Безработица То есть Очень тяжело жили И все остальное То есть Население было Подавлено Оно Долгий Какой-то Период Перед этим Было состояние Депрессии Назовем так Застоя депрессии Вот На Украине То же самое Олигархи Все это Просто Душили народ Поэтому В принципе Наверное Среди тех Кто пошел на Майдан Были и хорошие люди Которые хотели И справедливости И все Может быть И сейчас Они там есть Вот Хотели лучшего Хотели Как говорится Это Но Произошло Обман Подмена Произошла Вот И Подменили Вот на вот эту Вот штуку На вот это Вот впадение Вот в эту Низменность Выдержимость Вот на что Подменили Желание Как говорится Выйти вот На свет Да Жить лучше И все остальное Но народ Поддался На это Почему поддался Да потому что Был подавлен Вот этими Тяжелыми условиями Жизни Подавлен Вот этой Безнадегой И всем остальным Как и в предыдущих Других странах Да На Украине Так же произошло То есть очевидно Сигнал Значит Идет Но он должен Достиг Достигая цели Он при той При той ситуации Если Вот эти вот Объекты Которые допустим Там находятся Где-то Вот это Будем говорить Народ Да Значит Вот если Сигнал пошел На этот народ Как вы рисовали Да То народ Он не Сражается Не отвечает Он пассивен И это позволяет Его перепрограммировать И захват Осуществить Захват Центра государства Значит Сделать Так сказать Замену Перейти на другую Вибрации Так сказать Даун Опустить Вниз Понимаете То есть Это Вымотан И это позволяет Я еще Хочу напомнить Потому что На Украине Это еще Произошло По той Простой Причине Из-за того Что До этого Когда было Еще в имперском Мышлении Отсюда Повытягивали Массу Так сказать Хороших Значит И талантливых Людей Вот Значит Я в дальнейшем Коснусь Этих вопросов Это Такая схема Когда Идет подмена Власти Вот Когда подмена Идет власти Когда В революционном Движении Движении Людей Которые Желают Значит Изменить К лучшему Происходит Такая Подмена И Как бы Значит Вместо Чистых Борцов Сверху Становятся Деляги Жулики Мерзавцы Проходимцы Как вот сейчас Произошло В принципе На Украине Вот Это такая Момент Я как бы Его так Назвал Для себя Купание Красного коня Вот Это будет Потом Следующие Так сказать Части войны Также Мы рассмотрим Там более подробно Вот этот момент Связанный С Вот этим Застоем Который Предшествует Вот этому Самому Майдану Да И Так скажем Вот это Вот Как Состояние Периферии Которое Создает Вот эти Вот Все системы Да Вот Значит А сейчас Мне хочется Рассмотреть Очень интересный Вопрос Связанный С Тем Почему Почему Вот этот Майдан Майдан Вот Выкидышем Почему Он не получился Полноценно Почему Не Это Самое Вот Вы все Знаете Что Мировая Система Мировая Система Это Доллар Доллар Это Наше Все Да Вот он Это Наше Все Да Вот он Доллар Да Ну тут Две черточки Суть Важно Это Наше Все За Это Мы Продаемся Все За Это Продается Как Говорится Все Что Так У Нас Есть Доллар Фактически Реально Это Как Бы Это Символ И Денежных Всех Средств Всего Мира И Всех Вот Этих Активов И Ценных Бумаг И Всего Всего Остального И Потоков Энергии И Ресурсов Вот Это И Потоков Людских И Человеческих Мыслей За Доллар Продается Все Весь Мир Все Потоки Все Что Для Нас Важно Все Идет Через Доллар Потому Что Это Мировая Валюта Он Управляет Всеми Этими Потоками Он Создает Все Эти Потоки Доллар Именно Доллар Понимаете Он Стоит Значит Значком На Этому Сам На Долларе На самом Бумажке Да И Именно Он Является Знаком Мирового Господства Ну Является Знаком Мирового Господства А кто Знает Что Это Такое Чему На Земле Соответствует Вот Этот Значок Кто Знает Не Знает Ли Кто Но Мы Сейчас С Вами Это Легко Выясним В основе Доллара В основе Доллара Ну Скажем так Зарождение Вообще Вот этой Денежной Валюты И вообще Финансовой Этой Системы Стоит Кто У нас Естественно Англии Вот она В голове Вот здесь Да Условно Вот Англия У нас Такая Замечательная Англия Вот Значит Ну А кто У нас Является Номер Два Кто Является Самим Хранилищем Вот этой Всей системы Кто Является Где Форт Нокс Где Все Так Скажем Это Все Где Все Вот Это Доллар Понятно Значит Это У нас Соединенные Штаты Америки Да Да Вот А теперь Я вам Задаю Вопрос Вот Это Америка А Вот Это Англия А Что Бы Это Могло Быть М Вот Эта Штучка Штучка Создает Погоду И погоду И тепло Значит Дает И влагу И ветры Все Все Зависит От этого Это Соответственно Гольдстрим Да На значке Он Более Умутрированно Нарисован Ну Знак Никогда Никогда Не Будет Соответствовать Реальности Это Схематическое Чисто Вот Эти Два Этих Самых Показывают Что Туда И Обратно Понимаете Туда И Обратно Туда И Обратно То Есть Выровненным Он Как Восьмеркой Если Смотрите Холодную Теплую Часть Да Был Был Вот То Есть Он Переносит Гигантские Потоки Энергии Энергии Да Тепловой Энергии Холодовой Влаги Соответственно Обеспечивает Все Процессы И В том Числе Все Живые Существа В океане И Те Кто Находится Соответственно На суше Я думаю Никто Не будет Возражать Что Его Значение Не меньше Чем Доллара Для Так сказать Нашей планеты И Особенно Для Вот Этого Англо Так сказать Американского Англоамериканской Системы Не меньше Правильно И Они Поэтому Установили Его Как Значит Систему Своего Господства Да Нет Не Не Поэтому Течение Существует Само По Себе А Адку Почему Именно Господство Возникает Почему Здесь Возникает Вот Это Господство Почему Англия Которая Бог знает Где Находится Стала Владычицей Морей Захватила У нее Больше Всех Колоний Был Почему Почему Соединенные Штаты С такой Легкостью Захватили Всех Индейцев Там И все 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 Остальное Почему Как говорится Здесь По сути Дело Присутствует На сегодня Давайте Честно Признаваться Присутствовала Система Глобального Глобального Скажем так Государства Во главе С Соединенные Штаты Америки Англии В том числе Да То есть Глобальное Английское Государство Такое Англо-американское И все Остальные Подчиняются Да Мы До Сегодняшнего Времени Играли В свободную Европу И все Остальное Но теперь Это видно Кто управляет Кто заказывает Музыку Кто Является Хозяином А кто Рабом Игры Кончились Древние Были Не дураками Это Были Очень Умные Люди И Речь Идет О том Что Я вам Говорил Что Это темные Игры Это темные Ребята Работали Да Вот Почему Как говорится Мы можем Светлыми Называть Условно Говоря Технологии У них От этого Идут Значит Если кто-то Из вас Когда-то Знает Биологические Законы Биологические Системы То Допустим У всех Растений У всех Значит Скажем так Ну Животных У-то растений Это очень Хорошо Прослеживается Есть Такая Система Называемая Фитонциды Вот Пример Удух Выделяет Фитонциды Да И Другие Деревья В зоне Его Вот этой Корневой Где выделяются Фитонциды Они там Плохо Растут А вот Дубы Отлично Растут То есть Дубом Условно Говоря Выделяется Вибрация Такая Которая Не позволяет Не позволяет Другим Растениям Значит Там Чувствует Себя Вольготно Другим Так сказать Деревьям Не растениям Деревьям Значит Вот так И так же Многие Многие Другие Растения То есть Они Растения Своего Вида Своей Крови Да Чужие Нет Понимаете Вот в чем Система То есть Для своих Создается Полная Полная Так сказать Свобода Зеленый Свет Дорога Они Как бы Усиливаются За счет Вот этого Резонанса Усиливаются За счет Резонанса Да А те Кто Чужие Они Подавляются Эта система Резонанса Их Подавляет Там Фитонцидная Или Так вот Представьте Себе Вот здесь Расположены Были Излучатели Они Сейчас Там Наверное Есть Да Вот Которые Вода Является Записывающим Так сказать Она Фиксирует Прекрасно На себе Информацию Да И С этих Излучателей Что это Что это За сооружение Это какие-то Культовые Сооружения Очевидно Да Известно Какие-то Культовые Сооружения Да Шла Определенная Вибрация Связанная Такого уровня Как бы Кровного Да Что Значит На Вот эту Воду А отсюда Именно Подходит Холодная Вода На холодную Воду Лучше Записывается Да Потому что Она более Твердая Более Хорошо Содержана Записывалась Информация Вот здесь Вот В этом Участке Где-то Вот Записывалась Информация И эта Информация Двигалась Вот сюда В эти Катуй Здесь Вот Здесь вода Нагревалась Вот Тут она Везде Тут и ниже Вот Нагревалась И эту информацию Соответственно Как бы Проигрывала Сбрасывала На вибрировать Начинала И информация Пошла И соответственно На вот этой территории На всей гигантской Которую покрывал Вот этот вот Гигантский Излучатель Мощнейший То есть Мощнейшее Записывающее Устройство Природное Да Вот Соответственно Была Дорова Как говорится Была Именно Так сказать Именно Были Те Так сказать В лучшем положении Да Те Усилились Кто Находился Вот В родстве С вот Тем Кто собственно говоря Создавал вот этот вот Излучатель Понимаете И теперь Ничего удивительного В принципе Получается Теперь вполне Необъяснимо Что Собственно говоря Почему Не так много людей И они Кровно между собой Связаны Владеют Всеми мировыми Так сказать Запасами Потоками И так далее И так далее Денежных Так сказать Финансовых И всех остальных Средств Да Ресурсных И прочих Ничего удивительного Потому что Они резонируют Резонировали С этой системой Понимаете А все остальные Угнетались Этой системой Благодаря этому Было создано Мощное Прочное Гигантское Государство Такое Супер Государство Понимаете Где во главе Стояли те Кто Лучше всего Резонировал С вот этой Вот частотой Которая тут Передавалась А вот А остальные И вот этим Обеспечивалось Мировое господство Вот так Просто Элементарно Большая Такая Машинка Она Как говорится Работает И Обеспечивает Все Как говорится Все цели И поэтому Именно поэтому Она стояла Как говорится Как символ Мирового господства Именно поэтому У кого-то Есть сомнения Вот Стояла И работала Вот Темные Так поставили Молодцы ребята Да Какие штуки Умели делать Да Вот Вот Но Как говорится Светлые Тоже не спали И на рассвете Атаковали В итоге Они остановили Этот поток Машинка Сломалась Усю Сломалась машинка А они Не уследили И вот Теперь Кто-то Будет говорить Что они Обладают Великими Знаниями Они управляют Миром И все остальное Вот это наследство Им досталось Вот это все А они его Не уберегли Не уберегли Потому что Извините Они ни черта Не знают Очевидно А надо было Следить За там Про Каким-то Наследством Которое Было Оставлено Которое Работало Которое Обеспечивало Так сказать Их Высокое Благосостояние Все остальное А теперь Все это Государство Начинает Разваливаться Разваливаться На куски Все хотят Отсоединяться И в последнем Своем Выдохе Зверь Попытался Дотянуться До своего Очевидно Врага Лютого Который Видимо Нанес Удар По вот этой Машине Потому что Они же тоже Наверное Соображают Ну Такое Предположение И Как ни странно Как ни странно Да Удар Этот Пришелся По Украине А что же за территория Такая Украина Кто ж там был такой Кто ж мог быть такой Соотноситься Тоже видимо Как-то Кровью связан Был с теми Кто так сказать Нанес удар По ихней машинке Сломал ее А И причем Я вам хочу сказать Что интересно Всегда Это вот этот Момент Вот эти моменты Когда Значит в тысячу В 2010 В восьмом году Да В восьмом году 2008 Да И 2000 Вот он У нас В десятом Да А потом В 2000 У нас сегодня 14 Да Что я тут рисую Да Правильно Все верно Ухо Видно Вот 14 Да Вот Смотрите Виртуальный удар По финансовой системе Как бы Пришелся То есть Зацепил доллар Доллар Это как бы Виртуальная система Это как бы Такое Не проявленное Не совсем Это как бы Во взвешенном Таком состоянии Да Все находится Это такая Как бы Программная система Да И В 2010 Конец Физической системы Понимаете Они взаимосвязаны Между собой И то Что существует На Как виртуальном Полувиртуальном Таком Уровне Да Оно постепенно Проявляется И есть И физическое проявление Этого Обязательно существует А сейчас 2014 Год И сейчас События Начали разворачиваться Еще с большей силой То есть Противостояние Нарастает Да Вот На сегодняшний день Но на сегодняшний день Видно что Темный Григор Темное Вот это Брас Оно уже Неуправляемое Делают Что попало Не могут Ничего сделать Все рушится Все валится Из-под рук Валится Там 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 Понимаете И вот этот Выброс Вибрации Мой мощнейший Выброс Вибрации Вот он Выброс Вибрации Он Пошел Во все стороны Он не только На Украину попал Начались Активизировались Действия И Значит На Ближнем Востоке По всему миру Воины Начались Пусть они такие Локальные Какие-то Но Как говорится Пожар войны Пожар Вот этого По всему миру А темный Григор Как известно Темный Григор Питается смертью Чем больше Смерти Тем Как говорится Это И вот На последнем Этапе Да Вот в этом Выдохе Он что-то Смог Активизировать Бросить Какую-то Энергетику Хотя Центр Уже Поражен А вот Почему же Он Именно На Украину Так сказать Дело в том Что Украина Как бы Скать-то Это Территория Русского Княжества Да Территория Русского Княжества Был такой Князь Святослав Русский Князь Святослав И вот Так Вышло Что Украина Вдруг оказалась На территории Русского Княжества Княжества святослава вот вроде не захватывали но почему-то оказались так вот святослав известен тем что он победил хазарский каганат хазарский каганат очень интересное государство а у нас только интересно что как говорится в общем это государство которым также как и в америке население имеет имела все совершенно там разнейшие национальности там непонятно кто какой национальности гигантское количество вероисповеданий гигантское количество так сказать всяких разных конфессий там непонятно чего и так далее то есть это было вообще государство как америка по сути дела там все было при этом значит это государство было так хорошо расположилась так замечательно расположилась что она с одной стороны как говорится активно участвовал в работорговле да и торговала на при этом жителями вот этого киевского так сказать или скажем так русского княжества да который со столицей в киеве святослава да и всеми другими кого как говорится она там поймала славян да вот и потоки все контролировал товар оборот весь полностью то есть это было государство денежный мешок денег там было золото там было бесконечное количество соответственно желающих как говорится пограбить так сказать и напасть на это государство было много они были недовольны тем что как говорится их превращает в рабов другие были недовольны тем что как говорится они захватили таскать истово оборот товарообороты авица все деньги третьи были еще чем-то недовольны четвертом хотелось там золото так далее так далее то есть в общем было много желающих да но взять его не могли даже доблестные витязи русские взять это государство не могли били сбились никак не могли пробиться туда никто и как говорится победить его не мог это государство маленькое государство народ там взброд идеологии никакой но как-то как-то непонятно да а вот святослав смог и совершил очень интересный поход его поход был вот он от своего киева прошел вокруг этого государства и атаковал вот здесь его как бы столицу здесь у нас крым вот это вот побережье выход вот вот атаковал вот здесь столицу вот так прошел черти сколько шел непонятно совершенно историки наши они чё попала на эту тему говорят вот что там он что-то там какого-то чего-то это самое вот но он же не на вердолете там пролетел да он пока шел тут всем все поднялось и все знали куда он шел когда он шел он там шел не один год да по сути дела получается то что зачем зачем вместо того чтобы взять нанести удар по столице там по каким-то городам он пошел вот таким круглым походом измотал своих воинов и все остальное это же глупость чистом виде никто такие вещи не делает так вот оказывается святослав известен как тот кто вспорол брюхо золотой змеи вот эта технология излучателей она существовала и хазарские пацаны на владели этой технологии и создали периметр из излучателей которые заходит туда кто-то чужой да он теряет все силы его страх одолевает и так далее но не может он ничего сделать и биться не может и великие русские витязи тоже биться не могли и вот эти вот ребята тут разношерстные выбрасывали всех и все и побеждали всех почему да потому что технологии работала работала технология резонансная технология работала резонанс эти системы создавали периметр и создавали непобедимость этого государства вот такая была технология соответственно что взял Светослав взял, как я понимаю, хакеров И они взломали этот периметр Постепенно, один за другим, размыкая контакты И только после этого он смог напасть Понимаете, насколько защита была крутая? О, технология! Очевидно, после того, как отсюда их выпер Светослав Они подались туда, в Англию Потому что, ну, про другие машинки неизвестно, да? А вот про эту машинку мы знаем И создали там вот такую замечательную машинку Которая создала еще больше государства, чем Хазария Но такой же богатая, но такой же разношерстная Им все равно там кто, да? Это Хазария, Хазария И вот этот вот гигантский этот самый Это есть одно Понимаете? И тогда, на последнем издыхании Зверь нанес удар В сторону своего, как говорится, прошлого врага Наверное, он считал, что это Потомки Светослава Ударили по его, так сказать, этому По его устройству, по его этой системе А он уже знал Понимаете? По крайней мере, те ребята, которые сражаются На Донбассе И те, которые, как говорится, отстояли Крым Те Ну, они уж точно, как говорится И как минимум Из тех, кто Так сказать, из святославовых воинов Потомки Понимаете? То есть Мы с вами живем И вокруг существует масса технологий Древние не были глупцами Это мы ничего не понимаем Понимаете? Есть такое стихотворение У поэта Они способны, так сказать Прозревать такие вещи Которые ученые наши Бестолковые не могут А вот Есть такое стихотворение Кобзева Значит, скифы Отрывочек Но если на могилы предков Вступала вражая Ага Как стаи стрел Прямых и метких Бросались скифы на врага И те священные могилы Творили магию свою Они Своих потомков силы Могли утраивать в бою Понимаете? То есть Резонаторы позволяют Как говорится Жить Нам Как говорится На той территории Которая Значит Стоят они Понимаете? И именно тем Кто соответственно Соответствует Резонирует с той кровью Которые там Вот действительно Лежат в могилах Так сказать Поэтому курганы Копают правильно Наши археологи Копают правильно Курганы Понимаете? Вот курган Бульдозер прошел вот так И вот так прошел Остается бровочка Шириной в метр Вот После того Как они раскопают Кургана не будет Резонаторы через них Все И еще есть Очень интересный факт Свидетельствует о том Что Московское княжество Когда Планировало Так сказать Сохват Так сказать Освоение Сибири Оно создало Такую Из сброда Такое Как говорится Движение Как бугровщики И хорошо Платило Тем Кто Как говорится Раскапывал бугры Но вот здесь В Сибири О бугровщиках Известно одно Они быстро все Перемерли Быстро все Перемерли Они Как-то Калечились И все это Больно напоминает То ли как Обжигались они То ли что Но быстро все Перемерли Вот такая ситуация То есть Технологии Древних На самом деле Вокруг нас Это резонационные Технологии Их масса А вот Нам бы надо Быть понять Может быть Научиться Разобраться И они очень Сильно влияют И до сих пор На нашу жизнь Если некоторые Думают Что это мы Такие великие Мы такие Возрождаемся И все остальное А вот может Резонаторы Стоят пока еще И маленько Подпитывают нас Поэтому мы Свою землю Еще пока Как говорится Не профукали Хотя Как говорится Это все Так сказать Вопрос Нет Вопрос для изучения Если сказать То это Будет Так сказать Опять Пассаж Не в ту сторону Ладно В дальнейшем Мы Рассмотрим Еще части От этого вопроса Резонационных Вопросов По вот этому Как говорится Противостоянию Противостоянию Рязыч Противосто�� Рязыч Противостоян Противостоян